Открытые письма Выступая на 23-м съезде партии, вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как представитель советской литературы. Тем самым вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны вами, будто бы от нашего общего имени. Речь ваша на съезде, воистину можно назвать исторической. За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок. Но огорчил вас не один лишь приговор. Вам пришла с ней по душе самая судебная процедура, которой были подвергнуты писателя Даниэль и Синявской. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они не законными, а революционным правосознанием. Этот призыв ошеломил меня. И я имею основание думать не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток. Самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последние десятилетия. И именно это завоевание вы хотите у народа отнять? Правда, в своей речи на съезде вы поставили перед судьями в качестве образца не то сравнительно недавнее время, когда происходили массовые нарушения советских законов, а то более далекое, когда и самый закон, самый кодекс еще не родился. Памятные двадцатые годы. Первый советский кодекс был введен в действие в 1922 году. Годы 1917-1922 памятны нам героизмом, величием, но законностью они не отличались, да и не могли отличаться. Старый строй был разрушен, новый еще не окреп. Обычай, принятый тогда судить на основе права сознания, был уместен и естественен в пору гражданской войны, на другой день после революции. Но он ничем не может быть оправдан накануне пятидесятилетия советской власти. Кому и для чего это нужно? Возвращаться к правосознанию, то есть, по сути дела, к инстинкту, когда выработан закон. И кого в первую очередь мечтаете вы осудить этим особо суровым, не опирающимся на статьи кодекса, судом, который осуществлялся в памятные двадцатые годы? Прежде всего, литераторов. Давно уже в своих статьях и публичных речах вы, Михаил Александрович, имеете обыкновение отзываться о писателях с пренебрежением и грубой насмешкой. Но на этот раз вы превзошли самого себя. Приговор двум интеллигентным людям, двум литераторам, не отличающимся крепким здоровьем, к пяти и семи годам заключения в лагерях со строгим режимом для принудительного, непосильного физического труда. То есть, в сущности, приговор к болезни, а может быть и к смерти, представляется вам недостаточно суровым. Суд, который осудил бы их не по статьям Уголовного кодекса, без этих самых статей, побыстрее и попроще, избрал бы, полагаете вы, более тяжкое наказание, и вы были бы этому рады. Вот ваши подлинные слова. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора. — Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, Дании, которых в своей речи вы почему-то именуете буржуазными защитниками осужденных, вместе с левыми общественными организациями Запада я, советская писательница, рассуждаю, осмеливаясь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. — Вы в своей речи сказали, что вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них, не за себя, а за вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а вы своей речью навеки отлучили себя от этой традиции. Именно в памятные годы, то есть с 1917 по 22, когда бушевала гражданская война и судили по правосознанию, Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасать писателей от голода и холода, но и на то, чтобы воручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись благодаря ему к своим рабочим столам. Традиция эта, традиция заступничества, существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов Александр Пушкин гордился тем, что милость к падшим призывал. Чехов, в песне к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему, пусть Дрейфус виноват. И Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Обвинители, прокуроров, и без них много. Дело писателей не преследовать, а вступаться. Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров. Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей неупрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом очеловечивающий смысл русской литературы. Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге «Записки из мертвого дома». Книгу Льва Толстого о тюрьме «Воскресенье». Оба писателя страстно всматривались вглубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, тихий дон, с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране, мельчайших движений потрясенной человеческой души, относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями. От автора «Тихого дона» удивительно было услышать грубо прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую, вопрос, с которым вы обратились к делегатам советской армии. Как бы они поступили, если бы в каком-нибудь подразделении появились предатели? Это уже прямо призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог бы быть ответ воинов, кроме одного? Расстреляли бы. Зачем в самом деле обдумывать, какую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявская и Даниэль? Зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах? Какие события побудили их взяться за перо, и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке? Расстрелять в 24 часа? Слушая вас, можно было вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передавали за границу не свою билетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода? Этой подменой сложных понятий простыми, этой недостойной игрой словом «предательство» вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого, всеногосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, а не играть словами, злостно и намеренно упрощая и тем самым искажая случившееся. Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей достоинства. И однако я возражаю против приговора, вынесенного судом. Почему? Потому что сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной. Потому что книга, билетристика, повесть, роман, рассказ, словом, литературные произведения, слабые или сильные, лживые или правдивые, талантливые или бездарные, есть явление общественной мысли. И никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует предпоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря. Вот это вы и должны заявить своим слушателям, если бы вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но вы держали речь, как отступник ее, ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные, международные премии не отвратят этот приговор от вашей головы. 25 мая 1966 года. В газету «Известия» «Не казнь, но мысль, но слово» К пятнадцатилетию со дня смерти Сталина. В наши дни один за другим следуют судебные процессы. Под разными предлогами. Открыто, прикрыто и полуприкрыто. Судят слово, устное и письменное. Судят книги, написанные дома и напечатанные за границей. Судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии. Судят сборник документов, изобличающих беззаконие суда. Судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергает гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому. Слово — это поступок. Наверное, слово в самом деле поступок. И при том сокрушительный, если за него дают годы тюрьмы и лагеря, если целыми годами, а то десятилетиями не в силах пробиться в свет, к читателю, великая поэзия, великая проза, романы, поэмы, стихи, повести насущно необходимы и каждому. Я бы сказала, необходимы и как хлеб, но на самом деле своей пронзительной правдой они нужнее, чем хлеб. И быть может потому, что слово «истины» не в силах прозвучать, сделаться книгой, а через книгу и душой человеческой, что оно насильственно загнано внутрь, остановлено, быть может потому с такой остротой ощущаешь искусственность, фальшивость, натянутость иных напечатанных, легко достигающих читателей слов. Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе. Оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных. Начинается оно тревожащим сердцем вопросом. Несчетный счет минувших дней, неужто не оплачен? Окончается утешающим выводом. И он с лихвой, тот длинный счет, оплачен и оплакан. Утешительность вывода. Она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения, и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть. Если поверить автору, в нашем нравственном балансе после всего пережитого все, слава богу, обстоит благополучно. Концы сведены с концами. О чем же еще говорить? А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившимся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы. Бывают счета неотвратимые и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом, — кощунство. По какому это прескуранту могут быть оплачены Норильский, Потима, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерный? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных? А их были миллионы. Почем с головы? И кто имеет право сказать, «Счет оплачен?» Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты. Оплатить такой счет — это вообще никому не под силу, по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых. А кто оплатит обманутую веру людей в заветные пять слов? У нас зря не посадят. Веру, если Иван и Денисычи сидят за решеткой, стало быть, они в самом деле враги. Надо сознаться, великолепно работала в прошлом машина провокации — радио, собрания, газеты. Столь четко и бесперебойно, что случалось даже честные люди становились ожесточенными гонителями невинных. Жены отрекались от мужей, дети от отцов, друзья от лучших товарищей. Ведь они, эти обманутые, тоже в своем роде жертвы. Жертвы организованной лжи. Не применимы ли к ним слова, сказанные о других временах? Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века. Чем же оплатить массовое организованное душевредительство, разврат пера, распутство слова? Казалось бы, если можно, то только одним — полнотой, откровенностью правды. Но правда оборвана на полусловие. Сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах. Жажда самой простой элементарной справедливости осталась неутоленной. В дом погибших выданы справки, что мужья их были арестованы понапрасну и посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Хорошо. Такие же справки об отсутствии состава выданы тем из заключенных, кому посчастливилось уцелеть. Отлично. Они вернулись. Но где же те, кто был причиной всего пережитого? Те, кто изобрел состава преступлений для миллионов людей? Те, кто фабриковал одну за другой фантастические повести под названием «Следственное дело». Те, кто давал приказ чернить осужденных в газетах? Кто эти люди? Где они? И чем заняты сегодня? Кто, когда, где подсчитал их преступления, совершившиеся обеспеченно, спокойно, методически, изо дня в день, из года в год? И им, этим преступникам, какие и кем выданы справки? Видимо, никем, никакие. Иначе не случилось бы, что изданием стихов ведает человек, повинный в гибели поэтов? Что на торжественном заседании в президиуме красуется писатель, который писал преимущественно доносы? Что пенсии за труды праведные получает седовласый, почтенный старец, в прошлом губитель Вавилова или Мейерхольда? Туман, туман. «Счет оплакан», — говорится в стихотворении. Правда, пролились океаны слез, но лились они украдкой в подушки. День железнодорожника, день летчика, день танкиста. А где же день траура по невинно замученным? Где братские могилы, памятники с именами погибших? Кладбище, куда родные и друзья могут в поминальный день приходить открыто плакать с венками и букетами цветов? Где, наконец, списки тех, кто заказывал доносы? Тех, кто исполнял эти заказы? Тех, кто, но довольно. Над могилами уместны тишина и скорбь. Нет, не об отмщении речь. Я не предлагаю зуб за зуб. Месть не прельщает меня. Я не об уголовном, а об общественном суде говорю. Потому что, хотя доносчики, палачи, провокаторы вполне заслужили казнь, но народ наш не заслужил, чтобы его питали казнями. Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль, точное слово. Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни цветущего деятельности человека в холодный труп, чтобы ей был вынесен приговор во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель уплачено. А распутать клубок причин и следствий серьезно и тщательно, петля за петлей его разобрать. Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на север, под рубриками «Кулаки и подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет, под рубриками «Шпионы», «Диверсанты», «Вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину. Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей, перед набросившейся на них машиной. К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности, ежеминутно, денно и нощно нарушавших закон, с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон, и угодливо ослепшей на целые годы, и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно, извергавшими к львету нагонимых. Миллионы и миллионов лживых слов о ныне разоблаченных матерых подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам. Когда и как оно совершилось, это соединение? Несомненно, самое опасное изо всех химических соединений ведомых ученым. Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога, а прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа, и при том безотлагательная, срочная. Надо звать людей старых и молодых на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут весней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя. Убийство правдивого слова. Оно ведь тоже идет оттуда, из сталинских окаянных времен. И было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Утрата права на самостоятельную мысль затворила в сталинские времена дверь для сомнения, вопроса, вопля, тревоги, и отворила ее для самоуверенной, себя нестыдящейся, многотиражной и многоупорной лжи. Ежечасно повторяемая ложь мешала людям узнать, что творится в их родной стране с их согражданами. Одни не знали простодушно, по наивности, другие — от того, что им очень уж не хотелось знать. Тот же, кто знал или догадывался, тот обречен был молчать, под страхом завтрашней гибели, ни каких-нибудь там неприятностей по службе, безработицы или нужды, а обыкновенного физического истребления. Вот какой великий почет был в ту пору оказан слову, за него убивали. На могилах погибших, сказала я, должна вырасти не новая казнь, не казнь их губителей, а ясная мысль. Какая же? Может быть, это? Уж раз мы выжили, ну что ж, судите, виноваты. Все наше — истина и ложь, победы и утраты, и срам, и горечь, и почет, и мрак, и свет из мрака. Нет, не это. Рассуждение соблазнительное, но принять его нельзя. Оно служит запутыванию клубка, а не попытке его распутать. Истина и ложь не близнецы, и никому не удавалось быть мраком и светом за раз. В каждом конкретном жизненном положении кто-то светил, а кто-то гасил свет. И хуже, кто-то был злодеем, а кто-то жертвой. Мы были молоды, горды, а молодости стали, и не было такой беды, чтоб мы не устояли, и не было такой войны, чтоб мы не победили, и нет теперь такой вины, чтоб нам не предъявили. Здесь две неправды. Во-первых, такая беда, перед которой мы не устояли, и от которой не спасли страну, была. Имя ей Сталинщина, это раз. Что же касается вин, которые теперь будто бы кто-то где-то кому-то предъявляет, то хотелось бы знать, кто, где и кому. О винах, предъявляемых сегодня нашему вчера, что-то не слыхать. Приняли, подхватили. Да, все, что с нами было, было. И глубже ни шагу. А между тем, из-за всего, что с нами было, было, естественно, растет ясная и простая мысль. Она известна всем с изначальных времен, но нам придется воспринять и усвоить ее заново. Сто лет назад Герцин изо дня в день повторял ее в колоколе. Без свободного слова нет свободных людей. Без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям страны. Громкая открытая речь одна может удовлетворить человека, писал Герцин. Только выговоренное убеждение свято, писал Огарев. Молчание же для них синоним рабства, склонения головы. Герцин писал о сообщничестве молчанием. Немота поддерживает деспотизм. Судебные процессы последних лет и последних месяцев вызвали среди людей разных возрастов, разных профессий громкий отпор. В нетерпимости к сегодняшним нарушениям закона сказывается наболевшее негодование людей против самих себя, какими они были вчера, и против вчерашних тисков. За молодыми плечами нынешних подсудимых нам, старшим, видятся вереницы теней. За строчками рукописи, достойной печати, не идущей в печать, нам мерещатся лица писателей, не доживших до превращения своих рукописей в книги. А за сегодняшними газетными статьями — те, вчерашние, улюлюкающие вестники казней. Освобождение слова от цензуры. Таков был один из девизов колокола. В последний раз колокол вышел сто лет назад, в 1868 году. Столетие. С тех пор цензура сделалась менее зримой, но все проникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, заживо схоронить неугодную рукопись. Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они ни назывались. Пусть сгинет немота. Она всегда поддерживала деспотизм. А память пусть останется вечной, неистребимой, вопреки будто бы оплаченному счету. Память — драгоценное сокровище человека. Без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт — сам воплощенная память. Приведу строки того поэта, который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти. Затем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных марусь, забыть, как постыло хлопал дверь, и выла старуха, как раненый зверь. Память о прошлом — надежный ключ к настоящему. Перечеркнуть счет, дать прошедшему за Росси бурьянам путаницы недомолвок, недомыслей — никогда. Впрочем, если бы нам и изменила память, сегодняшние суды над словом и сухой треск газетных статей донесли бы до нас знакомый запах прошлого угара. Но сегодня — это сегодня, не вчера. Сообщничество молчанием кончилось. Февраль 1968 года. Гнев народа Москва, 1958, 1 ноября. Пастернак только что получил Нобелевскую премию по литературе. Писатели исключили его из Союза. На странице газет хлынули письма трудящихся. Правильное решение, лягушка в болоте, экскаваторщики, нефтяники, инженеры, учителя, слесаря. Я в такси. За рулем нескладный мальчик, лет девятнадцати. Ускоплечий, узкалицей, малорослый, только руки, крутящие баранку, огромны. Я сижу рядом с ним. А между нами на сиденье газета. Думать я могу только о Пастернаке. Речи писателей, статьи и письма в газетах и мой собственный грех — отсутствие мое там, в Союзе, когда его исключали, моя немота. Пытаюсь укрыться в стихи, в его стихи. Но и из его стихов на память идут только гибельные. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Это Гамлет. Чуть более десятилетия назад. А вот и давние, излюбленные мной с юности. Дай мне подняться над смертью позорной. С ночи одень меня в тайник и лед. Утром спугни с мочежиной озерной. Целься, все кончено. Бей меня в лед. Вот оно и сбылось. Целься, в лед. Конец это уже, или только начало конца. И вдруг, как в дурной мелодраме, или точнее так, как бывает только в действительной жизни, шофер оборачивает ко мне свое узкое лицо. Читали, гражданочка? Он скашивает глаза на литературную газету. Один писатель, пастор, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я вот этими руками... Мы стояли под красным светом, он на секунду оторвал руки от руля. Я на комбайне. Для него убирал хлеб, а он гадина. Честные рабочие руки снова ухватили баранку. Зеленый, поехали. Между мной и моим собеседником на сиденье газета несколько прямоугольных листов. Председатель колхоза имени Ленина из села Гуляй-Борисовка с радостью встретил сообщение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора. Старший машинист-экскаватор из Сталинграда тоже доволен. Нет, я не читал Пастернака, сообщает он, но знаю, в литературе без лягушек лучше. Письмо так и озаглавлено. Лягушка в болоте. Непрочная вещь бумага. Ее можно снять одной рукой и выбросить за окно, разорвать или сжечь. Но она была между мною и моим собеседником как железобетонная стена. В его глазах великий поэт, чью поэзию и прозу я любила сотерчество, был всего лишь тунеядцем, задаром поедающим хлеб. — Пастернак, а не пастор, — сказал я через стену. — Все, что вам о нем говорят и пишут, — неправда. Вас обманывают. Это великий русский писатель. Он никого не предал. Он любит вас. Он сказал о вас в своих стихах, превозмогая обожанье. Я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. Шофер не услыхал ни единого слова. Между нами стена. Мы сидели рядом, по-прежнему разделенные всего лишь листками бумаги. Но голос мой сквозь нее не доветал до соседа. Мы приехали. Ждянув на счетчик, я протянула шоферу деньги. — Что пастер, что пастернак, разницы нет, — сказал он. — Вы, гражданочка, грамотные, а газет не читайте. Не надо мне ваших двадцать копеек. Я чаевых не беру. И он вернул мне мою монету таким гордым, непреклонным движением, словно это были по крайней мере двести фунтов стерлингов, предлагаемые ему за предательство иностранной державы. Мне припомнился этот горестный случай сейчас, в начале сентября 1973 года, когда на странице газет снова хлынул организованный гнев трудящихся, в который уж раз, на этот раз против двух замечательных людей нашей Родины — Сахарова и Солженицына. 1968 год. Москва. Декабрь. Радостный день. Александру Солженицыну исполнилось пятьдесят лет. Преследования против него уже начались, но еще и из подволь. Союз писателей еще не исключил его, но уже не празднует. Сотни читателей, напечатанные и ненапечатанные прозы Солженицына, посылают ему поздравительные телеграммы в Рязань. Я тоже. Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого, чем вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество. Могущество, которое возвратил Солженицын русской литературе, для Союза писателей обуза. Оно ему не по плечу. Союз советских писателей — административное учреждение, созданное, чтобы управлять. Могущество неуправляемо. Оно управляет само. 1969 ноябрь Солженицын исключен из Союза административными средствами, президиумами, досекретариатами, даже без собрания Московской писательской организации, которым был почтен Пастернак. В самом деле, при чем тут московские писатели? Ведь Солженицын — Рязанский. Там его и исключили. Рязанского масштаба писателюшка. Мелочь, из-за которой мы с ключами собираться не стоит. Однако, хоть и немногие, кое-кто вступился за эту мелочишку. Среди двадцати трех человек протестовала и я. Телеграфировала в президиум Союза, что считаю исключение Солженицына национальным позором нашей Родины. 1973 сентябрь. Травля академика Сахарова, а заодно и Солженицына, который в 1970 году получил Нобелевскую премию, вызвал этим против себя разнообразные гонения и все-таки имеет мужество защищать других. Встроенными рядами выступают на страницах газеты академики, писатели, скульпторы, композиторы, художники. Тут же отклики простых людей, трудящихся, организованный взрыв стихийного народного гнева, которому приказано иметь вид естественного извержения вулкана. Само собой разумеется, что никто из гневающихся и возмущающихся не имеет об академике Сахарове, об его поступках, предложениях и мыслях ровно никакого понятия. В метро и троллейбусах ведутся разговоры о каком-то негодяе Сахаревича, который жаждет войны. А быть может, он и не Сахаров вовсе, а на самом деле Цукерман, где ты сейчас, мой старинный собеседник? Ускоплечий мальчик-шофер с честными рабочими руками. По-прежнему ли ты веришь газетам? Ненавидишь ли ты сейчас академика Сахарова по газетной подсказке, как в пятьдесят восьмом году по той же подсказке искренне возненавидел Пастернака? А в другие годы и теперь Солженицына. Я не читал Пастернака, но знаю, в литературе без лягушек лучше. Я не читал романа Солженицына, но возмущен. А может быть, за это время мой бывший собеседник, водитель такси, ты отрезвел, догадался, что прежде чем возмущаться ими, надо знать их и думать обо всем на свете самому, собственным своим умом, не газетным. Звуконепроницаемая стена, методически, злонамеренно воздвигаемая власти между создателями духовных ценностей и теми, ради кого эти ценности созидаются, с 1958 года и особенно 69-го выросла и укрепилась. Стена, наглухо отделяющая простой народ от его пророков и мучеников. Стена возведена прочная, железобетонная. Она ничуть не ниже и не безвредней берлинской. У берлинской стены, отделяющей одну часть города и народа от другой, при попытке через нее перебраться, охрана открывает стрельбу. Каждый выстрел гремит на весь мир и отзывается в душе каждого немца и не немца. Борьба за душу простого человека, за право, минуя цензурную стену, общаться с ним, ведется в нашей стране беззвучно. Когда-то об этом беззвуче написал Монбельштам. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи на десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Кремлевский горец Сталин умер. Но дело его живет. Массовые облавы смерти его прекратились. В тюрьмах и лагерях сидят теперь не десятки миллионов ни в чем не повинных людей, как при Сталине, а тысячи виновных. И вина у всех у них одна и та же — слово. Через стену, воздвигнутую газетной ложью, стену между задумавшимися и беззаботными, слово не проникает. Кричи! Ты ни до кого не докричишься, разве что до сотни человек сквозь дыру, просверленные в стене сам издатом. Дыру — это сейчас в наши дни усиленно замуровывает КГБ. Обысками, тюремными сроками, плевками газет. Если докричишься, вопреки укрепленной стене, до кого-нибудь, то всего лишь до сотен, а население нашей страны около 250 миллионов. И они возмущены не теми людьми, кто пулеметной очередью неправосудных судов, тюрьмами, лагерями, ложью укрепляет стену, преграждающую дорогу правде, а теми, кто пробует, напрягая ум, душу и голос, до них, своих соотечественников за стеной докричатся. — Милее, милее, гуляй, Борисовка. Сотрудники газеты сами придут или позвонят тебе на дом и, подделываясь под народный слог, сами сочинят за тебя твой гнев и твое возмущение. Тебе остается только подмахнуть бумажку. Ты и подмахиваешь. Первыми выступили, осуждая академика Сахарова, деятели науки, искусства и литературы. К ним я обращаться не стану. Они образованные, начитанные, они прекрасно знают истинную цену и служеницину, и Сахарова, и, главное, самим себе. На них тратить слова не стоит. Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда — гений и злодейство совместны. Гений и предательство, гений и ложь. Члены Академии наук, члены Союза писателей и прочих творческих союзов, и в первую очередь те, кто дергает их за веревочку, продумали все отлично. Они ведают, что творят. Они понимают, почему и чем Сахаров и Солженицын каждый на свой лад им помеха. К ним, к писателям, художникам, музыкантам, артистам, ученым обращаться мне незачем. Им и без моего разъяснения известно, где правда. Худшие из них — профессиональные предатели, давно уже не имеющие никакого отношения ни к науке, ни к литературе или искусству. Лучшие — талантливые, любят литературу, искусство, науку, но полагают, что нельзя терять связи с читателем, зрителям, слушателям, сподручнее продать слово. Полагают, что если они не подпишут подготовленный начальством документ, издательства перестанут печатать их научные труды, повести, рассказы, стихи. Раскидают набор уже принятой научной статьи или повести, не выпустят за границу с концертом, закроют выставку картин. И тогда, что же тогда станется с бедной литературой, наукой, с бедным искусством и с ними? Они недомысливают. Нельзя без конца вырезать фестоны из собственного сердца. Оно перестает то доносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе, в слове, нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи, рассказы, печатайтесь. Вас больше нет. Мое обращение не к вам, а к тому мальчику за баранкой, который когда-то, не прочитав ни единой строки Пастернака, не твердо зная его фамилию, твердо верил, что Борис Пастернак ест наш хлеб, ненавидит наш народ и продался зарубежным врагам. Вряд ли ты услышишь меня, но я обращаюсь к тебе, к так называемому простому человеку. Он вовсе не прост и уж вовсе не глуп, но он не сведущий. Он введен в заблуждение. Неведение его роковое. И для него, и для нас. Гнев и возмущение против академика Сахарова выражает казенными словесами доктор технических наук Сычев в газете «Известия» от 30 августа. Присоединяется к нему вскоре сборщик-механик Власов. Торопятся и донецкие шахтеры. От их имени выступает в «Правде» 3 сентября бригадир комплексной бригады на комбинате «Донецк-Уголь». Возмущены и ленинградцы. Кроме Власова, рабочий Кировского завода в лице своих бригадиров, двух героев социалистического труда и одного лауреата государственной премии. Сильно горячатся в Ростове-на-Дону. Когда я прочитал в газете о поступке, а сказать вернее об антисоветской выходке академика Сахарова, пишет газосварщик Ольховой, то возмутился до глубины души. Ну, думаю, очутись я на той самой пресс-конференции, где Сахаров клеветал на нашу страну, я сказал бы ему пару ласковых. Это в газете «Советская Россия». Воображаю, как был доволен сотрудник газеты, подыскивавший настоящее народное выражение, пару ласковых. Не отстают и колхозники. Они до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова. Правда, 4 сентября. Рядовые, а среди них и сановные, герои труда и депутаты совета. Народ возмущен до глубины души. Еще бы. Ведь писатель Вадим Кожевников еще 30 августа на странице газеты «Известия» разъяснил колхозникам и шахтерам, комбайнерам и токарям, будто Сахаров, слушайте, слушайте, кощунственно потребовал вмешательства империализма во внутренние дела своей страны и братских социалистических стран. Но как же было не возмутиться всему советскому народу? Я и сама возмутилась бы, если бы не знала, что такое Вадим Кожевников. Я не могу подобрать определение его имени и его поступку, разве что назвать его начальником охраны у Берлинской стены, а слова его пулями, расстреливающими людей, ищущих единение со своими соотечественниками. Кожевников трехмиллионным тиражом сообщил читателям, будто академик Сахаров зовет на нашу землю интервенцию. Как же тут не возмущаться? Позволь же себе и я сказать, что на самом деле совершил и к чему на самом деле зовет академик Сахаров. Тунеядец ли он, изря ли ест хлеб, выращенный честными руками колхозников, убранный честными руками комбайнеров, или слова Кожевникова кощунственная ложь, преступление с заранее обдуманным намерением. Знаменитый советский физик, действительный член Академии наук СССР, Сахаров, трижды герой социалистического труда и дважды лауреат государственной премии, изобрел для советского государства водородную бомбу. Таким образом, товарищи рабочие и колхозники, он не ел даром хлеб, а трудился и дал в руки советскому государству мощнейшее оружие в мире. Получив в качестве премии огромные деньги, он полтораста тысячи из них пожертвовал советскому государству на онкологический институт и Красный Крест. Слышали вы об этом? Но если он создал бомбу, быть может, он все-таки любит войну? Нет, товарищи колхозники, рабочие и советские служащие, человек сердечного ума и думающего сердца, Андрей Дмитриевич Сахаров возненавидел бомбы и всякое насильничество. Обращаясь к советскому правительству, к народам и правительствам на всем земном шаре, он первым стал раздумывать слух о том, что названа ныне разрядка международной напряженности. Он написал несколько больших статей, известных всему миру, кроме тебя, товарищ советский народ, статей, в которых пригласил народа земного шара вместо того, чтобы накапливать бомбы, накапливать мысли, как спасти человечество от угрозы войны, голода, болезней, вымирания, как спасти природу, человечество, цивилизацию от гибели. Он совершил нечто более значительное. Задумался и о судьбе конкретного человека, каждого человека, отдельного человека и, прежде всего, о судьбе человека нашей Родины. Это его особенная заслуга, потому что раздумывать о судьбах всего мира, как бы ни были важны твои мысли, легче, чем выручить из беды хотя бы одного человека. Ведь кроме бомб, болезней и голода всюду на нашей планете, а на нашей Родине в частности, существует в изобилии тюрьмы, лагеря, и это уж наш родной советский вклад в дело палачества, сумасшедшие дома, куда насильно запирают здоровых. Вместе со своими друзьями академик Сахаров организовал в точном соответствии с Конституцией Советского Союза комитет прав человека. Комитет этот зарегистрирован при организации объединенных наций, международной организации, в которую входит Советский Союз. «Никогда, ни разу, ничем, ни на йоту, ни он, ни его товарищи не нарушили Советский закон. Напротив, они стали защитниками людей, осужденных вопреки Советскому закону и разоблачителями тех, кто наш закон нарушает». Стоп! Вот тут академик Сахаров с товарищами и сделался помехой власти. Законы существуют, писанные и не писанные. У нас действует один неписанный закон. Тот, который сильнее всего свода наших законов вместе взятых. Тот, от которого власть не отказывается никогда. У нас существует лишь одно преступление, которого власть никогда и никому не прощает. Это единственный, соблюдаемый и строжайший закон. Каждый человек должен быть сурово наказан за малейшую попытку самостоятельно думать, думать вслух. Вот за что был спущен на Сахарова Кожевников, а следом за Кожевниковым — механическим нажатием кнопок «Гнев народа». Сахаров не менее других радовался смягчению международной напряженности. Им же, его же плодотворными мыслями и подготовленному. Но при этом он счел своим долгом предупредить обрадованных. Смотрите, чтобы под шум банкетов, сопровождающих встречи на среднем, высоком и высочайшем уровне, не заглохли голоса тех немногих людей в нашей стране, которые не желают примириться со зверством. Голландсков умер в лагере, Григоренко медленный казнь ежедневно казня в тюремном сумасшедшем доме, а Маллик в заключении перенес менингит. Его следовало немедленно помиловать, а ему, когда он отбыл свой срок, дали новый. Разве это не равняется для него смертному приговору? Я перечисляю судьбы, случайно оказавшиеся в поле моего зрения. Обыски и аресты идут сейчас повсюду, от Черного моря до Белого, Москва, Ленинград, Киев, Одесса. В сумасшедших домах сводят с ума здоровых. Против беззаконий и зверств поднял свой голос академик Сахаров. За это его называют антисоветчиком. Разве слово «советской» означает «беззаконный» и «зверской»? От чьего имени я обращаюсь к своему несуществующему читателю? От имени всего советского народа, как один электрик? От имени рабочего класса, как один шахтер? Или от имени карусельщика и газосварщика? Нет. Я не присваиваю себе подобного права. Не знаю, кто дал его им. Говорю ли я от имени советской интеллигенции? Тоже нет. Ведь и Свиридов, и Леонид Мартынов. И Энгельгард, и Быков, и Кукрониксы, и Чингисайтматов. Люди, несомненно, интеллигентные. А они выступили против Сахарова, защитника гонимых. Значит, не вправе я причислять себя к интеллигенции. Кого-нибудь пора от интеллигенции отчислить. Либо меня, либо их. Протестую ли я от имени инакомыслящих, как называют за границей преследуемых у нас протестантов? Нет. Я говорю от самой себя, от одной себя. Инакомыслящие не поручали мне говорить от их имени. Да ведь и организации у нас такой нет. Инакомыслящие. Самое слово представляется мне неточным. Чтобы мыслить инако, надо, чтобы у того, от кого ты отличаешь себя своей инакостью, существовала какая-нибудь мысль. Но стереотипное газетное пустословие не есть мышление. И преследование самоиздата, хроники текущих событий, Сахарова, Солженицына, сотен других — это не назовешь идейной борьбой. Это есть попытка тюрьмами и лагерями снова загнать голоса в немоту. Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова четыре часа под проливным дождем упорно стоящего перед закрытыми дверьми открытого суда, где подбирают уголовные статьи для наказания за мысль. И с кроткой настойчивостью, повторяющую в лицо охраннику одни и те же слова. Я академик Сахаров, член комитета прав человека. Я прошу допустить меня в зал. Его не пускают. Ведь он не только физик. Он и его друзья — знатоки советских законов. Он может выйти из зала суда, рассказать людям, как законы эти нарушаются. Он может нарушить главный закон нашей жизни. Не тот, который записан в Конституции, а главный, неписанный — закон сохранения немоты. Слышали вы об этом актеры очередного народного гнева? На страницах газеты вы заявляете, что не в силах словами выразить свое возмущение. Потому и не в силах, что в вашем возмущении нету игра на подлинности, что оно вызвано системой механических кнопок. А вы, кожевников, и те, кто нажимает кнопки, вы намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля. Вы, возводящие газетную, железобетонную стену между лучшими умами и простыми людьми. Вы, пытающиеся повернуть историю вспять. Вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны народного гнева, предпочитая немоту любому слову, смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев. И тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью, мыслью Академика Сахарова, например, он утопит в крови без разбора и виноватых, и правых. Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю. 7 сентября 1973 года Прорыв немоты Я полагаю, что выход в свет в 1973 году, новые книги Солженицына, архипелаг ГУЛАГ, событие огромное. По неизмеримости последствий его можно сопоставить только с событием 1953 года, смертью Сталина. В наших газетах Солженицына объявили предателем. Он и в самом деле предал не Родину, разумеется, за которую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своей жизнью, а государственное управление лагерей. ГУЛАГ предал гласности историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается предать забвению. Кто же предательствует? 20 съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край Рогожи. Уже одно это спасло в 50-е годы от гибели миллионы живых, полумертвых и тех, в ком теплилась жизнь еще на один вздох. Хвала 20 съезду. 22 вынес решение поставить погибшим памятник. Но, напротив, через недолгие годы злодеяния, совершавшиеся в нашей стране в еще никогда не виданных историй и масштабах, начали усердно выкорчевывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком, человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. Реабилитирован посмертно. Последствия культа личности Сталина. А что сделало с личностью? Не с тою, окруженную культом, а той, каждой, от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации. Куда она девалась? И где похоронена личность? Что стало с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели из дому, и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки? Что стоит за словами «реабилитирован посмертно»? Какая жизнь? Какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать. Солженицын, человек предания, человек легенда, снова прорвал блокаду немоты. Вернул совершившемуся реальность, множеству жертв и судеб имя, и, главное, событием их истинный вес и поучительный смысл. Мы заново узнали, слышим, видим, что это было такое. Обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь, голод, побои, труд, труп. Архипелаг, ГУЛАГ. Москва, 4 февраля 1974 года. Отрывки из дневника Комментарии Лидия Чуковская вела подробные дневники на протяжении всей своей жизни. Сохранились ее записи за 1938-1996 годы. Дневники легли в основу ее записок о бане Ахматовой. Тома с 1 по 3, Москва, Согласие, 1997. Как увидит читатель, они же послужили опорой для написания повестей и воспоминаний, таких как спуск под воду или памяти Фриды или предсмертие. Отрывки из дневника о Борисе Пастернаке Лидия Корневна сама подготовила к печати, и они были опубликованы в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке», Москва, Слово, 1993, страница 408-442. В настоящем издании, наряду с дневниковыми записями о Борисе Пастернаке, посмертно печатаются и два других отрывка. Во-первых, это записи, касающиеся непродолжительной работы Лидии Чуковской в редакции «Нового мира» в 1946-1947 годах. Симонов вспоминал об этом времени. «Через неделю или полторы, после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе, после постановления от 14 августа о журналах «Звезда» и «Ленинград» по указанию Сталина, в Союзе писателей был создан пост генерального секретаря, и на этот пост назначен Фадеев. Симонова сделали его заместителем. «Меня назначили редактором «Нового мира». Так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановления ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии. Им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого реста». Константин Симонов, страница 116. Формируя свою новую редколлегию, Симонов пригласил Лидию Чуковскую заведовать отделом поэзии. Она начала работать в редакции с конца ноября 1946 года, когда новая редколлегия уже подготовила свой первый, сдвоенный, десятый, одиннадцатый номер, куда вошел в частности рассказ Платонова «Семья Иванова». О дальнейшей работе новой Симоновской редакции и рассказано в записях Лидии Чуковской. Все отрывки из дневника печатаются по рукописи. Тексты подготовила Е.Ц. Чуковская, у которой хранятся дневники. Знаки купюр опущены, а собственные имена, которые у автора часто сокращены или обозначены буквами, здесь развернуты полностью без квадратных скобок. В основном сохранена авторская орфография. Комментарии к отрывку о Симонове составили Хавкина и Елена Цезаревна Чуковская, к остальным отрывкам Елена Цезаревна Чуковская. Полгода в новом мире. О Константине Симонове. 28 ноября 1946 года. Совсем редакционный день. Вдва, как условились, меня принял Симонов. Сначала дал список поэтов, у которых надо добыть стихи не позже 15 декабря, по три от каждого, лирические и без барабанного боя. Я хочу сделать подборку в защиту лирики. В конце концов, 20 поэтов вряд ли обругают, а если обругают, то редакторы, что ж, пусть. Потом дал мне папку. Сядьте в уголке и разберитесь в этих стихах. Я уж совсем запутался. Я села в углу за шкафами, где корректоры. Стала разбираться. Отобрала кое-что получше. Сунулась снова к Симонову. Мы с вами послезавтра запремся и все почитаем. Приходите. А сейчас я должен торопиться домой. Сегодня день моего рождения. Поздравляю. Сколько же вам лет? 31. У него хорошая, легкая и с светской выправкой фигура, и лицо приветливое и, скорее, красивое, но какое-то плоское. Он ушел. А ко мне кинул скрашенный редакторша, ведающий стихами. Я хочу с вами посоветоваться. И надавала мне целую гору стихов. Вот сижу, читаю. Уже часов двенадцать должно быть. Очень болит голова. Но мне интересно. Попадаются и хорошие стихи. Но пометки редакторша на полях и одна рецензия Сашина чудовищной по темноте и неверности. В рецензии за неряшливость обругано то, что по установке своей простовато. Значит, первоначальный отбор стихов в очень ненадежных руках. Завтра понесу все советоваться к Тусе. Маленькая черта неприятная. Прочтя список поэтов, в котором рядом с именами почтенными стоят Долматовская, Матусовская и прочие чушь, я сказала, разрешите мне, Константин Михайлович, добавить к этому списку два имени — Маршака и Семынина. Он разрешил, но о Семынина сказал — ну, это вряд ли. Неужели у него настолько нету слуха? Стыдно быть недоброжелателем поэта. Ян Сашин — один из сотрудников журнала, автор многочисленных пародий, постоянно печатавшихся в «Новом мире», в литературной газете и в «Крокодиле». Туся — Тамара Григорьевна Габбе, фольклористка, переводчица, драматург, близкий друг Лидии Корневной. Книга Лидии Чуковской в лаборатории редактора вышла в свет с посвящением Габбе. Петр Андреевич Семынин — поэт и переводчик. 1 декабря 1946 года. Трудно писать. Я лежу. Температура 37,8. И, главное, один глаз не видит, будто муть какая-то перед ним, или пятнышко. Все кажется, что стекло очков запачкано, я протираю, но без толку. Снимаю их совсем, невозможно писать. Надеваю — опять нельзя. Концы строк загибаются. Сегодня уже не так мучительно. Я часов восемь читаю стихи, они написаны более крупным шрифтом. К пятнадцатому надо подборку стихов. В субботу я была у Симонова, просидела в редакции целый день, добилась всего, и того, чтобы он слушал толком, не отрываясь, и того, что принял все мои предложения по стихам и отменил лицензию Сашина, и того, что крашеная редакторша весь день смотрела мне в рот, и того, что Раковская, передавая мне чью-то рукопись, ядовито сказала. Так как вы теперь ведаете стихами, то под конец я все и всех путала. Спутала Николаеву с Некрасовой фамилией, Жарова с Уткиным, ушла с пудом новых стихов под мышкой, Ушаков, Заболоцкой переводы, Шубин и прочее-прочее. Я уже знала, что больна, но крепилась. Валентина Раковская, сотрудница журнала, в те годы постоянный автор, критика библиографического отдела. Спутала Николаеву с Некрасовой, Жарова с Уткиным. Речь идет о прозаике Галине Николаевой и поэте Ксении Некрасовой, о поэтах Александре Жарове и Иосифе Уткине. Павел Николаевич Шубин, один из поэтов, чьи стихи вошли в подборку лирика. Четвертое декабря сорок шестого года. Кровоизлияние в сетчатку правого глаза. Нельзя ни читать, ни писать, по крайней мере, месяц. Звонил Симонов. — О здоровье. Если вам что-нибудь будет нужно, мы вам устроим. И тут же сказал, что пришлет мне рукопись героя Советского Союза Борзенко. Он не может себе представить, что я действительно больше не чтец. И я не могу. Дома беспокойство и разговоры о санатории условили с Симоновым встретиться послезавтра. Сергей Александрович Борзенко, автор повестей и рассказов об Отечественной войне, в Новом мире в сорок седьмом году Борзенко не напечатан. Пятое декабря сорок шестого. Весь день лежала. Потом тусенька. Читала мне стихи для нового мира. Укрепила меня в моих намерениях насчет Ушакова. Потом заехал Самуил Яковлевич, веселый и напористый, как бывал, и повез меня к себе. Читал много своего. Правил перевод веселых нищих. Я попросила стихов для нового мира, лирических. Дает. Но мне не понравилась фраза. Может быть, Симонов мне бы сам позвонил? С ним, как всегда, будет много хлопот, но игра стоит свеч. Да, был Борзенко с колоссальной рукописью. Симонов сказал ему, что если мне понравится, будут печатать нет-нет. То, что она думает, то и я думаю, сказал он. Ого! Это не точно и это зря. Я сказала, что буду читать только через месяц. Он все же оставил рукопись. Высокая, очень красивая и кажется неумной, то есть элементарной. Саша мне эту рукопись бронил. Но верно это или нет? Вот вопрос. Глазу явно хуже. Веселые нищие. Поэма-контата Роберта Бернса. 6 декабря, 46-го. День неудач. Все через силу и все зря. К половине первого пошла в новый мир. Люшенька меня провожала, несла папки со стихами. Но Симонов не пришел, хотя и назначил мне в это время, не пришел и не позвонил. Невинская сразу увела меня в соседнюю комнату и стала читать поэму Кованева, очень плохую, выдавая ее за хорошую. А это просто острословие, вне всякого лирического чувства. Умирает ребенок. Глаза его автор сравнивает с потухающими окурками, эко и прохвост. Сама Невинская понимает мало, но дает себя убеждать. Не любит Твардовского, любит Ушакова. А что можно любить в Ушакове, в этой искусственности, в этом холоде? Глупости. Пришла домой смертно усталая. Что-то еще со мной, кроме глаза, но что? Пришла, полежала и решила обзвонить по телефону поэтов, от которых журнал ждет стихов для лирической подборки. Начала, конечно, с Пастернака, ожидая радости. А дождалась другого. Оказывается, Симонов обещал Борису Леонидовичу аванс за прозу — десять тысяч рублей. Это было уже две недели назад. И с тех пор ему не позвонил. И Борис Леонидович просит ему передать, что если журнал не окажет ему этой материальной поддержки, то он не даст ни строки стихов. Легко сказать — передай. Я всячески желаю уладить этот конфликт. Желаю, чтобы Борис Леонидович получил десять тысяч. Даже если журнал не может печатать его прозы, все равно до русской культуры они не пропадут даром. Желаю, чтобы были стихи, но как не хочется звонить, дозваниваться, ух! Я ему оставила в редакции записку, а вось позвонит сам. Затем я безо всякой охоты позвонила Алигер, Инбер, Исаковскому, Антокольскому. Дамы были со мной величаво сухи, мужчины приветливы, особенно почему-то Антокольской. Очень тоскливо и страшно. Хоть бы кто-нибудь мне что-нибудь читал. Невинская стала читать поэму Кованева. Имеется в виду Ольга Всеволодовна Ивинская, сотрудница отдела поэзии «Нового мира» и поэт Борис Константинович Кованев. Ему принадлежат совместно с Алтаузеном и Ясным несколько повестей в стихах. О какой поэме говорится здесь и далее установить не удалось. Седьмое декабря сорок шестого года. Симонову я наконец дозвонилась. Я доложил ему о Пастернаке. Он сказал, что хотел заплатить Пастернаку деньги, но не вышло, и что он даст их ему только в январе. Казалось бы, скажи Пастернаку сам. И обида бы не было, Ан нет. Я позвонила Борису Леонидовичу и доложила. Он благодарил со свойственными ему преувеличениями. Десятое декабря сорок шестого. Днем приходила Ивинская со стихами с целой уймой. Часть резолюции Симонова показать Чуковской. Трудно было слушать так много подряд. Девенадцатое декабря сорок шестого. Туся действительно пришла. Мы разобрались в стихотворном хозяйстве, как она отчетливо слышит и отчетливо называет беду. Я вот сразу поняла, что Пагирев, которого рекламирует Симонов, не поэт, но не умела сформулировать. Она же мне все объяснила, но я не уверена, что это можно объяснить Симонову. Глеб Валентинович Пагирев, поэт. Стихи его в «Новом мире» напечатаны не были. Тринадцатый декабря сорок шестого. Вижу, как будто лучше, зато целый день болит голова. Да, спасаюсь только Пирамидоном. Утром внезапно без звонка пришел Заболоцкий. Поговорили с ним о его переводах Гидыша. Потом он читал свои стихи, хорошие, и я радовалась. А Симонов в «Смоленске». И все дела стихотворные без него стоят. Переведенная Заболоцким поэма венгерского поэта Антола Гидыша «Стонет Дунай» напечатана в третьем номере «Нового мира» за сорок седьмой год. Открывает поэма «Прозаическое предисловие». За предисловием следует стихотворный эпиграф, обращенный Антолон Гидышем к Заболоцкому, где есть строки. «На виолончели твоей подхватил-то напев мой печальный, и в русские звуки облег и рыдая над миром пронес». Четырнадцатое декабря сорок шестого. Веселый день, интересный. Вижу лучше и кругом, и буквы. Значит, это правда, что скоро я буду видеть, как прежде. Звонок из «Нового мира», что меня вызывает Симонов. Я туда. Мороз. Но я не успела сильно замерзнуть. Симонов без пиджака, в белоснежной рубашке, какой-то мудреной, не нашей жилетке, с трубкой, окруженной людьми, сразу попросил меня в кабинет. Там был Кривицкая и еще кто-то. Речь пошла о моей работе и о деньгах. Я поняла, это Лелька. Мне предложено получать ставку за в стихотворном отделом 1200 рублей и быть им. Проза не читать, а только работать с отдельными авторами, оплата по соглашению. Что ж, это разумно. Я согласилась. «Над стихами будем работать мы вдвоем», — сказал Константин Михайлович. Ивинская только путает. «А пока меня не будет, вы одна. Проверьте, как подготовил Сашин переводы болгар и как он готовит подборку молодых. Я вышла. Мы условились, что к восьми я приеду к нему домой. И сразу заказала по телефону машину». В большой комнате курили, по-бабски ругались секретарша с Ивинской и ждала Некрасова. Она сразу кинулась ко мне. «Вам передали мои стихи?» «Нет еще. Но это потому, что я болею». Я пошла к Ивинской выслушать ее. Через секунду подошел Симонов. «Лидия Корневна, я уже давно прошу товарища Ивинскую дать вам стихи Некрасовой. Она талантливый поэт, и я хочу, чтобы вы, Лидия Корневна, выбрали целый цикл». «С удовольствием», — сказала я. Ивинская пришла в ярость. «Я и так дала бы вам стихи ее. Я сама знаю. Зачем она жалуется Симонову?» Я попыталась угомонить ее, а потом кинулась к Некрасовой, которая плакала. «Она всех изводит. Но ей хуже всех, конечно. Она поэт». Я пришла домой возбужденная и вызвала машину. Но позвонил Симонов, что его отъезд в санаторий откладывается до девятнадцатого, и поэтому мы лучше встретимся в понедельник утром. Мне весело. Пусть все это кончится худо, но весело начинать новую работу, узнавать новых людей. «Я поняла, это Лелька». Речь идет о кинорежиссере Льве Аскарче Арнштаме. Чуковская училась с ним в Тенишевском училище, и поэтому со школьных лет называла его Лелька. Именно Лев Аскарч, который дружил с Симоновым, устроил Лидию Корневну в редакцию «Нового мира». 15 декабря, 46-го. Днем Ян Сашин со средненькими болгарскими переводами. Один я убила, другой велела поправить. Разговор был мирный. Как-то будет при подборке молодых. Редакция. Симонов просил, чтобы я присутствовала, когда Кривицкий будет слушать Заболоцкого. Переводы Сашина из «Болгарских поэт». Посмотрите «Новый мир», 1947-й, номер 4, страница 120. 16 декабря, 46-го. Нет сил писать, а надо, хоть конспективно. Сколько раз я еще воскликну, зачем я пошла в эту яму? От Герцена, от сумерек библиотечных окон, к этим чужим, клыкастым. Утром на машине к Симонову домой. Маленький кабинет с дамскими нарядными вещами. Вазы, красное дерево, комиссионный магазин. Одно хорошо. Соломенный Дон Кихот, привезенный из Америки, прелестный. Страшная, крашеная мадам, с тупой злой улыбкой, в небесно-голубом халате. Еле здоровается, входит во время работы, ищет какие-то ключи. Ей противно, что с утра чужие люди. Симонов приветлив, мягок, любезен. Это, видно, в нем органическая мягкость. За окошком какие-то амбары, склады. Только зима спасает от скуки, притушив. Первые сорок минут он слушал живо, хорошо. Мы много прочли и сделали. О, конечно, это не чтение стихов, а только накладывание резолюций, но иногда они накладываются верно. Потом случилось то, чего я боялась. Он прочел свои стихи о любви, о Японии. Я ужасно смутилась. Я сказала, тут еще много работы. В сущности, это и было самое точное. Действительно, в каждом из них есть нечто живое, что могло бы быть доведено до хорошего. Но сказала я это как-то неуверенно, не так. Он ушел завтракать, я отказалась, позвонила в Новый мир, предупредила, что в три явлюсь слушать Заболоцкого. Симонов вернулся вялый. От кофеля, от жены, от чего ли еще. Я сразу чувствую это, заторопилась. Когда он провожал меня и искал мне перчатки, Валентина Васильевна уже что-то опять орала о ключах, и я торопилась ужасно. Он послал со мной шофера, поехала в Новый мир, не занеся книги, было уже почти три. Приехала. Заболоцкий только что ушел. Ему не сказали, что я приеду для него. Он посидел-посидел и уехал. А живет он за городом. Правда, он оставил свою поэму. Ай да аппарат, секретари. Нужно срочно вызвать несколько поэтов, с которыми Константин Михайлович просил меня поработать. Нет ни адресов, ни телефонов. Пришла домой разбитая, злая, знаю, что не буду спать. Глаза лучше. Сама разобрала поэму Заболоцкого. Рябит немного. Поэма великолепная. Валентина Васильевна Серова, жена Симонова, актриса. Речь идет о поэме Заболоцкого «Творцы дорог». Я работала в отделе поэзии журнала «Новый мир», вспоминала Лидия Чуковская спустя много лет, когда Заболоцкий, недавно вернувшийся из лагеря, предложил редакции поэму «Творцы дорог». Благодаря поддержке Симонова, главный редактор, и противодействию Кривицкого, комиссар при Симонове, поэму удалось напечатать «Новый мир, 1947, номер один». Это великолепные стихи о севере, о героях, прогладывающих дорогу в Арктике, все очень величественно, о том, что герои заключенные, что изображен рабский труд, ни слова. Замученным русским крестьянам, умирающим на севере лагерником, двум несчастным русским старикам, Заболоцкий посвятил другое стихотворение, где-то в поле возле Магадана, но уже значительно позднее. Семнадцатый декабря 1946-го. Все болит. Заснула поздно, встала рано. К трем часам решила позвонить Симонову. Знала, что он будет в новом мире. Хотелось продвинуть поэму Заболоцкого. Все удалось. И хотя все удалось, мне очень противно. Я пришла. Симонов был занят. Потом меня позвали в кабинет. Там Симонов, Кривицкой, до ужаса похожий на Мешкевича. И кто-то на диване, кого я не могла разглядеть. Но с дивана дуло злым, темным. И вообще при обсуждении стихов не должно быть чужих, переносчиков. Симонов прочел сам поэму Заболоцкого. Прочел хорошо. Вчера он отозвался об этой поэме не очень восторженно. Сегодня, кажется, она ему понравилась. Он сказал, человек восемь лет был там. Надо его печатать. В первом номере, сказала я. Он взял перо. Места нет, сказал Кривицкой. Уберем Яшина, сказала я. Да-да, перенесем его, сказал Симонов. Там есть недопустимая строка, сказал Кривицкой. Какая? Прислушался Симонов. Вождь и господин. Это о природе. О власти человека над природой. Симонов согласился. Я не возразила. И виола, сказал с дивана мерзавец. Я узнала по голосу Ка. Да-да, сказал Симонов. Какая виола? Спросила я, задаченная. Да, это не надо. Сразу согласился Симонов. Я не стала спорить, хотя замечание крайне глупо. Присутствие Ка душило меня. Я оставалась в редакции, пока поэму перепечатывали и пока при мне ее не отправили в набор. То-то будет рад за Болотской. Он сегодня утром мне звонил и говорил, что поэма для него главная. А о виоле я еще подумаю. Уговорю Константин Михайлович или позвоню ему. В четверг у меня приемный день. Кривицкая, до ужаса похожая на Мешкевича. Спустя много лет в своей книге об Ахматовой Чуковской дает им обоим развернутые характеристики. Александр Юрьевич Кривицкая, журналист. Основная профессия, руководящая член летколлегии газеты и журналов. Во время войны Кривицкая специальный корреспондент и член секретаря газеты «Красная звезда». После войны два раза с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 год заместитель главного редактора Симонова в журнале «Новый мир». Известность как журналисту принесли Кривицкому главным образом две статьи. «Завещание 28 павших героев» и «О 28 павших героях». Статьи напечатаны в газете «Красная звезда» 28 ноября 1941 года и 22 января 1942 года. В них рассказано о бои под Москвой, происходившем 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова, где 28 советских воинов, жертвуя жизнью, задержали атаку на Москву 50 немецких танков. Автор статей назвал героев поименно и привел в охновившие их на подвиг слова политрука «Отступать некуда позади Москва. Ребята, не Москва, аль за нами». Пресса подхватила сенсацию, и 28 панфиловцев были канонизированы. В Дубосекове воздвигли им памятник, история их подвига вошла в тогдашние школьные учебники, а журналисту Кривицкому, первому о них написавшему, принесла почетную возможность заседать в редакциях журналов и газет в качестве одного из руководителей. В 1966 году Кардин, критик, публицист, автор статей и книг о советских писателях, историк Великой Отечественной войны и сам участник ее. В 60-е годы специалист по военной мемуаристике, а впоследствии, в 70-е и 80-е, и сам автор документальных повестей о войне. Подверг критике некоторые исторические факты, считавшиеся до толи незыблемыми. Это был залп с крейсера «Аврора», произведенный накануне штурма Зимнего, победоносный бой красноармейцев с немцами под Псковом 23 февраля 1918 года и, наконец, обстоятельства боя под Москвой в Дубосекове, когда немцы одним рывком намеревали захватить Москву в 41-м. Ни в малой степени не отрицая героизм наших бойцов в битве под Дубосековым, Кардин, однако, уличал Кривицкого в сочинительстве. Он утверждал, что погибли там не 28 человек, а гораздо более, что некоторые из 28, которых Кривицкий объявил погибшими, в действительности живы, А если все 28 пали, то от кого же, например, могли бы стать известны Кривицкому вдохновляющие слова политрука? Указал он и на другие несообразности. На статью Кардина «Легенды и факты» Кривицкий ответил статьей «Факты и легенды», в которой вместо доводов прибег к привычному жанру политического доносительства. Кардин бросает тень на одну из военных патриотических святынь нашего народа. Рукою Кардина брошен ком грязи в сторону подвига 28 героев и так далее. Последовали отклики военных, возмутившихся антипатриотической позиции Кардина, а затем и оргвыводы. В марте 1967 года секретарь отправления Союза писателей осудил Кардина, появились грозные заметки в газетах, после чего он на долгие годы был лишен возможности печататься. Григорий Иосифович Мишкевич в 30-е годы главный редактор ленинградского «Детоиздата», где с 28 по 37 год работала Лидия Чуковская. Ленинградская редакция, руководимая Маршаком, была разгромлена в 37 году. Многие авторы и редакторы были арестованы. Несколько человек расстреляны. Чуковская так пишет об участии Мишкевича в этом разгроме. По заданию или НКВД, обкома партии, или по собственной инициативе, Мишкевич, доказывая вредительство группы Маршака, измышлял политические обвинения против Бронштейна, Безбородова, Любарской, Габбе, фальсифицировал, по свидетельству Самуила Яковлевича, сданные ими корректуры и так далее. 19 декабря 1946 года. Глазу худо-худо, как в первый день. Яшин, Тушнова, Гидош, Заболоцкая, Сашин, Гудзенко. Гудзенко — нахальный мальчишка, способный, избалованный, наглый. Яшин — мил, прост, доброжелателен, но плохой поэт. Тушнова, хорошенькая, талантливая, сдержанная, холодная. Сделает большую карьеру, так как умеет не только быть поэтом, но и писать стихи. В ней есть прелесть глубины, но и роскошь ее учителя Антокольского. Их холод. Гидош, добродушен, мил, с хорошей улыбкой. Заболоцкая, ленинградская. Из-за его плеча Лень Савельев, юность. Некрасова. Дозваниваюсь второй день к Константину Михайловичу, чтобы защитить Виолы и, кроме того, спросить, дадут ли без него обещанные деньги Пастернаку. Но не могу его поймать. А надо. Стихотворение Яшина «Что-то есть в тебе очень хорошее» было включено в следующий номер «Нового мира» в подборку лирика. Вождь и господин — это сочетание слов могло вызвать политические обвинения. Вождем называли тогда только Сталина. Строфа была переделана так. «Нет, не напрасно трудится народ, вооруженные лампой Аладдина. Настанет час, веществ в круговорот, признает в нем творца и властелина». Впоследствии, публикуя «Творцы дорог» в сборнике 1957 года, Заболоцкий в числе многих стров снял и эту. Заболоцкий, Ленинградской и из-за его плеча Леня Савельев, юность. Писатель Савельев, так же как и Заболоцкий, один из авторов и сотрудников детского отдела Ленинградского госэздата. Они были связаны работой и дружбой с редакцией Маршака, в которой с конца 20-х и посередину 30-х работала Лидия Корневна. Савельев погиб в 41-м году на фронте. 21 декабря 46-го года. Симонов на мой звонок через секретаря передал, чтобы я пришла к четырем в редакцию. «Хорошо. Я скоро тоже научусь беседовать с ним через секретаре при помощи резолюции. Я пришла. Он был облеплен людьми. Я посидела немного с Ивинской, которая явно тупа и глупа и груба. Пока пытаюсь ее учить, но это зря. Если бы она хоть бумаги могла хранить, хоть корректуру читать, мелкий шрифт... Меня позвал Симонов. «У меня есть пять минут», — сказал он. «Хорошо. Я была готова». Я сказала ему, если у вас нет возражений против мысли, которую выражает Заболоцкий о хоре светил и цветов, почему вы возражаете против силы выражения его мысли? А виолы усиляют. Им действительно откликаются следующие строка. Колокола, виолы и гитары им нежно откликаются с земли. «Я никогда не обращаю на это внимания», — сказал он. «Ну так пишите тогда статьи и не трогайте стихов», — надо было ответить. Но я смолчала. Поэма была за мной. «Передайте Заболоцкому», — сказал Константин Михайлович, «что Симонов просит его переделать кусок, чтобы не было архаизмов, виолы, лилеи. А вы, Лидия Корневна, можете продолжать высказывать свое мнение, — прибавил он зло, — так как это не повредит вашему доброму имени». «Я не о добром имени своем, — хлопочу», — сказала я. «Но разве вы забыли, что было с торжеством земледелия? И может поручиться, что из-за этих архаических строк не будет того же? Нет, не могу. Но что угодно может быть из-за любых строк, не только этих». Затем разговор перешел на Пастернака. Я спросила, заплатит ли Пастернаку аванс, обещанный ему без Симонова. Тот дал при мне распоряжение и добавил, «Не знаю, как, Борис Леонидович, но моей этике не соответствует просьба о деньгах с угрозой не дать стихов, угрозой мне, после всего, что я для него сделал. Я бы на его месте так не поступал». «Дай бог, вы никогда не будете на его месте». Он стал собирать бумаги в свой желтый роскошный портфель, и я ушла. «О, кажется, теперь я начинаю его постигать. Он хочет быть благодетелем, и чтобы ему были за это благодарны. А люди не хотят благодеяний. Они хотят уважения по заслугам. Поэму Заболоцкого надо печатать не потому, что он восемь лет был в лагере, а потому что поэма его хороша. Пастернака Симонов обязан сейчас поддержать, а не оказывать ему милости. Обязан. Потому что он поставлен хозяином поэзии, и пастернак в его хозяйстве — первая забота. А если Борис Леонидович и не вполне справедлив к нему, то как можно сейчас требовать от Бориса Леонидовича справедливости? Поэма Недогонова. Человек способный, бесспорно. И Твардовская, и Маяковская, и Некрасов, и Боек, и Кругл, и Иделичин. Ему обеспечена Сталинская премия. Виолы были изъяты. Вместо них появились сонные гитары, колокола и сонные гитары. Все эти требования были вызваны объявленной партией борьбой с архаизмами. Но разве вы забыли, что было с торжеством земледелия? Поэма вызвала столь резкую критику со стороны партии, сообщает Казак, что номер журнала «Звезда» 1933, номер 2 и 3, в котором она появилась в полной редакции, был изъят из обращения и после изменения стихов набран заново. Лексикон русской литературы XX века. Москва. 1996. Страница 145. Политические обвинения, выдвинутые против Заболоцкого в статьях Усиевич, Ермилова и других, злобный карикатурный социализм, пасквиль на коллективизацию сельского хозяйства и тому подобное, через несколько лет были четко сформулированы Лисючевским в написанной им по заказу НКВД рецензии доносе. Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ мог написать этот клеветнический контрреволюционный гнусный пасквиль. Эти обвинения были предъявлены Заболоцкому на следствие и послужили основанием для приговора. Подробнее смотрите «Никита Заболоцкая. Жизнь Заболоцкого. Москва. 1998. Страница 211-217. 552-558». Поэма Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», напечатанная в Новом мире, 1947 номер 1, действительно была отмечена Сталинской премией. 22 декабря 46-го года. В Новый мир. Отдать Гидышев набор, чтобы он скорее получил деньги. В машинку. 24 декабря 46-го. Глаза лучше, лучше. Пятнышка передо мной почти нет, и буквы не расплываются, и я полегоньку читаю. Симонов не звонит, сердится, болен, занят. Меня подмывает написать ему письмо о стихах, чтобы разъяснить основу и снять недоразумения со звуками. Не в звуках самих по себе дело, а мобилизации всех подспудных сил языка на осуществление замысла поэта. Все должно на него работать, и звуки тоже. Я даже набросала черновик письма, не послать ли. Не будет ли это также письмом Хка и прочей мрази? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Цитируется стихотворение Тютчева. В два часа должен был быть Недогонов. И подвел, не явился. Вероятно, он звонил, когда меня не было, хотя мы условили, что он явится без звонка. А я на час забегала в Новый мир. Сдала в набор Гидыша. Я хочу ввести свои порядки в хранении и исправлении рукописей. Кроме того, написала довольно язвительное письмо Кривицкому в ответ на его атаки на Гидыша. Потом разбиралась в папке стихов. Ада Алис, которая уже кидалась на меня, волчья улыбка, страшный напор, а поэма ее — пустота и бездарность. И надо придумать причину отказа, умно и политично. В 1947 году в Новом мире номер 9 напечатаны переводы из Турсунзаде поэтессы и переводчицы Адалины Адалис. 25 декабря 1946 года. Рискнула. Послала сегодня письмо Симонову. Был Лейтин. Я его вызвала, чтобы сделать поправки к Финнинбергу, которого уже давно решено было печатать. Да невозможно было добыть адрес Лейтина. А теперь, кажется, в номер 1 опоздали. Это жаль. И стихи, и перевод первоклассны. Да была у него интересного тувинца. Как раз необходима литература братских народов. Завтра у меня прием. Борис Лейтин. Поэт и переводчик. Эзра Финнинберг. Еврейский поэт, прозаик, драматург. В Новом мире переводы его стихов не появились. Двадцать шестой декабря сорок шестого. Спала плохо. На приеме была шальная. Сама читала стихи и натрудила глаз. Были Белинской, способной, но подозрительно похожей на Рейсера. Только красивой и умной. Лейтин, больной, забитый. Сашин, интригующий, корректный, хитрый, трусливый и нагловатый вместе. Видя, что к Симонову послали курьера, я вложила туда записку о Финнинберге, но ответа не последовало. А мне очень хочется напечатать этот стих. И хорош, и старику подмога. Вечером и Винская, и Сашин уговорили меня пойти на вечер одного стихотворения. Я с дурой согласилась. Трудно, холодно было идти. Накурено, душно в зале. Тридцать девять стихов. Я на третьем уже ничего не понимала. Кажется, интересно, Шишова. Голоса долетают до меня, как из рупора. Я никого не видела без очков, хотя сидела близко. Кажется, интересен был Светлов, про ангелов. Речь идет о поэте Якове Львовиче Белинском и литературе веде Соломоне Абрамче Рейсере, давнем знакомом Лидии Корневной еще с ленинградских времен. Стихотворение Белинского «Баден» вошло в подборку лирика. Имеется в виду Зинаида Константиновна Шишова, поэт и прозаик. Кажется, интересен был Светлов, про ангелов. Речь идет о стихотворении Михаила Светлова «Возвращение». Там есть такая строфа «Мы, признаться, хитрые немного, умудряемся в последний час, абсолютно отрицая Бога, ангелов оставить прозапас». Вскоре эти стихи были напечатаны в новом мире. 27 декабря 46-го. Радость. Симонов позвонил. Выдержал экзамен и позвонил сам, то есть не рассердился на письмо, которое ведь было учительное. И еще радость. Ему понравился приложенный к письму «Запковец», и он сказал, что он печатает его. И еще радость. Он согласился, что не надо никакой подборки молодых, что это не важно, молодые или старые, а просто в двух номерах будут лирические стихи. Во втором — тех поэтов, которые начали в тридцатых годах, в третьем — тех, которые начали в сороковых. И Симонов будет во втором. Это очень умно и положит предел всяким нареканиям и обидам. За отнесение к молодым. Нет, прав, Леля, в этом товарищи нечто есть. А письме сказал. Получил. И прочел с большим удовольствием. То-то. А день был усталый, сонный, сбитый с ног. Вот и сейчас уже давно бы мне спать. А только сейчас наступила тишина, и можно, наконец, лечь. А именно сейчас хочется, наконец, писать и думать в тишине. Но нельзя. Я встала поздно. Некрасова, назначенная на два часа, явилась раньше, и я не смогла пообедать с Люшей, проводить ее. Читали с ней ее стихи, отбирали. Она очень талантлива, явно. Но в стихах у нее самые сильные вещи, природа, а не люди, только не люди. И, думаю, и в жизни она людей не видит и не знает, не верит им. Потом в новый мир по мелким, нудным делишкам. Ему понравился приложенный к письму Зыбковец. Речь идет о стихах уральского поэта Владимира Зыбковца. В архиве Чуковской сохранилось его письмо, присланное из села Ныроп Молотовской, теперь Пермской области. В Новом мире стихи напечатаны не были. Двадцать восьмое декабря сорок шестого. Днем был Лейтин. Он, конечно, ремесленник, но очень умелый. Так жаль, что Финнинберга мне сорвали. Потом дома читала стихи, данные мне Ивинской. Боже, да чего она ничего не понимает? Пошлейшие стихи преподносят мне на открытие. Но ничего. Если пройдут глаза, я со всем справлюсь, всюду поспею, и Герцену моему. Завтра, может быть, увижу Тусю и покажу ей Адалис. Надо придумать формулу отказа. Это непросто. Сегодня сама читала Маяковского. Флейт в позвоночник. Про это. Маяковской векам. Облако. Какие вещи. Вчера Симонов еще сказал по телефону. Не ставьте мне каждое слово в строку. Поймите, что когда я отступаю в мелочах, я делаю это, чтобы наступать в главном. Пусть так. Но почему у него в двенадцатом номере плохие стихи Долматовского? Ужасные, вялые, пустые. Всюду поспею, и Герцену моему. Начиная с сорок четвертого года, Чуковская по договору с Дедгизом готовила издание былого и дум Герцена. Сперва она должна была написать предисловие. Потом ей поручили также подготовить сокращенный текст и сделать подстрочные примечания и комментарии. Лидия Корневна работала с увлечением. В сорок пятом году в разгар этой работы в ее дневниках находим такие записи. Читаю Герцена. Это как купаться в океане. Работа над Герценом чрезвычайно нужная. Я думаю, для живой части молодого поколения нету более насущной необходимой книги, чем былое и думы. Это лучший учебник по истории русской культуры и наиболее педагогическая книга изо всех существующих. Поэтическое понимание политики роднит Герцен с Блоком. Для него это тоже не логика, не умозаключение, а сердце заключения. Вот почему он сильнее и прозорливее всех политиков. Однако издание это осуществлено не было, так как издательство выдвинуло требования к комментариям, которые не были приняты автором. В двенадцатом номере плохие стихи Долматовского. Речь идет о стихотворении «Встреча», напечатанном с подзаголовком отрывок из книги «Одна судьба. Новый мир. 1946. Номер 12. Страница 93». Двадцать девятое декабря сорок шестого. «Завтра тяжелый день. Попробую повидать Симонова и уговорить его вместо жидких стишков Яшина дать в номере один стихи Самуилу Яковлевича. Это бы, наверное, вышло, если бы Самуил Яковлевич дал их давно, как я молила. Но у него ведь болезнь. Он не может расставаться со стихами и дал только сегодня. Посмотрим. Я делаю это не для Самуила Яковлевича, а для номера. Недогонов, Заболоцкой и Маршак. Тогда все было бы на высоте». Тридцатый декабря сорок шестого. Утром позвонил Симонов. Вызвал на два смотреть подборку лириков ко второму номеру. Пошла. Довольно спокойно читали с ним и Ольгой Всеволодовной. У него есть вредная тенденция брать и дрянь. Только бы взять у всех никого не обиде. Подписал сегодня к печати ужасно длинные стихи Щипачева и Жарова. Я протестовала как-то недостаточно. Буду еще. Опять тяжкий и бессмысленный разговор о Пастернаке. Тут уж я высказалась вполне, что, мол, Пастернак не может быть справедливым, и ему, Симонову, надо самому позвонить Борису Леонидовичу и помириться. — Да ведь он меня обидел. А не я его? Что же я буду первый звонить? — Потому вы первый, что вы годами моложе его на двадцать лет, а положением старше в десять раз, — сказала я. Вот как я обнаглела. Маршака. В первом номере он не дает. Зато и Яшина снял, слава богу. Так что две превосходные поэмы, плохие болгары и никакой плохой лирики, и то хлеб. Затем он показал мне свою статью, идущую в первый номер. Там для меня неожиданности. Когда-то, ругая ему рецензию Сашина, я сказал мельком «Все мимо», как в безобразной статье Трегуба об Алигер. И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу. Статья правильная, и даже не без остроты и благородства, но беглая, хотя и длинная, недостаточно монументальная. Завтра еще раз к нему, кажется, в последней. А потом он уедет, и все останется на мои руки. Невероятно то, что он обещал статью в защиту лирики, под которую все и дают стихи, а теперь по случаю болезни ее не пишут. Ужасно дрянные стихи Щепачева и Жарова. Речь идет о стихотворениях «Застольное слово» Степана Щепачева и, ну, хотя бы намеком осторожным, Александра Жарова. И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу. Упомянута статья Семена Трегуба в литературной газете 26 октября 1946 года. Новые стихи Маргариты Алигер о цикле стихов, напечатанных в знамени, 1946, номера 8 и 9, со ссылками на доклад Жданова и недавнее постановление о журналах. Алигер была увлечена в порочности и в искажении великого пути коммунизма, в идейном убожестве и упадничестве. Ответ Симонова, открытое письмо Семену Трегубу, помещен в первом номере Нового мира за 1947 год. 31 декабря 1946 года Он знал, что завтра, то есть, значит, сегодня, мы все равно увидимся, но не мог дождаться. Так его взбесил Борис Леонидович. Я зол. Потом перестану, но сейчас зол. Разговор был скверный. И распоряжение мое вам такое. 15 января Кривицкой выпишет Пастернаку деньги. 16 января пригласит его для подписания условия. Об этом вы ничего не должны ни знать, ни говорить Пастернаку. Это дело Кривицкого. От вас же я требую следующего. Если Пастернак, вне зависимости от договора и денег, даст вам стихи 15-го, вы сдадите их в набор. Если же нет, если он принесет их 16-го, вы их не примете. И, извинившись за поздний звонок, бросил трубку. Это распоряжение, а не беседа, а поэтому я демонстративно молчала. Но настанет время, и я скажу ему все про это. Сейчас говорить было бесполезно. Но как это безжалостно относительно меня? Как же это я, три раза прося у Бориса Леонидовича по поручению Симонова стихи и постоянно изливаясь в любви, 16-го скажу ему, что я у него стихов не беру? И как это неумно, что он воспитывать Бориса Леонидовича хочет, этики его учить? Он решительно не понимает, что выдавать Борису Леонидовичу деньги, устраивать дела Бориса Леонидовича у Храбченко, Александрова и прочих, есть его обязанность перед русской культурой, перед народом. Он делает это как одолжение, за которое Пастернак должен быть благодарен. Он, очевидно, не любит и не ценит его как поэта, не понимает масштабов. Долго я не могла уснуть. Сердилась я и на Бориса Леонидовича, которому совершенно не следовало ссориться с Симоновым. Не из-за чего и нет для чего в сущности. Если Симонов ему и не благодетель, то, во всяком случае, дурного он ему тоже не сделал и хотел хорошего. Теперь надо просить Тусю дать совет, как быть. Не исполнить приказа Симонова было бы бесчестно. Ответить Борису Леонидовичу отказом, если он принесет стихи позже назначенного срока, я не могу. Подумаем. Мешает мне также и то, что Борис Леонидович на днях в одном телефонном разговоре сказал мне, что участвовать в подборке ему не хотелось бы, так как он не верит в количество и прочее. Ах, так значит, не из-за денег, а просто не хочет. Зачем же было раньше мне этого не сказать? Днем мы встретились. Я была зла, как собака, и сразу кинулась на Симонова. Не по поводу Пастернака. Об этом он еще первый заговорит со мной. И услышит. А по поводу того, что до Нового года из-за идиотского недоразумения не выписали денег Заболоцкому, хотя выписали Гидышу. Это он мгновенно исправил и с удовольствием. Затем, пока мы еще были с ним одни, я его обругала за принятие паршивых стихов Щипачева. Он отменил свою резолюцию. Затем заговорили о принципе подборки, о том, что меня беспокоит более всего. В это время уже вошли двое противных — учтивый и лживый Ян Сашин и Кривицкой, да еще Агапов. Моя мысль о том, что принцип постройки не ясен, ни в ком не встретила сочувствия. Они не понимают, что такое постройка, то есть единая музыкальная, а не механически стучащая фраза. Симонов предлагает стихи во втором и третьем номерах делить по возрастам поэтов. Тридцатые и сороковые годы. И это, по-моему, неинтересно и внешне. Я бы знала, как их разделить и организовать, если бы они все были в наличии. Но когда они все будут в наличии? Пока имеется только процентов 35. Алигер прислала стихи, и среди них одно, к моему удивлению, хорошее, но, кажется, труднонапечатаемое. Устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и прочих. Речь идет о партийных деятелях. Храпченко, в то время председатель комитета по делам искусств, и Александрови, начальник управления пропагандой и агитацией ЦК ВКПБ. Борис Николаевич Агапов, очеркист. Симонов пишет о нем «Умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию, и с которым мы впоследствии, после того, как он пришел в Новый мир, двенадцать лет бок о бок работали и в Новом мире, и в литературной газете, и вновь в Новом мире». Пятое января сорок седьмого года. Вот сколько дней я не писала. Все эти дни поэта дома, поэта в редакции. Лица, лица и стихи. Я очень во многом разобралась за эти дни. Чувствую себя значительно лучше, хотя, как всегда, и не совсем хорошо. Первого я позвонила Борису Леонидовичу и поздравила его с Новым годом. Ни слова не спросила о стихах, о Симонове, но он сам сказал. «Знаете, я звонил Симонову. Сначала я его поблагодарил за хлопоты и прочее, а напоследок сказал ему грубость. Он мне стал жаловаться, как трудно вести сейчас журнал, как много подводных камней имели и прочее. Я ему говорю». «Так что же вы об этом не пишете? Об этих трудностях? Какой же вы после этого редактор, общественный деятель?» «Недогонов. С умными прекрасными глазами. Кожа до кости. Мороз в двадцать четыре градуса. На нем летнее пальто и тапочки. Этого невозможно терпеть. У него двое детей. Говорят, он пьянствует. Наверное, это правда. И под этим предлогом ни союз, ни журнал ничего для него не делают. Кондорев. Этот поплоше, хотя не без способностей. Шубин. Противен. Неинтересен. Гинсбург. Способная, но комнатная. И навязчивая. Необыкновенно неприятный, с грязными глазами и мокрыми руками, Мартынов. Вычурная бездарность. Милый и умный Крангаус. Ивинская делает вид, что обслуживает меня при полном безделье. Ей нельзя поручить, конечно, не только того, что имеет отношение к поэзии, но прочесть корректуру или дозвониться кому-нибудь тоже. Вечно бегает по своим делам или флиртует. Пятнадцатого я должна послать Симону в Кисловодск подборку. Туся обещала помочь построить. Стихи хорошие есть. Смеляков, недогонов, но мало. Кстати, Алигер дала три стихотворения, из которых два заурядны, а первая, у меня еще один денек, превосходна. Я удивилась. Но первая она боится печатать. Я видел ее дважды. Стареющая девочка. Старенькая пионерка. Деревянная, некрасивая, сухая. И говорить с ней трудно. Нет контакта. Вчера я видел ее у Лели. Там она была очень разговорчива, но также как-то бесконтактна. Мы вместе ехали в машине назад. Сегодня в литературной газете Ермилов ругает Платонова и заодно Симонова, который поместил его рассказ в Новом мире. Рассказа я не читала. Упомянутый поэт Лев Николаевич Кондарев и поэтесса и переводчица Раиса Моисеевна Гинсбург. Анисим Максимович Крангаус, поэт и переводчик, его стихотворение «Днепра» напечатано в подборке. Стихи хорошие есть Смеляков, Недогонов. В подборку лирика вошли песня Ярослава Смелякова и «Осень» Алексея Недогонова. «У меня еще один денек» — строка из стихотворения Алигер «Синие опасные глаза», обращенного к дочери Маши. Эти стихи были опубликованы в подборке. Сегодня в литературной газете Ермилов ругает Платонова. Речь идет о рассказе Платонова «Семья Иванова», впоследствии «Возвращение», опубликованном в «Новом мире», 1946 год, номера 10 и 11. Статья Ермилова называется «Клеветнический рассказ». Платонов давно известен читателю как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности, утверждает Ермилов. Мы не забыли его памфлета против колхозного строя под названием «Впрок». Советский народ дышит чистым воздухом героического упорного труда во имя великой цели — коммунизма. Особенно печально, что чуждый и враждебный советскому народу рассказ Платонова появился в том номере журнала «Новый мир», который впервые подписан новым составом редколлегии во главе с таким талантливым советским литератором, как Симонов. Литературная газета. 4 января 1947 года. Ольга Всеволодовна с грудой плохих стихов Сидела до бесконечности, сплетничала, утомила меня ужасно. Хорошие стихи Антокольского, а я ведь не любила его всегда. Видно то, что у него в столе много лучше того, что печаталось. Но трагическая нота, без которой поэзия и невозможна, как ее защитишь? К счастью, она в тембре голоса, а не в слове. 8 января 1947 года. Звонит Борзенко, а я не могу добраться до его рукписи. Все время думаю о подборке. Готовлюсь к завтрашнему приемному дню. Опять был Недогонов. Удалось его накормить, сунуть сто рублей и папиросы и выудить два хороших стихотворения для подборки. Поправки к поэме он принес не весьма. И как странно, что в стихах еще много вялых строк. Я думала, он зрелее и, конечно, очень непрям. 9 января 1947 года. Еле поспела к трем часам в редакцию. Там Недогонов с последними поправками, милый толстый коллега Крангаус, приведенный ими довольно нудный Ойслендер, полуспособный Рощин и, главное, письмо от зыбковца. Письмо строптивое, но стихи хорошие, я рада. Ойслендер сказал, мне рассказали, что в новом мире начали говорить о стихах, меня печатают часто, но со мной никто не говорит. Вот я и пришел. Можете не печатать, но поговорите. Отвыкли люди. Александр Ойслендер, поэт и переводчик. Его стихотворение «Лавина» напечатано в подборке лирика. Рощин, по-видимому, Николай Рощин. Автор очерка «Черный лагерь», письмо из Франции. Новый мир, 47-й год, номер 4. 13 января, 47-го. В редакции «Ойслендер», Рощин, Ровчатов. Говорю, прельщаю. Спасение, что Кривицкой болен, и потому свободен его кабинет. В ушах гудит и глаз режет. Думаю, 15-го мне подборки не отослать, потому что Алигер не принесла поправок и многие. 14 января, 47-го. Семь часов у Тихонова. Стихи странные, никакие, иногда хорошие. Рассказы о Югославии. Потом, к счастью, обед и водка, иначе бы мне не выдержать. Он попросил, чтобы я прочла ему стихи, собранные. Я читала. Замечания были меткие, но иногда, редко, требуют точности там, где все на другом. Симонова он, по-видимому, не очень любит. Это осторожно. Весело смеялся над Щепачевым. С ним у меня вкусы, пожалуй, больше совпадают, чем с Константином Михайловичем. Но интересно не это. Я только в середине беседы поняла, почему он хотел послушать стихи. Читай ему Маршака, не говоря, кто. Отгадайте. Ахматова? Нет. Потом догадался. Потом в конце. А почему же статья Симонова будет называться в защиту лирики? Что же здесь такого защищать? Тут все благополучно. Я думал, вы хотите взять под защиту лирику, которую хают. То есть он боялся, что мы затеяли защищать Анну Андреевну и, скажем, Бориса Леонидовича. А потом, убедившись, что подборка серенькая и благополучная, решил дать свои стихи. Дал очень хорошие пьяные любляны и похуже. Сумыл Яковлевич звонит, хочет взять свои стихи из подборки, чтобы дать потом цикл. Понятно, у него три чисто лирические стиха, и он боится дать их неприкрытыми, не подперев значительной темой. Все понятно и скучно. Но я не осуждаю их. Они такие, какими могут быть. Очень хорошие пьяные любляны и похуже. В подборке напечатано одно стихотворение Николая Тихонова, то, которое обращено к столице Словении, городу Любляна. 15 января. В редакции с Сашином и Ольгой Всеволодовной Сашин в последнюю минуту сдался и принес мне стихи своих молодых. Он хотел делать отдельную подборку и игнорировал мою. Я перестала напоминать, просить. И вот он явился, любезен, точен, хитер. Отобрали кое-что. До сегодня уже не послать Константина Михайловича, как было обещано. Не все переписали, да и письма моего еще нет. Трудная Олигер принесла поправки. Не все. 16 января. 47 года. Сдала. Кривицкой, который выздоровел. Обещал как-то отправить самолетом. Утром писала письмо, пока было еще тихо. 12 страниц. Пишу ему, а какой будет ответ, не понять. Темно, темно. Была в редакции. Заговорила о деньгах, что было очень противно. Я хотела, чтобы они сами вспомнили. Сказала Кривицкому, что хотела бы, чтобы сами вспомнили. Львов. С неприятным лицом. Замятин, милый и талантливый. Но топорный и ничего не воспринимающий. Очень голодная Мочалова. Да, в редакции Кованев. Говорят, он сумасшедший. Придя домой, я сразу кинулся читать его поэму. Мертвичина и пошлость. Речь идет о поэтах Михаиле Львове и Владимире Замятине. Ольга Алексеевна Мочалова. Автор многих стихотворных сборников, поэм, стихотворных переводов, статей о литературе, очерков и рецензий. Об ее стихах высоко отзывались Вячеслав Иванов и Марина Цветаева. Однако печаталась она очень мало. Подробный обзор ее архива помещен в журнале «Отечественные архивы» 1998, номер 5. Смотрите также вопросы литературы. 1999 год, номера 7 и 8, страница 380-381. В «Новом мире» 1947, номер 1, страница 153. Были опубликованы лишь переводы Мочаловой с латышского. 20 января 1947 года. Денег не выдали, велели позвонить завтра. Утром я возилась с хозяйством, потом читала накопившиеся стихи «Надо отдать справедливость Симонову». Он мне давно говорил, что у Мочаловой следует что-нибудь выбрать, так как она талантлива, и он прав. Я выбрала. Набросала лицензию на Борзенко. 23 января 1947. «Грязный, страшный день. Прием в редакции. Прием! Ни комната, ни стола, грохающая в спину дверь. Я чувствовала себя униженной и бессильной. Говорила с Мочаловой, потом с Межеровым. В сутолоке, так что бессмысленно, хотя я и была хорошо подготовлена. За Болотской. Все-таки прелестную музыкальную страфу он испортил. Читали Гранки. А тут еще Кривицкой и Борщеговской. Отозвали его, потребовали еще порчи. И без меня. И за Болотской почти согласился. А я обожлилась и решила не спустить. Пастернак. Давно я его не видела. Постарел, посидел, облез. А лицо, все, уже не глаза, а только рот. Безумствовал. Что делать со стихами? Как быть? Правда, выход есть. Кривицка вызвала только двадцатого по поводу денег. А Ивинская, он сказал, что разрешает дать стихи раньше. Но не только в этом дело. Я не пойму, что лучше для него. Межеров, юноша с огромными голубыми глазами пятилетней девочки. Он рассказал, что недогонова беда. Жена больна. И есть уже совершенно нечего. Нет картошки. Едят один кисель. Я решила поговорить с Кривицким. Но это мне не удалось в этот проклятый день. Там заседание. Опять что-то вынимают. В третий раз. Из двенадцатого номера. Я оставила ему записку с протестом по поводу Заболоцкого и просьбой о Недогонове. Теперь лежу дома и читаю гранки поэма Недогонова. Симонов молчит. Это тоже худо. Александр Михайлович Борщеговский. Критик. Театровед. В ту пору член редколлегии Нового мира. Самый молодой член редколлегии. Ровесник тридцатилетнего редактора. Переехавшись для этого из Киева в Москву. На плечи которого упала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур. Двадцать четвертое января сорок седьмого года. В одиннадцать вдруг явился Симынин. Я встала, оделась, умылась и почти накричала на него больного. Потому что Люше негде делать уроки. А он пришел совершенно не в пору. Сидит, курит, читает стихи. Ушел. Пришла Ивинская с целой грудой сплетен и стихов. Вся пересохшая внутри я пошла в редакцию, где встретилась с Недогоновым, чтобы показать ему гранки. Кривицкой выписал ему деньги. Неразлучные пираты Сашин и Раскин. Пираты-паяцы. Щипачев с еще одним стишком. Седой и непочтенный. С ним Златова, которую я не узнала с ослепу. Неловкий разговор. Стихи чудовищные. Надо опять писать Симонову, что-то решать с Пастернаком. Неразлучные пираты Сашин и Раскин. Пираты-паяцы. Иян Сашин и Александр Раскин, писатели-сатирики, активно сотрудничали в ту пору в отделе журнала «Пародии и шаржи». Щипачев с ним Златова. С Еленой Викторовной Златовой, автором критической статьи о советской литературе, Лидия Корневна была знакома издавна еще по Ленинграду. Златова, жена Щипачева. 25 января 1947 года. Утром встала рано, хотя еле держалась на разбухших, нарывающих ногах. Написала большое, не очень, письмо Симонову. Приложив стихи Мачалове, Гудзенко и Пастернака. Два. За третьим надо идти к нему. Третье из имеющихся у меня никак не подобрать. В письме написала очень слуха о Пастернаке, цифрами. Он, мол, был у Кривицкого двадцатого, а нам позвонил, что разрешает печатать стихи семнадцатого. Насколько я понимаю, это значит, что стихи у него взять можно. Мне, мол, эти расчеты трудно, так как я отношусь к Пастернаку коленопреклоненно и прочее, но распоряжение выполняют точно. К концу страшного после недосыпа дня мне позвонила Зинаида Николаевна, что прибыл пакет и письмо от Симонова. Мне его доставили. Письмо длинное, но лохматое, спешное, без знаков припинания, выполнить полностью и прочее. И там ему некогда, и там спешит. Милая, доброжелательная, иногда умная и всегда поверхностная. Непременно хочет Щипачева, Жарова, да еще добавить Кумача и прочее. Давать в алфавитном порядке. Моментальная фотография современной поэзии. А зачем так безвольно? Зачем не подборка, а безразборка? К чему щелкать фотографическим аппаратом в ту секунду, когда человек чешет правой рукой за левым ухом? Зарезал несколько хороших стихотворений, мало правда, и вставил довольно много плохих. Сейчас сижу, сортирую, соображаю, кого вызвать, где чего поправить. В песне поразительный абзац. Александр Юльич Кривицкий мне сказал, что пятнадцатого с Пастернаком все сделано. Теперь надо просить у него стихов. Я не могу, выручайте. Конечно, это мило, что, приняв несколько ванн, он сменил гнев на милость. Но зачем же давать обратное распоряжение? Теперь! И как неловко, что я ему сообщила числа не те, какие ему сообщил Кривицкий. Он подумает, что я лгу. А пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого Кривицкий в самом деле был болен и не бывал в редакции. Конечно, он мог ему позвонить домой. Боже, какая чушь! Зинаида Николаевна Подбубная Секретарь Нового Мира Добавить Кумача То есть добавить стихи поэта-песенника Василия Ивановича Лебедева-Кумача Двадцать шестой января сорок седьмого года. Хотела дать себе отлежаться, но с утра явился Семынин, поднял меня, сидел, курил, говорил по телефону, выселив из-за стола Алюшу, и моя радость встречи с ним сменила злостью. Я ведь просил его несколько раз, и устно, и письменно, не приходить без звонка. А это уж такое наплевательство. Дал перевод из «Сербского короля», который нельзя печатать, а стихов не дает. Фадеев снова хлопочет о его поэме. Целый день писала письма поэтам, излагала резолюции Симонова, утешала, приглашала и прочее. Двадцать первого января сорок седьмого года. Просил посмотреть некоторые стихи и, прочтя Фоломина, сказал «Собачина». Обругал Пастернака. Свой обещал поправить мигом. Ивинская быстро улепетнула на рынок продать мыло. Не делает она ровно ничего. Она работает очень квалифицированно. В день полтора часа, самое большое. Я четырнадцать, пятнадцать. А получаем мы одинаково. Тысяча двести рублей. На площади встретил Заболоцкого и вернулась с ним в редакцию опять. Он решил исполнить оба тревни Борщаговского и Кривицкого, хотя от одного я отбилась. Как он боится, бедняга. И прав. Исправил он хорошо. И виолы хорошо. Но с лилеями беда. Заменил хвощей ночей. А хвощ по звуку — это борщ. И никак не верится, что он издает какое-нибудь пение. Я собственноручно восстановила лилеи и буду снова объясняться с Симоновым, если Заболоцкой до его приезда не найдет чего-нибудь хорошего для замены. Он читал великолепные переводы грузина, а потом своего скворца. Скворец поразителен. Но в подборку не дает. И опять-таки прав. Вероятно, Долматовский говорит о стихотворении поэта Федора Фоломина «Не грусти о конце реки», напечатанном в подборке. Лилеи удалось отстоять. Смотрите «Новый мир» номер один, страница 101. Скворец. Стихотворение Заболоцкого «Уступи мне, скворец, уголок». 28 января 1947 года. К четырем часам к Оренбургу с письмом Симонова. Нет уж, пусть Пушкин ходит к Оренбургу, а я не пойду. Сух, угрюм, недоброжелателен. Не то ко мне, не то к Симонову, не то к новому миру, не то к целому миру вообще. Ни одного лишнего слова, только дело. Пока говоришь, он сидит мешком, глядя в пол, ничем тебе не помогая. Стихов не дает, их у него нет. Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться. Напрасно. Будет та же серость, ничего не дадут. Вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова не лучший, но в журнале из лучших. Тоже и со стихами станет. Я немного пролепетала что-то про подборку. А Мартынов у вас будет? Да. Он единственный интересный из молодых. Ах так. Значит, ты совсем неинтересный, хоть и старый. Оттуда в редакцию. Сдала и Винской прочитанный самотек. До семи часов ждала Кривицкого. Комбинация такая. Для сдачи в набор нужна его резолюция. То есть Симоновской и без него достаточно. Но тех экземпляров нельзя отдавать, где Симонова написано в набор. Надо другие, значит, нужны его резолюции. Это очень жаль, потому что он будет заново смотреть и цепляться. Он спросил о Пастернаке. Я ему показала Март, в котором совершенно уверена. И вдруг. Это невозможно. Почему? Навоз. Всему живитель. Да это же целая философия. Я ужасно разозлилась и наговорила резкости. Сказала Кривицкому, что он, наверное, вообще не любит стихов. Он сообщил, что любит Ахматову, Лермонтова, Тютчева. И что Пастернак гений, но... Вошел Дроздов. Этот чинуша мне давно не нравится. Кривицкай дал ему прочесть стихи Пастернака. Это издевательство, сказал Дроздов. Кривицкай прочел Забковца. Плащаница нехорошо, сказал Дроздов. Я объяснила. Это только бытовая правда, а не общая всенародная. Боже, как мне стало скучно. Теперь сижу, выдумываю строки для Крангауза, который завяз. Звонил Пастернак. Что он хочет перед сдачей посмотреть стихи. Я от Недогонова узнал, что вы собираетесь печатать, и очень вам благодарен. Как будто можно было сомневаться, что я решу печатать. Мы условились, что я буду у него в субботу. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Александр Михайлович Дроздов, автор многочисленных повестей и рассказов, в ту пору заведующий отделом прозы в Новом мире. 29 января 47-го года. С утра в Новый мир говорит с Мартыновым о поправках к его стихотворению и о новых. Не знаю, чувствует ли он, как я его не люблю. Я стараюсь быть очень с ним вежливой и мягкой. Странный он души человек, вычурный какой-то, придуманный. Туся думает, судя по стихам и внешности, что он плохой человек. А я не знаю, не уверена. Но ни грана поэта нет в его стихах. И мысли его о поэзии тоже какие-то не дикие, не странные, а пустые и вычурные. На правку он почему-то соглашается очень легко. Дал новые стихи, из коих я отобрала два, чтобы послать Симонову. Плохие стихи. Он дал мне сборник своих поэм, которые мне хвалил Симонов. Поэмы — чудовищное недоразумение. Какие-то исторические анекдотцы, рассказанные безголосым раёшником. 29 января 47-го года. Приём. Урин, Некрасова, Норовчатов, Коваленков, Фоломин. Глупый, самодовольный и бездарный Урин. Талантливый Норовчатов с упорным красивым лицом. Недаром Сумил Яковлевич мне о нём говорил. Некрасова. К счастью, встречались мы утром. В кабинете у Кривицкого было пусто, и у меня хватило сил на длинный разговор. Мы вместе переделали кольцо, которое я хочу послать Симонову вместо забракованного им гостеприимства. Она идёт на поправке, когда они близки её замыслу, когда они не извне, а с её позицией. Когда же они внешние, она, молодец, не сдаётся. Дрожат руки и на глазах слёзы. Несчастная, замученная, голодная, немытая, затравленная. Я не думаю, чтобы она была психически больна. Скорее, нервно. Говорит, я больше не хожу в союз писателей. Там все надо мной смеются и хотят посадить в сумасшедший дом. Будь они проклятые, обидчики поэта. А она твёрдый человек, тоже выносливый. Я не рассчитала своих сил и позволила после приёма ещё прийти ко мне домой к Рангаузу для общего разговора о его книжках. Книжки мне не понравились. Я хотела сказать ему что-то существенное, но от усталости и мигрени плела не весь что. Среди перечисленных поэтов Виктор Аркадьевич Урин и Александр Александрович Коваленков. Их стихи также вышли в подборку лирика. В 1965 году по просьбе Анны Ахматовой Наровчатов заступился за Иосифа Бродского. А позже, в 1974-м, в качестве председателя вёл заседание секретариата Союза писателей, где исключили Лидию Чуковскую. Гостеприимство. Стихотворение Ксении Некрасовой, начинающее со строками, да присохнет язык гортани у отрицающих восточное гостеприимство. Ни гостеприимство, ни кольцо в новом мире напечатаны не были. В подборке лирика опубликовано другое стихотворение «Мальчик». Все три стихотворения смотрите в книге Ксении Некрасова «Самые мои стихи». Москва, 1997-й, страница 30, 33, 48. Пятое февраля, 47-го. Вот сколько не писала. Придётся писать конспективно. Вчера была в Новом мире с 11 до 7. Шесть часов работала с капуста. Потом противный, глупый разговор с Кривицким о стихах. Очевидно, я что-то сделала не так. Нужно было обойти с Бескривицкого, и можно было. А я запуталась в трёх соснах. Ну, впредь, буду умнее. Он задержал до приезда Симонова некоторые стихи, которые я непременно отстаю. Основная же масса пошла в набор. Самая главная в субботу была у Пастернака. Впервые я у него в городе. Холодновато, порядок, просто. Картина на стенах. Было тихо и пусто. Только кухарка гремела кастрюлями в кухне. Кажется, впервые мы были так один на один, и он говорил со мной пристально и с интересом. Как он жив, как молод, какой огонь в глазах, и как восемнадцатилетний движется, и как постарел. Конечно, может быть, симбиоз с действительностью — это чаще всего. И второй путь, который неинтересен, потому что всё это уже написано у Пушкина. А есть ещё третий, помимо всего, поверх всего. А Симонове. Мне нравятся его аппетиты. Остальные хотят только ЗИС, а этот — и Америку, и Японию. Ненасытимо. Пригласил на четверг к Юдиной слушать его прозу. Он дал мне с собой на день статью о Шекспире. Статья гениальна, как охранная грамота. Хочется всё переписать или выучить наизусть. В понедельник, как условились, зашёл за статьей в Новый мир. Мы посидели за столом. В этот день припоганная статья Фадеева, где опять он скучно легает по Стернака и Платонова. Я спросил Бориса Леонидовича, что он не любит ваших стихов и вас? Почему он так упорно занят этим? Ах, почему? Нет, любит. Не знаю, не знаю. А я нарочно показываю, что не желаю с ним знаться. Летом какие-то помещичьи голоса у меня на участке. Шуня с гувернёром. Я открыл окно и нарочно закричал. «Эй, вы, Фадеевские, тут и без вас люди живут». Скоро он ушёл, обернувшись на меня от дверей. «Завтра целый вечер буду слушать. Только бы поспать сегодня, чтобы ничего не болело. В редакции на днях два часа разговоров с Мартыновым, который мне тяжёл и противен. Смердяковское в нём», — сказал Пастернак. «И который плохо перевёл милого гидыша. Завтра будет письмо от Симонова по поводу моей второй посылки ему, Мачалу, Пастернак и другие. Была телеграмма. Жду неприятного письма. Талантлив, интересен, норовчатов. Непременно хочу его продвигать». Работала с Капусто. Речь идёт о писательнице Юдифи Борисне Капусто, чья первая повесть Наташа была опубликована в 1947 году в седьмой книжке «Нового мира». Лидия Чуковская редактировала повесть по договору с редакцией журнала. Всё это уже написано у Пушкина. Можно предположить, что Пастернак имеет в виду взгляды Пушкина, выраженные в стихах поэту «Поэт, не дорожи любовью народной» и из «Пиндемонти» «Недорого ценю я громкие права». Припоганная статья Фадеева, где опять он скучно легает Пастернака и Платонова. 2 февраля 1947 года «Правда» поместила статью Фадеева о литературно-художественных журналах. Фадеев упрекает журнал «Знамя», на страницах которого печатались, как известно, стихи Ахматовой, и расточались реверансы о политичной и индивидуалистической позиции Пастернака. Журналы «Знамя» и «Новый мир» не свободны от серьёзных людейных срывов. Серьёзным провалом явилось напечатание в 10 и 11 номерах журнала «Новый мир» лживого и грязноватого рассказца Платонова «Семья Иванова». Шуня Пасынок Фадеева 7 февраля 1947 года В «Новый мир» Ольга Всеволодовна ушла гулять с Пастернаком с тем, чтобы зайти ко мне. Звоню домой, они уже ушли. Жду Кривицкого, устраиваю ему сцену со всей отчётливостью и злобой, выручаю стихи в набор. Он подписывает, но намекает, что остановит в другой стадии. Да, в редакции письмо от Симонова неприятное, как я и ждала. О числах ни слова. Рассуждения о стихах Пастернака, хотя и мягкие, и деликатные, но, в сущности, кривицкие. Он споткнулся на том же навозе в марте и на «всё сожжено» в бабьем лете. Что, мол, сожжено? Господи, ясно, что, раз речь идёт о лете. Не красные же площади Николаевский мост. Он просит меня просить Пастернака переставить строфы в марте и заменить всё в бабьем лете. Но нет, этого не будет. Я попрошу Константина Михайловича договориться с Кривицким, Дроздовым и прочим окончательно, и потом передам их решение Пастернаку. Но предлагать поправок я не буду. Пусть берут или не берут. Борис Леонидович звонил вечером, благодарил за письмо. Приехал бы уж Симонов поскорее. Десятые февраля сорок седьмого. К одиннадцати часам поплелась в редакцию. Холодно, пусто. Ко мне явились совершенно никчёмные автора. Потом пришла Ивинская и наговорила кучу сплетен о том, что Кривицкий обижается, что мы считаем его врагом стихов и обвиняет нас в формализме. Этого надо было давно ждать. Где ему понимать, что Жаров — искусство бессодержательное, а Март Пастернака — содержательное? Меня тошнило и от её слов, и от того, что мою позицию защищает она, с кем я никак не связана. Затем было счастье. Борис Леонидович, обещавший прислать мне Рождество и долго хваливший меня за то, как я эти стихи определила в моём письме, прислал их не мне, а Ивинской. Я прочла эти гениальнейшие из гениальных стихов. Речь идёт о стихотворении Пастернака «Рождественская звезда». Двенадцатый февраля сорок седьмого. Дома письмо от Симонова. Просят читать рукопись о Майданике. Это письмо сохранилось в архиве Чуковской. Прошу вас, пишет Симонов 5 февраля сорок седьмого года, позвонить Музе Николаевне, чтобы она прислала вам книгу доктора Боруччева о Майданике. Пусть Муза Николаевна также расскажет вам обстоятельства, связанные с этой рукописью. Не торопясь прочтить её. Далее Симонов сообщает адрес и называет автора. Это Боруччев Сурен Константинович. Упоминаемая в письме Муза Николаевна Кузько, секретарь Симонова. Тринадцатый февраля сорок седьмого. В редакции Ховкин, Яковлев. Плохая поэма. Некрасова, больной, своевольный, неглядящий в глаза, не то некрасивый, не то с прекрасным лицом, смеляков. Ховкин печатался под псевдонимом Юрия Яковлева, детской писатель. О нём смотрите также в очерке «Литературной жизни. Процесс исключения». Шестнадцатый февраля сорок седьмого. Хотел дождаться Симоновского звонка, но потом позвонил ему сама. Уж очень многие люди ждут моего с ним разговора. Семнадцатый февраля сорок седьмого. Два раза в редакции. Утром Сашин с польской подборкой. Груда сомнительных польских стихов в весьма посредственных переводах. Особенно плохо Мартынов, который, увы, был тут же. Переводы из польских поэтов похожи на то, как если бы Маяковский был переведён на польский язык, а потом обратно на русский. И очень много конских морд. Одним словом, Полтава. Среди дня я ушла домой, пообедала, посидела и к шести вернулась в редакцию на свидание с Симоновым. Он пришёл загорелый, посвежевший, молодой, весёлый, доброжелательный, мягкий, почти обаятельный. Поискал свободного стола, сели мы втроём. Он, я и Винская. Он на угол. Семь лет без взаимности. Выслушав мой предварительный доклад о подборке и о новых людях, он решил взять с собой на дачу всю груду стихов. Обещал отдать в четверг. Он тоже будет принимать четверг, когда и я. Выслушав мой отчёт об Антокольском, о Пастернаке, об Олигер, он на несколько минут задержался у нашего стола. — Моё положение особенно трудное, — сказал он. Мы коснулись Платонова. — Многие не любят меня, считают, что я вознесён не по заслугам и прочее, и будут делать мне пакости. Но мне не могут пока. Так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый. Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс. — Что ж, Ермилов, — сказала я, — это только псевдоним. Ведь и правда повторила его версию. И культура, и жизнь. — Разве культура и жизнь тоже? — спросил он. — Да, — сказали мы в один голос с Ивинской. Странно, что он этого не знал. Прочтя Ермилова, я немедленно послал в Новый мир телеграмму заказать Платонову другой рассказ. И очень много конских морд. В своей книге «Высокое искусство» в главе «Неточная точность» Чуковской приводит строки из Пушкинской Полтавы в обратном переводе с немецкого. Был Кочубей богат и горд, его поля обширны были, и очень много конских морд, мехов, сатина, первый сорт, его потребностям служили. Ермилов — это ведь только псевдоним, ведь и правда повторила его версию. И культура, и жизнь. Имеется в виду статья Фадеева в «Правде», статьи в газете «Культура и жизнь» от 11 февраля 1947 года. «Передовая», где снова поминается клеветнический рассказ Платонова, и статья Сергеевского, которая повторяет вслед за Фадеевым, что некоторые журналы допустили серьезнейшие ошибки и срывы, среди них порочный и пошлый рассказ Платонова в «Новом мире». В своих воспоминаниях Симонов подробно пишет об истории публикации в «Новом мире» этого рассказа Платонова. 18 февраля 1947 года. Из вчерашнего разговора с Симоновым примечательно еще то, что он сказал «Если бы у меня были только стихи, то и меня бы здорово хлопнули, но у меня были и другие вещи». И еще «По-моему, товарищи должны бы научиться писать в стол. Чудак-человек». 19 февраля 1947 года. Пришла домой. Позвонил Коревицкой. Он был у Симонова на даче, и Симонов просил передать мне, чтобы завтра к 11 часам я пришла в редакцию. Худо дело. Очевидно, они на даче вместе смотрели стихи. Так. 20 февраля 1947 года. «Так. Мы пришли к выводу, что стихов хороших все-таки мало, и решили давать не по три, а по одному. Я не была готова к этому, а когда я не готова, то и беспомощна. Я не сказала ему, что это удар по хорошим стихам, а не по плохим. Плохие все равно останутся, а хороших становится меньше. Алигер, Смеляков, Наровчатов. Далее он изложил мне их резолюции. Я очень протестовал на Наровчатова. Кокетлив, товарищ, кокетлив. Он долго восхищался свечой Пастернака. Потом толковал, что ее нельзя дать. Потом сказал, что сам позвонит ему. Потом, я, может быть, для того и затеял всем дать только по одному, чтобы Пастернаку было не обидно. Потом опять говорил о своем сложном положении. Ну как печатать людей, если потом тебе не дадут возможности их защищать? И все-таки сказала я. Хотя люди и их судьбы — это очень важно, но у нас есть забота более серьезная — литература. Но это не дошло. И не может дойти. И, может, и не права я, а самое важное в действительности, чтобы люди были живы и сыты и веселы. Я сегодня в отчаянии от всего вместе, от Кривицкого, от Симонова, от Капуста, от Глаза, от того, вероятно, что не работала ни над Пантелеевым моим, ни над Герценом. Успела внушить Симонову, что надо непременно помочь Симонину, который завтра придет к нему на прием. Статья Лидии Чуковской о Пантелееве «Воспитание мужества», написанная в 47-м году, не была напечатана. 21 февраля 47-го года. От последнего разговора с Симоновым, от его кокетливого задора и внутренней слабости до сих пор тошно на душе. 24 февраля 47-го. Когда я уже собиралась домой, приехал Симонов. Я обрадовался ему. Вчера Кривицкий вручил мне стихи Васильева, Сафронова и прочей дряни с предложением что-нибудь выбрать. Я сказала, что уже читала и выбрать ничего не могу. А Симонову показывали? Нет. Покажите. Зачем? Я ему показываю то, что одобряю, или то, в чем сомневаюсь, а тут я уверена, не годится. Все-таки покажите. Сегодня я показала, при Кривицком же. Симонов по всем согласился со мной, только Васильева все же одно стихотворение отобрал. Через мой труп, сказала я. Мне непременно надо одно его напечатать. Почему? Он мой личный враг. Ох, опять благородство. Петровской. Одержим лингвистика шовинистическими идеями. Но дал хорошие стихи. Стихи поэта. Забыла записать. Недогонав уже неделю в психиатрической лечебнице, я рассказала Симонову. Он сначала вспылил, терпеть не могу пьяниц. Но все-таки написал в больницу письмо на депутатском бланке и прислал мне с музой Николаевной. Симонов, должна признаться, имеет способность выводить меня хотя бы ненадолго из мрака. Речь идет о стихах Сергея Васильева и Анатолия Сафронова. По распоряжению Симонова Сергей Васильев был напечатан. Стихи Сафронова в подборке лирика не появились. Федор Александрович Петровский. Филолог-античник и поэт-переводчик. В подборке опубликовано его стихотворение «Нет, правда, не та, что плетется во след». 25 февраля 47-го. С утра пошла в редакцию для двух неинтересных встреч с Виржейской, с Захарченко. Ивинская принесла дурные вести. Вчера Фадеев выступал с докладом на сессии в Институте мировой литературы и громил Пастернака. Очень как-то слово вырезано. Елена Чуковская. Школка немецкая переводит удачно только сумбур чувств, а не политическое и прочее. Не наш, пропащий. Придя домой со всем этим ссором в душе, я позвонил Борису Леонидовичу. Хотелось услышать его голос. Боже мой, теперь и переводить ему не дадут. Ведь это голод. Разговор был сначала незначительный, потом он сказал фразы, из которой я поняла, что он еще ничего не знает. Я звонил к одному из Александровских людей, Владыкину, спросил его, можно ли мне затеять щаги на томник и можно ли устроить открытый вечер. Мне показалось, он выслушал благожелательно. Интересно, как теперь поступит Симонов с Пастернаком. Упомянутый поэтесса-переводчица Наталья Вержейская и Василий Захарченко, поэт и журналист. Григорий Иванович Владыкин, директор Госвелетиздата. Петр Иван Чагин, издательский деятель. Издательства находились в ведении управления пропагандой и агитацией, которую возглавлял все годы Георгий Федорович Александров. 27 февраля 1947 года. День без конца. Люди без конца. Стихи без конца. Сутолока без конца. Прием у меня и у Константина Михайловича. Толпа поэтов проходной. Симонов на репетиции неизвестно когда будет. Уходят, ждут, приходят, звонят и, ожидая, читают стихи мне. Гранке начала подборки, шрифт, который расковыривает мне ранку в глазу. Наконец Симонов приехал, начал принимать. И сразу позвал меня. Я подумала, как Марша, к Тусю. И началось трудное чтение и обсуждение стихов с листа. Матусовский, Ушаков, Кирсанов, Наровчатов, Казин. Целый день в редакции Некрасу. Целый день ждет Симонова, чтобы выпросить денег и прочесть стихи. Я с утра приняла ее первую. Показала гранки. Выслушала десять стихотворений. Условилась, как, когда будем отбирать. Угостила завтраком. Но она не ушла, ждала. Она умна, талантлива, хитра и неприятна. В ее детской прямоте много хитрости и кокетства. Когда, наконец, ей удалось зайти к Симонову, она успела пожаловаться ему, первое, на то, что Кривицка не дает денег, второе, мне не нравится одна строфа. В политическом стихотворении Симонов обещал гарантийное письмо в Литфонд. Но не в этом дело. Произошло следующее. Некрасова сидела, ожидая где-то в кресле, как мне казалось, на другом конце комнаты. У моего стола сидела Алигер. Я показывала ей гранки стихов и протянула гранки мальчика Некрасовой. Так, друг. Это идиотки? Она вовсе не идиотка. Неправда, она идиотка. Я знаю наверняка. Терпеть не могу шизофренической поэзии. Если вы станете ее защищать, с вами поссорюсь. Прочтите. Она прочла мальчика и согласилась, что это очень хорошо. Вдруг подошла Некрасова. — Мне очень нравится ваш лексикон, товарищ Алигер, — сказала она. О, как это непереносимо! Эта же самая встреча с Ксенией Некрасовой в «Новом мире» описана в воспоминаниях Маргариты Алигер. Начинается воспоминание издалека, с того, что кто-то из знакомых Алигер называет Некрасову «юродивой». Потом рассказано, как они вместе ехали в загородной электричке. Далее мы читаем. Журнал «Новый мир», его тогда редактировал Константин Симонов, надумал открыть следующий, 47-й год, большой подборкой лирических стихов московских поэтов. Редакционное помещение представляло собой одну огромную комнату, где на разных столах обитали разные отделы журнала. Меня вызвали посмотреть верстку моих стихов, и я читала верстку, примастившись у края стола тогдашней заведующей отделом поэзии, еще не старой, но уже седой женщины, знающей и любящей свое дело его предмет — русскую поэзию. Может быть, и женщина это не забыла, то, о чем я хочу рассказать сейчас всем. Верстку я вычитала быстро, и мы с ней болтали о том о сём, о будущей подборке, о том, что в ней появится интересного. «Вот взгляните-ка это», — сказала моя собеседница, протягивая мне еще одну корректуру. И я прочитала набранные свежей краской стихотворения Ксении Некрасовой «Мальчик». «Чудесно!» — воскликнул я, дочитав. «Что за стихи, что за чудо стихи!» — громко и безоглядно радовалась я. «Даже непонятно, что это, откуда, чудо, да и только!» «Хотите сказать об этом автору?» — спросила довольная моя реакция заведующая отделом поэзии. «Ну, скажу непременно как-нибудь при случае», — почти отмахнулась я. «Но вообще-то ведь это совсем разные стихи и их автор. Я с ней общаться не умею, не получается как-то. Все-таки она, и не задумавшись, размаху, я произнесла то самое слово, которое в просторечии звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им в суе, и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно, и что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы. И тотчас же я словно всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, что-то непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и поняла, что все эти люди слышали ужасные слова, и что это уже не поправишь. И в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь раступившуюся толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас улыбнула с той самой большой, доброй улыбкой, которая всегда улыбалась у меня в подмосковной электричке. А сказать, что я растерялась, это значит ничего не сказать. Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и бледно. Я не помню в жизни свои какую-либо хоть отдаленно похожие минуты. У меня словно железом перехватило горло, и из глаз брызнули слезы, затуманившие весь окружающий мир. Я была в глубоком, неизмеримом горе, в истинном отчаянии. Если бы я упал на колени, может быть, мне бы стало чуточку легче, но это сразу не пришло в голову. — Ксения, 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 простите, простите меня! — лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от страдания. Мне казалось, что кругом настала тишина, может быть, это только мне так казалось, и что все взгляды устремлены на нас, может быть, и этого не было на самом деле, но не было меры моему мучению, и широко, ясно, открыто улыбалась Ксения. Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться, и вдруг сказала громко, просто и отчетливо. — Спасибо вам! Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах! И была в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которую я никогда с тех пор не могу ни забыть, ни утратить. Слава Богу, что мне довело с судьбе моей, пусть даже столь постыдной ценой, услышать звучание этих нескольких слов, соприкоснуться с их глубиной и светом. На этом уровне для меня на всю жизнь осталась Ксения Некрасова. Маргарита Алигер, «Жгучие воспоминания», «Ясная поляна», 1997, номер 1, страница 39-40. 29 февраля 1947 года А сегодня мерзко, все с начала до конца. Я как-то проспала и в то же время не выспалась. Встала с головной болью. Собиралась в редакции к двенадцати, но пришлось спешно бежать к одиннадцати, потому что у меня была книжка Сельвинского, которая понадобилась Симонову, пришедшему с позаранку. Я примчалась, однако он долго был занят бухгалтерскими делами. Пришел Ашанин, вызванный Кривицким, хотя ни я, ни Симонов его не звали. Стараясь быть, возможно, мягче, я объяснял ему, что он не лирик. Он старался быть весьма корректным, но все же успел мне сообщить, что мое мнение — вкусовщина, и что ему жаль, что Симонов из моих рук получил его стихи. Что я могла ответить на это? На первое ничего, на второе тоже, потому что не могла же я ему сказать, что Симонов говорит о нем бездарен, как стол. Тринадцать лет знаю и ни одной строки, и прочее. Он вышел и заговорил у окна с Ивинской. Ивинская сообщила, он говорил сквозь слезы. Когда вошли ко мне Симонов и Кривицкий, я сказала, что Кривицкий виноват, что незачем было звать Ашанина и мне сейчас совершенно бесплодно его огорчать. Кривицкий, как всегда, не понял слова «бесплодно» и стал объяснять, что нужно быть смелым и прямым. Смелым. Но в данном случае для чего? Разве человек, пишущий пятнадцать лет, поверит, что он не поэт? Симонов мягко, но твердо сказал Кривицкому, что приглашать поэтов без нас не следует. Кривицкий отравил бы меня, если б мог. И отравит когда-нибудь. Но Симонов недвусмысленно всячески поднимает меня. Потом Ольга Всеволодовна доложила, что приходил Кованев и сказал, что мы все интриганы, а Симонов обещал напечатать его поэму. Я спросила Константин Михайлович, правда ли это. Он вспылил, схватил перо и написал, ввиду того, что вы сказали, что я обещал напечатать вашу поэму, которую я не читал, я читать ее не буду. И дал записку Ольге Всеволодовне, не желая слушать никаких объяснений. А мне хотелось, чтобы он выслушал и чтобы прочел, но говорить толком как-то нельзя было. Все насквих, под звон телефонов. И хотя и благородно, но каждую минуту с оглядкой на Кривицкого. Саша, это я верно сделал? Потом показал мне свои последние стихи на день рождения. Со второй половины они совсем хорошие, с подспудной грустью, и потому мне легко было хвалить их. И легко было бронить первую страфу, очень плохую. Последние стихи на день рождения. Речь идет о стихотворении «День рождения», напечатанной с посвящением В.В., то есть Валентине Васильевне Серовой, в подборке лирика. Третье марта, сорок седьмого. С утра была в редакции. Работала с Урином, ойслендером. Потом Ивинская уговорила меня пойти на совещание молодых, послушать руководящие доклады. Я согласилась, желая сама, своими ушами послушать о Пастернаке. Кировский дом пионеров. Капуста с пылающими щеками. Мы втроем в билетаже опоздали. Фадеев уже говорит. За столом как-то кучей президиум. Михайлов, Маршак, Тихонов, Федин. Впервые я увидела Фадеева. Видела в Казани, спала рядом на стульях, но тогда не разглядела. По-моему, очень неприятное лицо. С хитрым и злым ртом и белыми глазами. Говорит с темпераментом, умело, но по существу плоско и неумно. А Пастернаке мягче, чем я думала. Говорят, ему сверху приказали слегка поприкрутиться. Не по первому разряду, а по второму. Но в достаточной степени гадостно. О немецкости нет, о чуждости тоже нет. Но индивидуализм, берксонианство, ничего, кроме 905-го и Шмидта, не внятится, не может ничего дать молодежи и прочие пошлости. Странно, я уже все просто забыла, и мне смерть как скучно вспоминать. В перерыве мы спустились вниз. В вестибюле Алигер, Тушнова, Недогонов, Наравчатов, множество всякого народа. Мы пересели во второй ряд. Доклад Перцова о поэзии. Нескладно, приблизительно, невнятно, бездарно. Тоже о пастернаке. Вот в 46-м году вышло избранное. Что же позволяет себе поэт печатать в этом избранном? Жду с замиранием сердца. Что же? Строфы, которые так трудны, что пробираться через них не окупающийся труд. И цитирует совершенно понятное легкое об Урале. Без родов вспомогательницы и прочее. Если бы я взялась за это нехорошее дело, я бы исполнила его лучше. Мало ли у пастернака действительной зауми. Затем доклад Симонова о драматургии. Он должен был докладывать о поэзии, но уклонился. Я должна признаться, что говорил он умно и элегантно и благородно, ни на кого не кидаясь. Николай Александрович Михайлов. Партийный государственный деятель. Член Оргбюро ЦК ВКПБ. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Бергсонианство. Ничего кроме 905-го и Шмидта. Доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей, организованном ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей, в отрывках и в пересказе опубликован тогда же в центральной прессе. «Лучшие произведения Бориса Пастернака, говорил докладчик, 905-й год и лейтенант Шмидт, в которых ему, как художнику, удалось выйти из личного мерка к общественной жизни. Но, к сожалению, Пастернак не пошел по этому пути. Он целиком и полностью остался в плену идей о политичности искусства, замкнулся в индивидуализме, в кругу формальных исканий». Литературная газета, 8 марта 1947 года. Бергсонианство, философское учение Анри Бергсона, французского философа и писателя, лауреата Нобелевской премии, 1927-й, слово «это» употребляло в советской критике только в осуждении, как бранный термин. Речь идет о стихотворении Пастернака «Урал впервые». 4 марта 1947 года. Встала сегодня в 9, и вот только сейчас, через 12 часов, смогла сесть за стол в библиотеке, писать, думать. Днем решила пойти в редакцию в надежде увидеть Симонова и показать ему окраину Симонина, которую я хотела бы дать в третьем номере. Дождалась его. Но он забежал на секунду и меня не принял. Между репетицией и поездом едет в Ленинград весь черный от устали. Окраина Симонина была напечатана в Новом мире, 1947-й, номер 3, страница 112. 6 марта 1947-го. Страшный поток людей и гранок, страшный, державший меня часов семь без еды, в грохоте дверей, в куреве, нет, не могу, в физическом и душевном ужасе. Ивинская приносит газету, где ругает Пастернака, и почему-то настойчиво требует, чтобы я зашла к музе Николаевне. Иду после всего. Муза Николаевна радушна, поит кофе, муж ее литератор, кажется, нуден. Затеей Ивинской пригласить Бориса Леонидовича читать к музе Николаевне. Я звоню ему, приглашаю. Чувствую во всем этом какую-то фальш и глупость. Сейчас пришла домой. Завтра Симонов, который, оказывается, улетает в Англию. Вот почему он такой вытаращенный. Без конца составляю список дел к нему. Хочу показать ему окраину Симонина, ему понравится, может быть. И тогда Кривицкая с его резолюцией вынужден будет пустить. Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака. По-видимому, имеется в виду доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей, напечатанных в отрывках сначала 4 марта в «Комсомольской правде», а затем 8 марта 1947 года в «Литературной газете». 7 марта 1947 года А я с утра в редакцию, там уже ждет Симонов, запершись с Кривицким. Меня принимают. По движениям, по лицу, по голосу Симонова вижу, что он не в духе, замучен, холоден, на какой-то другой, чужой волне. Говорит отрывисто, официально, передает мне стихи ленинградцев, рывками, и вдруг вскользь. — Знаете, Пастернака мы не будем печатать. — Так. — Только позвоните ему перед отъездом. — К.М., — говорю я. — Скажите сами. Он как-то неопределенно кивает. А Кривицкий взрывается. — Незачем тебе звонить. Я не ждал от него. Крупный поэт. Что он дал за стихи? Ни одного слова о войне, о народе. Это в его положении. — Мне жаль, — говорю я, — что мы просили у него стихов. — Нисколько не жаль. Просили. А печатать не будем. Нечего стоять перед ним на задних лапках. — Разве не просить у него стихов, значит, стоять на задних лапках? — Товарищ, товарищ, не надо. У нас еще много дела. Мойщица Симонов. — Я вставлю еще один роковой вопрос. А Бирман? Кривицкий добился, чтобы ее не печатали. И теперь не хочет даже, чтобы ей заплатили. Я говорю о неприличии. Симонов велит платить. Кривицкая возражает. Даю Симонина. И на минуту счастье. Симонов читает с увлечением, с радостью, очень артистически, смеется. И Кривицкой смеется. И я на эту минуту, на одну, люблю их обоих. Симонов произносит о Симонине на целую речь, о его нужде и таланте, забывая, что слышал он ее от меня же. Ну, это пусть. Аудиенция окончена. Я ухожу из кабинета в грязь и суету приемной, где мне нет где сидеть, где нет чернил и прочее. Поток людей сквозь поток гранок. Мне бы унести гранки в тишину, посидеть, подумать, но нельзя. Номер два идет спешно, а тут грохот, спешка. Услышав новость о Пастернаке, Ивинская начинает реветь и ревет весь день, бездельничая, отказывая всем, ничем не помогая мне. И я испытываю к ней отвращение. Скоро двенадцать. Написала письмо Симонову о Пастернаке. Надо успеть передать. Я ставлю еще один роковой вопрос о Бирман. Речь идет о воспоминаниях актрисы и педагога Серафима Германовны Бирман, которые Лидия Корневна редактировала для журнала, но редколлегия в лице Симонова и Кривицкого передумала их публиковать. Восьмое марта сорок седьмого. Была в редакции. Люди, гранки второго номера, верстки, первого номера. Ворщаговскому, который почему-то имеет право вмешиваться, не нравится Недогонов. Он, кажется, милый человек, но... Лидия Корневна, что значит тишиной оглушены? Почему перегоревший небосклон? Вот поди объясни ему. Один ответ. Понимаете, это стихи. Это стихи, а не газетная статья. Милая, но чем-то меня раздражающая, Спиндиарова. Муза взялась передать Симонову мое письмо. Думаю, на этот раз уж он рассердится. Вопросы Борщаговского относятся к строкам из поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом». Татьяна Александровна Спиндиарова, поэтесса и переводчица. Десятое марта сорок седьмого. Позвонит ли Симонов по Стернаку? В юго. Погода нелетная. Думаю, он сегодня не улетит. Утром работал над Герценом. Потом в редакцию. Добывать подпись Кривицкого для всяких стихов. Последних для подборки. В частности, для одного отрывка из поэмы Симонина, который он, наконец, надумал дать. Мне удалось под окраину уже добыть ему деньги. Но Кривицкого нет. Провожает Симонова. Ну, значит, Симонов не позвонит, Борис Леонидович. Держит его за горло, как бульдог. Двенадцатое марта сорок седьмого. Режим работы, режим сна. Ха-ха. Сегодня в три должна была прийти работать Эмма Григорьевна, но в два тридцать мне в редакцию из-за поляков. Прихожу. Меня Наталья Павловна, завпроизводством, оглушает новостью. Номер один сильно сокращен. Нет бумаги. Сняты болгары, латыши и Заболоцкой. С тех пор семь часов борьба с Кривицким из-за Заболоцкого. Он не против. Но за снятие Стонова ему влетит. За снятие критики и библиографии тоже. А за снятие Заболоцкого нет. И он снимает его. Хотя там всего четыре страницы. Уже истощив все доводы, я нахожу неожиданного союзника в Агапове, который горячо отстаивает эту поэму, как событие в литературе. Кривицкий уходит. Агапов обещает мне звонить ему вечером. Даже Дроздов обещает помочь. Вечером, не заходя домой, придумав новые доводы, иду к Кривицкому в Красную Звезду. Убеждаю, хитрю, молю. При мне звонят о том же Дроздов и Агапов. Кривицкий неколебим. Не мог щадить он нашей славы. И только обещает, если ему удастся выхлопотать, где-то еще два листа. Тогда напечатать его. А в втором номере нельзя. Там лирика занимает все место. Как я устала, устала. Постернак, Заболоцкой, по-живому. Мне еще предстоит звонить Борису Леонидовичу. Я бы хотела лучше пойти к нему, но нет возможности. Завтра прием. Послезавтра капуста и Кривицкой. Наталья Павловна, Бианки. Дмитрий Миронович Стонов, прозаик. Его повесть «Раннее утро» была опубликована в «Новом мире», 1947-й, номер один. Не мог щадить он нашей славы. Строка из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». 13 марта, 1947-го. Писать не могу. Встала в семь, проснулась в пять. С утра в редакции. Заболоцкой идет. Сегодня его уже печатают. Целый день сидела в редакции, правила, клеила гранки, подборки. Сдала. А в верстке ее начнут резать. Телефон не работает. Письмо Пастернаку. 16 марта, 1947-го. Вчера позвонил Пастернак. Благороднее нельзя было ответить на мое жалкое письмо. Он же еще меня и утешал. Все это пустяки. Важно то, что вы меня уважаете, и я никаким другим не буду. А я сейчас очень рад. Я узнал недавно, что издательство, какое-то английское название, выпускает переводы русских классиков, перечисляет. А из советских только два — «я» и «блок». Я эти переводы видел. И знаете, чему обрадовался? Я думал, что у меня многие стихи вокруг рифмы, а смысла не имеют никакого. Но оказалось, что в переводе без рифм, где один прозаический подстрочник, смысл все равно есть. 18 марта, 1947-го. Тяжело писать, а надо. Симонов когда-то, когда я еще только пришла в редакцию, отдавая мне переводы Мочаловой, исполненные по его заказу, сказал, а те, которые не подойдут, надо будет оплатить в 50-процентном размере. Она очень бедная женщина. Два ее перевода я забраковала, два вытянула. Когда она спросила меня о деньгах, я для подтверждения зашла к Кривицкому, рассказала ему о желании Симонова и спросила, когда ей можно обещать деньги. Когда будем платить по первому номеру? Я так и сказала ей, глухой, больной, голодный. Теперь идет разметка по первому номеру. Я звоню Кривицкому. Чудовищный разговор. Ничего не помнит. Ничего не было. Ничего не обещал. И не берите на себя, пожалуйста, инициативу в денежных делах. Это мне месть за Бирман, который он вынужден по моей инициативе платить. Лгун и интриган из породы Мешкевича. Длинный разговор с Раскиным, который тоже, по своей линии, возмущен Кривицким. Эта крыса всех сгрызет. Не стала бы я с ним вообще разговаривать, но подборка не миновать разговора. Я дам ему почувствовать обиду. 19 марта 47-го. Утром Семынин. Он теперь гораздо бережнее меня, расспрашивает о здоровье. Или мне кажется так? Чудные штуки, люди. Он пришел, сел и сказал буквально. Я решил печататься в новом мире в каждом номере. Господи, хоть бы в одном протащить. 20 марта 47-го. Вечером пришла Ольга Всеволодовна с целым ворохом сообщений о Кривицком. Позвонил Раскин. Ему сказала Наталья Павловна, что Кривицка решил сократить подборку на лист. Я решила предложить перенести ее в третий номер, чтобы дождаться Симонова. А второй номер сдать то, что у нас готово для третьего номера. Иначе никакой антологии не получится, никакой лучший отбор тоже, ни то, ни сё. Не желая говорить с Кривицким после его грубости, я попросила Ольгу Всеволодовну позвонить ему и спросить, когда будет обсуждение подборки. Он ответил ей грубо, одним словом, извещу. Так, а всё-таки Бирман уплачено. А всё-таки Заболоцкой идёт. А всё-таки Мочаловой и Лейтину тоже уплачено будет. А всё-таки я уже научилась добиваться своего. Говорили опять о предстоящем чтении Пастернака у Кузько. Хозяин глуп и плосок, общество неизвестно, положение перед новым миром щекотливое, ответственность перед Борисом Леонидовичем большая и ложится на меня в его глазах. Хотя я нисколько не была инициатором, а только согласилась принять участие. Не жду хорошего. Пётр Авдевич Кузько, литератор, муж Музы Николаевны Кузько, секретаря Симонова. 21 марта 47-го. Девять часов подряд вычитывал с Ольгой Всеволодовной корректуру подборки. Глаз болит. Много плохих стихов. Васильев, Рывина, Луконин. Интересно, что придумает Кривицкой? По сведениям моей тайной агентуры, он хочет не сокращать подборку, а пустить её подряд. Не с отдельной страницы каждого. Ну, это ещё не худшее. Только бы уцелелись и Мынин, Недогонов, Светлов, Тушнова, Наровчатов, Некрасова, Запковец. Что за пакость, Кирсанов? Много плохих стихов. Васильев, Рывина, Луконин. Перечисленный Сергей Александрович Васильев, поэтесса Елена Израильна Рывина, в годы войны входившая в группу писателей при политуправлении Балтфлота и поэт-фронтовик Михаил Кузьмич Луконин. Двадцать шестого марта сорок седьмого. Не знаю, как держусь на ногах. С утра в редакции, чтобы выяснить, нет ли ошибок в сданной мной вчера корректуре. В ответ грубый скандал, учинённый мне ни с того ни с сего Натальей Павловной и в её защиту Кривицким. Будет ли исправлена ошибка или назло не будет, так и не ясно. Двадцать седьмое марта сорок седьмого. Приёмный день в редакции. Ой, Слендер, Ховкин, Юрий Яковлев. И ещё, и ещё. С Натальей Павловной не разговариваю. Так и не знаю, исправит ли она грубейшую опечатку на рифме у Тихонова. Или же на слово оставит так. Во всяком случае, о её бюрократизме и грубости буду говорить с Симоновым. Вечером написала заявление Кривицкому насчёт несогласия моего с тем, что подборку дали с Пушняком в подвёрстку. Прочла заявление Симонину, который сейчас мой союзник, и собирается говорить с Симоновым о неспособности Кривицкого вести журнал. Я буду с Симоновым тоже о многом говорить, о грубости Кривицкого, о том, как он тиранит Ольгу Всеволодовну, о его защите наглого поступку со мной Натальи Павловны, о том, что он всех теснит, и все от него хотят подальше. Вчера мне жаловался на него Замошкин. Вообще в редакции его все дружно ненавидят. Николай Иванович Замошкин, критик, автор работ о Горьком Пришвине Алексея Толстом, в ту пору редактор отдела прозы Нового мира. 8 марта 47-го Кривицкая непременно будет сокращать подборку, непременно за счет лучшего, и сделает это самым неуважительным образом, без меня. Ну ладно, обо всем поговорим, настанет время. 1 апреля 47-го. Зашла на минуту в Новый мир, глянуть на сигнал первого номера и успокоить Ольгу Всеволодовну насчет намерений Кузько. В номере Недогонов, Заболоцкой, опечаток, кажется, нет, все пристойно. Ольга Всеволодовна сообщила мне со слов Заболоцкого, что ходят слухи, будто Новый мир закрывают. Оно бы и по заслугам. Номер один в апреле. И злой клоп Кривицкой, всех давящий своим преувеличенным чувством субординации, как будто субординацией держится такое живое страстное дело, как журнал. 4 апреля 47-го. Ну вот и развязка истории с подборкой. Боже, какой чудовищный по напряжению день. Капусто. Как всегда, утомительно и бесплодно. И бесконечно долго. Во время работы с ним мне позвонил Асеев. Очень мягко спросил. — Лидия Корневна, скажите, почему не идет моя горная идиллия? — Как не идет? Она подписана к печати. — А товарищ Кривицкой говорит, что она не идет. — Это значит, что он снял ее. — Звоню Кривицкому. — Ведь вы обещали мне, что сокращать подборку мы будем вместе. Я никогда вам этого не обещал. — Как я всегда удивляюсь лжи. — Уже до сорока лет дожила. И все на меня ошарашивает каждый раз. Он не обещал. Обещал и лично, и по телефону раза три. — Александр Юрьевич, в какое положение вы ставите меня перед авторами? Я только что сказала им, что стихи идут, а потом оказывается, что они не идут. — А вы никогда не должны говорить, что они идут. Над вами есть еще люди. Одним словом, в сотый раз, всяк сверчок, знай свой шесток. От Ивинской, на которую он накричал за ее вопрос, что осталось в подборке, я узнала, что снят Асеев, Антокольской, мой милый Забковец, мой Симынин, Облака, неприятный Луконин, Гитович, Ушаков. Забковцу я писала, что он идет. Антокольскому говорил всякие приятности Симонов. Насчет Гитовича он дал мне строжайшее распоряжение непременно печатать при Кривицком. У Луконина мы просили стихов. Он не считается не только со мной, но и с Симоновым. А я шутом Гороховым не буду ни у кого. Непременно буду говорить с Константином Михайловичем об этом способе работать, об этом понимании субординации. Сорок телефонных звонков. Пятое, шестое апреля сорок седьмого. Ну вот, опять ночь, опять после Пастернака. Теперь я уже не сомневаюсь, что мы вчера присутствовали при чтении «Войны и мира». Это война и мир нашего времени. На этом будут расти наши дети. Это великая книга великого народа. И задача теперь в том, чтобы он ее дописал, чтобы его не сломали раньше. Только это. Бог с ним, с печатанием. Явилась нарядная Ивинская, и я отправила ее с машиной за Борисом Леонидовичем. Потом за мной зашел приглашенный мной Симынин и потом Эмма Григорьевна. И мы отправились. Нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем шла на это дорогое свидание в чужом неизвестном обществе, о котором неизвестно, что Кузько глуп и пошел, муза нелитературна, а гости кто их разберет. Но волноваться было поздно. Мы столкнулись у лифта Борис Леонидович Сивинской и мы. Он в летнем очень некрасивом старом рыжем пальто и широкополой, не идущей ему шляпе. В его присутствии меня все режет. Плохие фотографии на стенах, японские трофеи Музы Николаевны, безвкусные тарелки, американский шарпотреб под Японию, который она ему, ему показывает. Новые, только что вышедшие книги, отточенные карандаши и квадратики бумаги, нарочито разложенные на общем столе в комнате Кузько. Тупое, неинтересное лицо его молодой сожительницы, бывшей воспитанницы Музы Николаевны. Мы довольно долго ждем опаздывающего Агапова, большинство мне незнакомо. Очень подозрителен по части глупости и пошлости человек, одетый под англичанина в каких-то полуспортивных брюках. Симынин забился в угол, у него измученное больное лицо. В последнюю минуту пришел хорошенький, неглупый, неуместный Зильберштейн. Тушновый нет. Эмма Григорьевна, у которой было все время очень чистое лицо, сидела возле меня. Борис Леонидович сидел за отдельным столиком под лампой. Он начал говорить об искусстве. Я многое записала стенографически. Главной мыслью была, что проза — наиболее совершенная форма словесного искусства. Это театр, но тут нужен не драматург, а прозаик. Потом он начал читать. Будто все окна открыли. Будто я вступила в какую-то новую, легкую и светлую жизнь. Я слушала вторично и еще отчетливее понимала величие. И стихи, стихи его героя. Те самые, которые могли бы сделать новый мир литературой. Март и бабье лето, и бессмертная звезда Вифлеема, рождественская звезда. И тут разразился один из гостей. Он сказал сразу то, что, как объяснял мне по телефону Борис Леонидович, его больше всего огорчает. Стихи лучше. Между тем они не лучше. Медный всадник не лучше войны и мира. А для восприятия легче, как более конденсированная форма искусства. Боже, что кричал сытым голосом Пашляк! Борис Леонидович мельком сказал что-то такое о Маяковском. Пашляк сказал, весь Маяковский не стоит одного этого стиха. Самодовольный голос. Во время чтения он иногда восклицал с места. Вот это великолепно! Я готова была его убить. Я старалась скорее увезти Бориса Леонидовича. Я сама многое бы сказала. Но тогда заговорили бы и идиоты, и мне хотелось только поскорее его увезти. Мы шли втроем по Тверской, по холоду, он под руку с Ивилской, и я на пристяжке. Он был прелестен и жалок. Он будто не знает, что гений, и хочет, чтобы это ему повторяли. Он выпитал что-то, что собирается мириться с Фадеевым, потому что сын сказал ему, что ему кто-то сказал, что если будет установлено, что он дурно влияет на молодежь, ему капут. А я думал о том, что после гениальной прозы можно уже не драться с Кривицким, а просто идти помимо него куда-то выше. Эмма Григорьевна Герштейн, литература ВЕД, исследовательница творчества Лермонтова. Илья Самолч-Дельберштейн, литература ВЕД, один из основателей литературного наследства, искусствовед, коллекционер. Кроме Кушнирева, по-видимому, это Арон Давидович Кушниров, еврейский поэт. В 1947 году в четвертом номере «Нового мира» опубликованы три его стихотворения в переводе «Морана». 6 апреля 1947. Утром звонил Симынин. Говорил очень умно и тонко о романе. Я его переадресовала к Борису Леонидовичу. 7 апреля 1947. Константин Михайлович приедет 10-го. Готовлюсь к разговору с ним, обстоятельному, полному обо всех делах журнала. 8 апреля 1947. Решила дать отдых глазу и целый день проволандалась. Днем ходила по второстепенным делам, вечером у меня без конца сидела Ивинская. В промежутке звонок от Кривицкого. Совершенно идиотской. Симынин в третий номер не идет. Его потеряла Наталья Павловна. Он не набран. Предлагаю немедленно прийти, принести экземпляр. Нет, поздно. В третьем номере будет один гидош. Симынин переходит в четвертый номер. 9 апреля 1947. С утра я потащил с «Новый мир» из-за пертурбации с третьим номером и четвертым. Поэма Симынина, которой должен был открываться третий номер, утерян Натальи Павловной. А теперь набирать заново поздно. Очень мило. Кривицкой как-то добрее со мной и с Ольгой Всеволодовной, однако на свой манер. Он вошел в комнату, где я была одна, и сказал, если хотите, я могу сейчас вам сказать, что изъято из подборки. Теперь поздно, сказала я. Теперь уже я могу из напечатанного узнать. Но он все же сообщил. Я спросила, как будет с авторами, когда он известит Антокольского и другие. На это он сообщил мне, что никого не извещает, так как еще до печати будет советоваться Симоновым. Это интересная новость. Однако успеет ли Симонов прилететь? Теперь говорят, 13-го. 10 апреля 1947. Зачем я разговариваю с Кривицким? Он как опытный провокатор, вечно вызывает меня на разговор, а потом хамит. Сегодня у меня приемный день. Кроме Кушнирева никого интересного. Снова разговор с Кривицким, вызванный им и очень знаменательный. Я проиграла свою пластинку насчет отсутствия в редакции коллективной работы, обсуждения рукописей и прочее. На это он ответил. Редакция — не дискуссионный клуб и не салон. А если вам хочется устроить салон, то муза Николаевна предоставляет для этого удобные помещения поблизости от нового мира. И еще. Как это вы говорите, что никогда не слыхали в редакции литературных разговоров? Симонов тратит на работу с вами пять-шесть часов в день, а иногда дни и ночи. Да какие гипербол доводит ревность! Все-таки этот умный человек очень глуп и плосок, кроме всего прочего. Пришла домой, на столе культура и жизнь, с подвалом хвалебным о Недогонове и шпильками по адресу редакции. Неряшливые фразы, слабые места и прочее. Что ж, пусть. За Недогонова я рада, только бы это не значило, что за Болотского будут ругать. 12 апреля 47-го. Симонов прилетел. Кривицкий торчит у него. Сведения от Музы Николаевны. Затребует ли он к себе подборку? Воображаю, как информирует его Кривицкой. Через четверть века после описываемых событий в 1980 году в журнале «Знамя» номер 5 опубликованы воспоминания Кривицкого, елков до взрослого. Они дают представление о том, как мог их автор информировать Симонова. Хотя в 80-е годы имя Лидии Чуковской было в России под запретом, Кривицкой обходит эту трудность и пишет о своих идейных разногласиях с заведующей отделом поэзии с холодными глазами. Война потребовала неслыханных жертв, а журналу предложены альбомные стихи. Далее автор вспоминает, как бесновалась Зинаида Гиппиус. Затем упомянуты внутренние эмигранты. Потом вновь повествование возвращается к Новому миру в 47-м году. Для меня Гиппиус была тогда призраком отшумевшего времени, и я, признаюсь, с огромным удивлением услышал лаконичный, но красноречивый отголосок ее вопли над духом. Все это обвинения, хоть и несколько расплывчатые, но по тем временам серьезные. 13 апреля 47-го Звонила Константину Михайловичу тщетно. От Музы Николановны знаю, что он готовит доклад, смотрит «Русский вопрос», устраивает банкет актерам. Когда еще до меня дойдет очередь? А у меня полные руки стихов, вопросов, жалоб. Речь идет о пьесе Симонова «Русский вопрос», опубликованной в 12-м номере «Звезды» за 46-й год. После этого пьеса была по распоряжению Сталина быстро поставлена в пяти московских театрах и в трех ленинградских. 14 апреля 47-го С утра в Новый мир Шевелева, Ойслендер, Кронгаус, Капусто, Ольга Всеволодовна с новой сплетней Ченуша Дроздов сказал ей, «Ну что, уже наябедничали хозяину? Нет? А мы уже сообщили ему все, и ваша карта бита». Так лакеи и горничные говорят в передней у большого барина, а непорядочные люди. С барином же я беседовала секунду по телефону, и он мне назвал час завтра, когда я могу ему позвонить, чтобы условиться, когда мы увидимся, предакционным делам. О других же делах я с ним не говорила, так как это было из редакции, у всех на слуху. Но ему дозвонился Раскин и сказал, что нам троим нужен сепаратный разговор. Он обещал. Пятнадцатая апреля, сорок седьмого. День содержательный и даже какой-то весенний, и по-весеннему теснит где-то возле сердца, и не понять, хорошо или плохо, или только тяжко. С семи начала звонить Константину Михайловичу в новый мир по условию. Он вдруг сказал, что с текущими делами я могу прийти сейчас. Я схватила заветную папку с подготовленными цитатами и помчалась. Очень весенняя улица. Холодно, сухо, зеленоватое небо, огни при свете. Что-то не ленинградское, нет, но как отзвук забытого гимна. Константин Михайлович вышел мне на встречу из кабинета, располневший, приветливый, любезный, неторопливый. В кабинете был, конечно, Кривицкой. — Что вы так располнели? — спросила я. — Пита много было, — сказал Константин Михайлович. — И скучно очень. Кривицкой сказал, что удаляется на пятнадцать минут. — Чтобы утешить вас с нашими отношениями с Пастернаком, — сказал сразу Константин Михайлович, — я хотел вам сказать, что я звонил ему и на днях встречусь, и подробно буду с ним говорить. Я привез ему привет от его сестры и посылку из Англии. Боя, что Кривицкой вернется с минуты на минуту, я поспешила просить Константина Михайловича назначить мне свидание у него дома, мне и Раскину, и Сашину. Он назначил в семь часов пятницу. Очевидно, он подборку изуродованную видел и благословил. Он мне сказал только, — Запковца, Лидия Корневна, мы напечатаем в новых голосах. Очевидно, это мне утешение. Вернулся к Кривицкой и объявил, что нужно немедленно сдавать материал в четвертый номер, потому что стихи, перемещенные из-за него в номер четвертый, возвращаются в третий, и Семынин в том числе. Понимаешь, Константин, нельзя же, чтобы в третьем номере отдел был представлен одним гидышем. Затем я передала Константину Михайловичу заветную папку и ушла. Я торопилась в этот вечер на другое свидание с Пастернаком. Легкий, веселый, весенний, какой-то возбуждающий вечер. Но чуть я уселась напротив Бориса Леонидовича за круглым, накрытым белой скатертью столом, в тишине пустой квартиры, в мутном блике картин, меня сразу охватило чувство усталости и, главное, ненужности моего прихода. Борис Леонидович надел очки, взял карандаш и бумагу. Я читала какие-то десять стихотворений, потом поэму. Прежде чем начать, я просила, чтобы он не был снисходительным, как бывало ко мне и другим, например, Анна Андреевна. С ее высоты все хорошо. Заговорили о ней, и в сторону он сказал. Стихи ведь непонятно, чем измеряются. Ахматова, как и Мандельштам, и Гумилев, думают, что есть ремесло, уменье. А я думаю, что... Он заговорил о глубине и о раскрытии человека, о личности. Я читала. Он помечал что-то на листках. Я совсем не волновалась. Только мне казалось все ненужным, скучным, и почему-то было все равно, что он скажет. Он сказал. Вот они, правы, мы оказались в начале разговора. Те ваши стихи хороши, где не только глубина, а есть и форма, и двуплощенность, и красота. Такими он назвал вишни, но пока я туда не войду, и все-таки я счастлива, в трамвае, свернула в боковую тьму, и поэму, а в других отмечал отдельные удачи, мертвая, равная, и зорча мы видим глазами. Обо всем он говорил доброжелательно и, вероятно, искренне, но во мне совсем не было радости. Я все время думала, надо, надо бросить стихи, как он сам у Скрябина о музыке. Потом сидели, ели невкусный торт, разговаривали. Мне он казался очень усталым, очень обиженным, замученным. Рассказал о крученыхе, который пришел его уговаривать написать какое-то заявление, о Зинаиде Николаевне, которая выступает в обычной презренной бабской роли, тугубишленечку и прочее. Потом говорили о Риме, о христианстве, и меня поразило сходство с Герценом, и жаль стало, что он его не знает. Такое родство, как у всего великого. Потом о народе, о неверности этой мерки народ понимает, народ не понимает. Я сказала, лучше бы мериться на Чехова, например, понял бы Чехов или нет, потому что Чехов есть орган понимания русского народа. Он, а вовсе не пассажир метро. Он чудно сказал, конечно, все для народа, и через него, и от него, но вы правы. А я, когда чувствую себя признанным, когда слышу отклик, вот тогда я чувствую себя в долгу и хочу уметь в остаток жизни заслужить это незаслуженное мной признание. Говорил еще о всяких своих намерениях, которые иначе не назовешь, как бредовыми, пойти к Фадееву, прочесть ему кусок из романа. Он верит, что кто-то его будет беречь. Он повторил несколько раз, и Винская сказала, что Замошкин сказал, что печатать можно, как вы думаете? Бедняга! Стоит мне на минуту подумать о Кривицком или Ермилове. Перечисленные стихи Лидии Чуковской Вишни, но пока я туда не войду, и все-таки я счастливо бываю, в трамвае поэма, окончательное название отрывки из поэмы, свернула в боковую тьму, стихотворение входило в сборники Лидии Чуковской, автограф сохранился в архиве Пастернака и любезно предоставлен Пастернаками. Вот эти стихи. Свернула в боковую тьму, усугубленную ветвями, прильнула к дому своему, щекой и грудью, и руками. Устала? Плачешь? Стонешь? Нет? Ребенок спит. Ты слышишь? Слышу. Зачем не сжигаешь свет? Боюсь, что свет разбудит душу. 1943. Мертвая, равная, слова и стихотворение никогда не вернусь домой, и зорче мы видим глазами, и стихотворение ответ. Как он сам у Скрябина о музыке. Борис Пастернак рассказывает в охранной грамоте, как в юности он готовился стать музыкантом, как он благоговел перед своим учителем Скрябином, и как решил бросить занятия музыкой после того, как сыграл ему свои произведения, и Скрябин его очень похвалил. Борис Пастернак, сочинение в пяти томах, том 4-й, Москва, 91-й год, страница 154-156. 16 апреля, 47-го. Нудные мысли о предстоящем разговоре с Симоновым. Тяжелым. На меня будет очень влиять обстановка, телефоны, но я выучу все наизусть, чтобы не сбиваться. Да, вчера Борис Леонидович сказал, мне необходимы такие чтения, как было. Для меня это наслаждение. Почти физическое, чувственное, от лиц, от лампы и стола в комнате, от улицы, по которой мы шли. 17 апреля, 47-го. Нет, кажется, я не в силах продолжать. Мне недостаточно того сознания, что, не будь меня, не было бы в первом номере Заболоцкого, в номере третьем Семынина, во втором Некрасовой, Фоломина, тех островков поэзии среди моря, риторики, фальши, мертвичины, которые мне удалось оборонить, возвести. Я, кажется, не согласна платить за них такой дорогой ценой, как платила сегодня. А на что же я рассчитывала, смело рассчитывать, на какой рай? Сегодня день редакционный, приемный, собирался быть очень спокойным. Я пришла, сидел один ойслендер, потом я взяла с кое-что читать. Появился Симонов. Он сразу осчислил меня двумя сообщениями, что идёт в Ленинград, и поэтому наше свидание отменяется, что стихов данных ему не прочел, а будем сейчас срочно читать вместе, так как надо сдавать срочно четвертый и пятый номера. Я вошла к нему. Началась скороговорка. Читал он как-то недоброжелательно, и даже один раз сказал колкость. Забраковал несколько стихотворений, не чудесных, но вполне достойных печатаний. Упорно вчитывался в Гудзенко, когда мне хотелось, чтобы он прочёл Симынина, не Красова. Кривицкая входила, выходила. Вдруг Константин Михайлович объявил перерыв на сорок минут. Я не удивилась, думала, срочные дела, и ушла. Но через час он позвал меня и сказал, мы решили в пятый номер стихов не давать вовсе, потому что ничего особенно хорошего я не вижу тут. В четвёртый номер дадим Карпенко, он хотя бы свежий. Во-первых, каков поворот решать, когда я сижу в редакции, но без меня это новость. До сих пор он очень демонстративно всегда звал меня, когда речь шла о каких-нибудь стихах. Во-вторых, зачем говорить, да ещё при Кривицком, что стихи плохи, раз он не прочёл лучшего, что я ему дала. Одним словом, тот, по-видимому, накачал его здорово, налгал обо мне с три короба и решило меня подсократить и поставить на место. Уходя из редакции, Симонов подошёл ко мне проститься и сказал, «Чуть я приеду, мы поговорим. Но я уже не знаю, желать этого свидания или нет. Очевидно, тот нашёл, что ему сказать про меня. Нет, всё-таки я своё скажу, а там как хочет. Шутом не буду и у царя небесного, не только у Симонова». Неприятности следовали дальше. Только что Симонов удалился. Ко мне подошёл Кривицка и спросил, «Как зовут Львова?» «Николай», бодро ответила я. «Оказывается, Михаил». И опечатка, глупейшая, по моей вине, опечатков, подборки. Кривицкой был довольно милостив. На моей ломентации великодушно отозвался, «Ну что ж, со всяким бывает», очевидно, решив, что с меня на сегодня довольна. В четвёртый номер дадим Карпенко. В четвёртом номере «Нового мира» были опубликованы пять стихотворений Бориса Карпенко. Оказывается, Михаил. Речь идёт о Михаиле Львове. Его стихотворение «Как будто я за веком» было опубликовано под ошибочным именем. Двадцать второй апреля сорок седьмого. Что за отвратительные, тупые, бездельные, нуднейшие дни. Симонов изволил прибыть, но не изволил пригласить. А я, признаться, целый день ждала звонка от него. Двадцать шестой апреля сорок седьмого. Ну вот, основной нарыв кажется вскрыт, или, по крайней мере, находится в периоде вскрытия. Всё было так, как я ждала. То есть, почти до точки. В ночь, предшествующий разговору с Симоновым, я не спала совсем, не было часа. Не спала не только от волнения, а потому, что за день до этого была у Туси, поздно легла и выбилась из сна. Поняв, что не засну, я стала пробовать репетировать свою речь. Она изводила меня своей длиной, кляузностью, билетаристичностью. Побившись, я бросила. Было утро. Папа дал мне книжку вызвать машину. Я заехала за Яном, а потом за Раскиным. Ян был бледен, томен, он поздно ложится, но, как всегда, как-то не по возрасту величав. Раскин живее. Мы приехали в пустой союз. Константин Михайлович недолго заставил себя ждать. Мы вошли в огромный кабинет с печкой в возрастах и с бронзовым медведем на столе. Я все пыталась понять, на чьем столе был точно такой же. В ту минуту, как Константин Михайлович предложил мне начать, позвонил Кривицкой. Я начала говорить. Я не понимала, как он слушает, и у меня несколько раз срывался голос. Я говорила, перескакивая и чувствую, что говорю слишком долго, что Раскин и Ян ждут, когда я кончу, и наступит их очередь. Когда я уже кончала, снова позвонил Кривицкой, главный герой моего повествования. Потом секретарша доложила, что академик Шишмарев, которым назначен в одиннадцать, уже ждет. Значит, я одна говорила час. Симонов заторопился. А я рассказала почти все о нравах Кривицкого и редакции, но до критики журнала не дошла. Симонов стал настаивать, что надо перенести разговор. Мы просили сегодня же. Мне было ужасно неловко перед Яном и Раскиным. Симонов сказал, «В воскресенье я могу заехать к Лидии Корневне, когда буду проезжать с дачи в центр. У меня будет час времени. Я в смятении согласилась. Отпуская нас, Константин Михайлович сказал, «Я буду отвечать подробно и обо всем подумаю». «То есть поговорю с Кривицким?» — пронеслось у меня в голове. «Пока скажу только вот что. Вы, Лидия Корневна, говорите о коллективе, но вы единственный человек в редакции, который высказывает мне свое мнение. Дроздов и Замошкин заглядывают мне в глаза, желая угадать, что думаю я, поэтому их мнение мне неинтересно». Раскин усадил меня в трамвай, и я поехала в редакцию. Симонов поручил мне поговорить с неким Кастерином. Ко мне кинулся Винская, потом Муза Николаевна, которая со мной чрезвычайно дружит и сообщает мне последние сведения о разговорах Симонову с Пастернаком или Кривицким. Я пришла домой, повеселев, как бы не решился вопрос о моей работе в новом мире, он решится, и со смутным сознанием, что мне придется встретиться с Кривицким, и это окажется не очень приятно. Сегодня с утра я была в редакции из-за одного проезжего автора. Сегодня у Симонову в редакции был прием. Раньше, слушая стихи, он всегда звал меня. Сегодня нет. Правда, меня в редакции не было, но мог бы позвать. Вечером мне звонил Крангаус и сообщил мне любопытные черточки. Во-первых, когда он, Крангаус, обратился с каким-то вопросом к Кривицкому, тот ответил, «Я стихами не занимаюсь, обратитесь к Симонову». Демонстрация это? Результат разговора с Симоновым или просто так? Во-вторых, Константин Михайлович сегодня вместо того, чтобы принимать за закрытой дверью, как министр, уселся в большой комнате за круглый стол и беседовал со всеми вместе. Совсем как в том дискуссионном клубе, о котором я ему вчера внушала. Ох, внушаемый он человек! Это вовсе нехорошо. Принимая во внимание окружение. Ну что ж, еще стоящее. На днях был у меня Николай Алексеевич Заболоцкий. Читал свое орган и переводы из грузин, арбеляни, чаковани. Мы вдруг с ним разговорили, вспомнили нашу молодость, стихи, эпиграммы, тех, кого уже нет, кто с таким шумом и блеском входил когда-то в нашу редакцию, с таким артистизмом, и мы бросали работу, валясь от смеха. Но приятнее всего мне было то, что, когда я спросил его, читал ли он рождественскую звезду, он ответил, я был ошеломлен ею. Это стихотворение каких немного в русской литературе. Его надо повесить в рамку и каждое утро снимать перед ним шляпу. Главный поганый разговор все-таки уже позади. Владимир Федор Шашмарев, академик, филолог, специалист по истории французской поэтики, с неким Кастериным, речь идет о писателе Алексея Евграфовича Кастерине, который, так же, как и Заболоцкий, провел несколько лет в заключении. Орган вероятно имеется в виду стихотворение Заболоцкого Бетховен 1946, где есть такая строка «Свой львиный рык просунув сквозь орган». 27 апреля 47-го Ну вот и финито. Снова захлопнулось окно, которое чуть-чуть было приоткрылось в жизни. Прощайте, Константин Михайлович. Пришел Ян и убежал к воротам ждать Раскина и Константин Михайлович. Скоро вернулся с Раскиным, но без Константина Михайловича. Мы ждали, сердясь за барское опоздание. И вот, наконец, лифт и стук. Он вошел в диковинной куртке, запыхавшейся, стирающий пот. Он перепутал номер корпуса и квартиры долго искал во дворе. Он сел за мой стол, внимательный, добрый, простой, будто совсем никуда не торопится, будто нет ни Кривицкого, ни Валентина Серовой, будто здесь он привычный и милый гость. Заговорил Раскин. Он говорил о Кривицком очень резко и прямо, ничего не смягчая. Ян молчал. Потом я сказал несколько слов о неинтересности прозы в журнале. Потом взял слово Симонов. Он очень подробно и дружески рассказал нам о том, какие романы закуплены им для журнала. Не бог весть какие. Потом сообщил, что в журнале каждые две недели будут проводиться собеседования и о планах и текущих делах. Потом погоревал, что вредколлегии нет единства и находятся такие члены, которые уверяют, будто прав не он, а Ермилов. Моя статья может быть и плохая, но разве не ясно, что ею я веду борьбу за человеческое отношение к литературе против Хамского? Потом он стал отвечать на наши претензии, сказал, что Кривицкий был в очень тягостном положении из-за того, что у журнала вдруг отняли бумагу, будто мы так глупы, что этого не понимаем. Никак не оценил его поведение, никак не осудил его. Сказал Раскину и Сашину, что теперь будет заниматься их отделом сам, и им не придется иметь дело с Кривицким. Они просияли. Теперь я хочу сказать вам, Лидия Корневна, сказал он. Мне, признаться, было очень горько слушать вас. Пригласил вас в журнал я, и отвечаю я, а в вашем рассказе я услышал, что много тяжелого вам приходится переживать. Мне это больно. Я думаю, мы с вами сделали ошибку. Надо было вам работать на прежних основаниях. Я возьму у вас отдел, а вы будете работать при мне в качестве моего личного консультанта, читая стихи и прозу, работая по моей просьбе с авторами и прочее. Я не сказала ничего, но я уже знала, что откажусь. Сразу же знала, в первую секунду. А ему горько, ему больно, что меня унижал и портил мою работу Кривицкой. Ну, тогда я по рукам Кривицкому. Зачем же ты увольняешь меня? А ты борешься до застоинства литературы против хамства? Почему ж ты не гонишь Кривицкого, а гонишь меня? А ты, оказывается, лицемер и ханжа? Ну, хорошо. Он поднялся. Поднялись и Раскин и Сашин. Веселые пошли провожать его. Он нежно и почтительно поцеловал мне руку и ушел со свитой. А я кинулся к столу писать письмо. Но в эту минуту пришел дорогой Алексей Иванович, принесший мне свои воспоминания о горьком для нового мира. Мы посетовались с ним, он ушел поздно, а я села писать письмо и написала «Скорее бы, только скорее, завтра он на несколько дней уезжает на дачу, поспеть бы». Вот он, Лелин, друг, защитник благородства и чести, бесстрашный и мужественный. Алексей Иванович Пантелеев Его воспоминания о горьком не были напечатаны в новом мире. 28 апреля заснула в три, встала в шесть, переписала письмо, кончила праве Дильберштейна, который обещал сегодня приехать за рук, все из узкого и не приехал, «К счастью, о, к счастью, я без ног, без глаз, без сил». Созвонила с музой Николаевной, она обещала в четыре быть у себя дома, а в шесть отвести письмо Симонову. Позвонила Раскину и прочла ему письмо. Он не ждал ничего подобного, он думал, что все в порядке, был удивлен, а письмо хвалил, особенно указание на то, что спор с Кривицким — это тот же спор с Ермиловым. Вызвал Тамару Габе, чтобы посоветоваться, и она одобрила разрыв и хорошо проредактировала письмо. В самом деле, не только с точки зрения чести, но и практически уходить необходимо. Ведь Кривицкий все равно не оставит меня в покое, и если сейчас он не располагает никаким оружием против меня, кроме отсутствия субординации, то в дальнейшем он схватится за другое, и мы, ученые, знаем, за какое оружие хватается Мишкевич. Ну вот. Жаль мне людей, для которых мое присутствие в новом мире было светом, надеждой Семынина, Заболоцкого, Уэйслендера, Кронгауза, Забковца, Мочалова, Левика. Жаль мне бедные росточки поэзии, которые я холила. И все-таки все так. Еще звонят по телефону люди о стихах, и я лгу им, не говорю о своем уходе. Но это недолго, недолго. А муза меня подвела. Я пришла еле волоча ноги к четырем к ней, сидела битый час с Кузько, а она не явилась. Вечером позвонила мне, что ее задержал Константин Михайлович, что он уже уехал без моего письма, и что она отвезет его ему на дачу послезавтра. Вечером опять позвонил Раскин просто так, то есть выразить сочувствие. Чуковская Симонову 28 апреля 47-го К сожалению, я вынуждена отказаться от нового вашего предложения. Разумеется, мне совершенно все равно, в каком именно звании читать стихи и прозу для нового мира. Вам я всегда рада помогать, потому что направленность вашей деятельности представляется мне благородной, но то, что вы отстраняете меня от заведования отделом именно сейчас, означает в данной ситуации, что вы, возвратившись в журнал, санкционировали линию товарища Кривицкого относительно меня и моей работы. Я же с такой оценкой всего происшедшего согласиться никак не могу. Разумеется, рассказывая вам обо всей, с моей точки зрения, неправильной и ложной системе поведения я ни на минуту не рассчитывала, что в результате моего рассказа вы отстраните его от работы в журнале. Прочность ваших дружеских и рабочих с ним связей известна достаточно хорошо, но я, признаться, надеялась, что эта прочность не помешает вам быть справедливым, и вы найдете ясное и громкое слово, которое даст всему свое название, все поставит на место и все разрешит. Оказалось, не так, что ж поделаешь, верно вам иначе нельзя, а жаль, в моих спорах с товарищем Кривицким я и по-человечески принципиально права, не менее права, чем вы в вашем споре с Ермиловым, и, в сущности говоря, это тот же самый спор о чести и достоинстве литературы и литераторов. Всего хорошего, Константин Михайлович, желаю вам счастливого труда и благодарю за доброе расположение ко мне, которого я не могу не ценить. Письмо печатается по черновику, сохранившемуся в архиве Чуковской. Для удобства читателя оно помещено нами в текст дневника. 29 апреля 47-го звонил Пастернак. На что я буду жить? На что? Жаль, что Константин Михайлович получит мое письмо только завтра. 30 апреля 47-го утром звонок от Музы Николаевны. Приходите немедленно, письмо ваше не передано, и я сомневаюсь, нужно ли его передавать. Почему? Быть может, это значит ломиться в открытую дверь или бежать с тонущего корабля? Константин Михайлович не на даче, он здесь, его экстренно вызвали. Я к ней. Резкое, солнечное, холодное утро. Чего только я не передумала по дороге. Подборка за Болотской из-за стихов, на которых я настаивала, закрывают журнал? Или все это не через меня, но закрывают журнал? Муза сообщила, что прямо от Константина Михайловича она ничего не знает, но по репликам его и Кривицкого, который при нем неотступно, уловила, что Константин Михайлович очень расстроен, что его вызвали для каких-то объяснений по новому миру, что кто-то недоволен, не то Жданов, не то А, что Кривицкий произнес, ну что ж, будем вместе работать в другом месте. Ах, как я огорчилась, что письмо мое опоздало. Теперь надо пережидать, а кто его знает, когда оно выяснится, все, а я хочу скорее, скорее на волю, раз уж так. Муза Николаевна сегодня рассказывала, что Кривицкой спаивает Симонова, таскает его по кабакам, ссорит с хорошими людьми. А. Александров Третье мая сорок седьмого года Теперь уже пора, ничего не ожидая, передать Симонову мое письмо. Я позвонила музе Николаевне, она обещала мне сделать это. Несколько раз звонил Леля. Он очень обеспокоен всем происшедшим и, вероятно, недоволен мной. Четвертое мая сорок седьмого. Константин Михайлович весь день был в редакции. Ему нужны кое-какие стихи, которые до сих пор у меня. Я уже дней пять рвусь все отдать Ивинской, а она не берет. Что вы, Лидия Корневна, Константин Михайлович непременно уговорит вас остаться. Как бы не так. Сейчас он просил их завтра добыть у меня. Вот и ответ на письмо. Вечером я пошла к музе Николаевне со всякими пакетами. Там была Ивинская. Мы пили чай, болтали. Муза Николаевна огорченная бедняга. Константин Михайлович холдинг к ней. Держит только на телефоне. Она видит тут происки Кривицкого, что весьма возможно. Кривицкому, конечно, у Симонова нужен другой человек. Свой человек. Говорят, Константин Михайлович двадцать девятого был с Фадеевым у Сталина. Да, к вечеру, когда я вернулся из библиотеки, состоялась крупная неприятность. Явился Симынин с новостями. Фадееву не понравилась окраина. И он предупредил, что ее, наверное, будут сильно бить. Симынин от меня позвонил Константину Михайловичу. Тот величаво сказал, что вещь ему нравится, и Фадеев не прав. Молодец. Но Симынину от этого не легче. Но эта вещь даже Кривицкому нравилась. Вот и разберись в этом Талмуде. Каменщиком быть, маляром, господи. Говорят, Константин Михайлович 29-го был с Фадеевым у Сталина. На самом деле Фадеев, Горбатов и Симонов были у Сталина 13 мая 47-го года. Встреча подробно описана у Симонова. По его воспоминаниям, за некоторое время до этой встречи Фадеев подготовил вместе с другими секретарями союза соответствующий материал и послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей союза писателей. Очевидно, слухи об этой подготовке к встрече и дошли до Лидии Корневны. 7 мая 47-го утром звонил Лёля и сообщил о разговоре, который был у него вчера с Константином Михайловичем. Лёлька выражал своё сожаление по поводу инцидента со мной. Константин Михайлович говорил, что я кристально чиста, правдива и прочее, что он получил от меня письмо, в котором я совершенно права, и что он пишет мне в ответ очень большое письмо. Но он, мол, ничего не мог поделать, не мог поступить иначе. Лёля сказал ему, что мне не надо было, очевидно, с самого начала поручать организационных дел. Тут он не прав, так как без этого при постоянном отсутствии Симонова в редакции было не обойтись, на что Симонов ответил, что даже Кривицкой признаёт, что у меня блестящая организационная способность. Странное впечатление произвёл на меня этот разговор. Мне кажется, было бы легче, если бы Симонов порочил меня. «А то я чиста и благородна, и всё же меня выгоняют, как пешку. Что же ты сам за ничтожество? Ведь политических обвинений Кривицкой ещё против меня не выставил. Значит, если бы Симонов действительно хотел меня оставить, он нашёл бы способ. Интересно, получу ли я действительно письмо от него? 16 мая 47-го. Утром письмо от Симонова. В одном конверте два письма. Одно ответ на моё первое, второе на записку Капусто. Ответ учтив, даже ласков и совершенно легковесен. Симонов Чуковской. Дорогая Лидия Корневна, я прошу у вас прощения, что так долго не отвечал на ваше письмо. Причина тому несознательная невежливость моя, а какое-то внутреннее желание оттянуть с этим делом, поискать выхода, каким всё-таки всё могло бы образоваться. Я несколько раз передумал ваше письмо и пришёл к выводу, что, серьёзно говоря, вы, конечно, правы. И то, что я предлагал вам, это полумеры, которые, в конце концов, ни к чему хорошему и не привели бы. Мне остаётся от души поблагодарить вас за всё, что вы сделали, за вашу большую и дружескую помощь мне. Прошу вас так же искренне принять эти слова, как искренне я их говорю. Глубоко уважающий вас ваш Константин Симонов. 16 мая 1947 года. Письмо печатается по оригиналу, сохранившемуся в архиве Чуковской. Для удобства читателя оно также помещено нами в текст дневника. Борис Пастернак Первая встреча Запись сделана в 1962 году по памяти. 1939 лета. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес городок писателей, дача Чуковского. Сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево. В городке такси свернул не туда, запутался. Приметы не совпадали. Не предуказанное поле и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором, коричневый, голый, до пояса, весь обожженный солнцем. Он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя объяснил, потом бурно, вы, наверное, Лидия Корнявна? Да, сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать, и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась, это был пастернак, явление природы, первобытность. Митя, Матвей Петрович Бранштейн, 1906-1938, физик-теоретик, доктор наук, сотрудник Ленинградского физико-технического института, муж Чуковской. В 1990-м в издательстве «Наука» вышла книга Горелика и Френкеля «Матвей Петрович Бранштейн». По свидетельству академика Сахарова «Смотрите, знамя, 1990-й, номер 11, страница 147, основные работы Бранштейна сохранили свое значение вплоть до нашего времени». 6 февраля 1947-го Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака у Марии Вениаминной Юдиной. В 6 позвонил Борис Леонидович, чтобы я спускалась. Голос отчаянный. Я спустилась. В машине Алпатова и Ольга Всеволодовна. Едем минут 20. Огни и московская бессмысленная дорога, которая даже снег не красит. Борис Леонидович в машине говорит неустанно, но нет, сейчас я уже не пробую вспомнить. Когда мы подъехали к какому-то стандартному безобразию, выяснилось, что никто толком не знает адреса, хотя Пастернак и Алпатова тут бывали. Борис Леонидович все говорит о бензоколонке, от которой будет пятый дом. Выходит, суетится, торопится. Он очень сегодня нервен. Наконец, Алпатова все разузнал, и мы подъехали к дому, а потом прошли по тропе, сбиваясь в глубокий снег. Комната. В тесноте сидят люди, которых я не вижу. Возглас, Лида. Это Николай Павлович Анциферов. Остальных не вижу. Анциферов всегда звал меня по имени, он был моим учителем в Тенешевском училище. Страшная духота от неумеренного центрального отопления. Форточка не помогает. Тошнота от духоты, теснота. Сижу на скамеечке, затекают ноги. Больному глазу больно от лампы, стоящей возле Бориса Леонидовича. Пахнет керосином. Это вчера травили клопов, но не дотравили. Они явно ползают по стенам. Борис Леонидович говорит много лишнего, страшно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться. Он стирает солба пот. Наконец, начал. Нет, еще слова и слова о романе. Точно могу записать немногое. Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передавел ему свои мысли. Читает. Все, что изнутри, чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне. И хотя и хорошо, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто жизнь висит на волоске, но из последних сил. Неточная строка из стихотворения Ахматовой, Муза. Не понимаю, какие люди кругом, мучаясь духа той, кровь стучит в больной глаз, и глаз наливается болью. Передо мной все время это горячее лицо и какой-то, может, кажущийся, но вполне ощутимый его поворот ко мне. Он как-то читает не только всем вместе, но и мне. Хозяйка топчас и, задевая спиной, плечами и ногами окружающих, самоотверженно и приветливо разносит бутерброды и, к счастью, вино. Никто не говорит ничего интересного, а я просто молчу. Борис Леонид ждет слов, торопится домой и хочет, напротив, не уезжать, а оставаться пить. Хочет говорить и хочет, чтобы говорили другие. То, что говорит он, так же гениально, как стихи и как лучшие страницы романа. Но я все роняю, все теряю, всего слишком много для моего страха забыть. Глаз колет зайчик от зеркала. Какая-то седая дама, судя по выгору актриса, произносит какие-то вялые пустяки. Борис Леонид читает стихи из романа. Рождество, Рождество. Читает, как всегда, с интонациями, для меня неожиданными. Назад еду в машине Весниных. И вот я дома и пишу ему письмо. Михаил Владимирович Алпатов, историк искусства и его жена Софья Тимофеевна. Николай Павлович Анциферов, литературовед, краевед, в двадцатые годы преподаватель Тенишевского училища. Александр Александрович Веснин, архитектор и его жена Наталья Александровна. Пятое апреля 1947-го. Пятого апреля 1947-го года Борис Леонид, читая роман у Кузько, произнес небольшое предисловие. Мне удалось его речь стенографически. Я думаю, что форма развернутого театра в слове — это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи. Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником. Я, так же, как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, распада продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участке. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно, и только теперь это стало удаваться, хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня в рамках моей собственной жизни это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувство диалоги людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя. Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о блоке. У блока были поползновения гениальной прозы, отрывки, кусочки. Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда, из блока, идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании, реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию. 12 мая 47-го года. Вечером позвонил Борис Леонидович. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кончаловских, где должно было быть много народа, и не пришел никто, кроме Иванова с комой. Причем Иванов был недоволен романом. Все это он произносил весьма сбивчиво, голосом измученным. Это вчера. А сегодня он звонил мне потому, что я вчера послала ему поэму. Речь идет о моей поэме-отрывке, напечатанной в 78-м году в сборнике Лидии Чуковской «Поэту сторону смерти» Париж «Имка пресс», а в 92-м в сборнике стихотворения, вышедшем в Москве в издательстве «Горизонт». О, если бы на кухне не кричали, я могла бы записывать параллельно или хотя бы запоминать, но именно от напряжения, от усилия ничего не забыть, я и не в силах помнить. На этот раз я поверила голосу его и спокойным словам, и теперь счастлива. На этот раз он говорил искренне, тут, конечно, щедрость, но хочется верить и искренность, постараясь записать хотя бы крохи, обрывки, пусть без связи, но зато точно. Аскетическая, протестантски скромная, но всюду свободная и смелая вещь. Это лучше стихов, там только отдельные строки, а тут все, и хранитель холода, и нева, и унеси же его, унеси, и ящик. 14 мая 47-го года Пастернак мне о разговоре с Симоновым в «Новом мире», я уже там в это время не работала, Борис Леонидович, я ему говорю, неужели вы не понимаете, что я беспартийный и не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленами это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль, и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать. Единственные были в нашем разговоре человеческие слова, это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде, вошла женщина и с ней два мальчика. Симонов сказал «два красивые мальчика», и они говорят по-русски, «вот это меня потрясло, значит, она их научила по-русски, они родились и выросли там. Далее, я запретил Зине рассказывать мне обо всех запугивающих сплетнях и вообще разговаривать на эту тему. Я принялся за переводы и роман. Ивинская показала мне письмо Гольцева к Пастернаку, плоское, убогое, деревянное. Ты человек глубоко советской и нападения на тебя Перцова и Суркова меня не удовлетворяют. Ты советский и я тебя люблю. Но ты дал повод врагам тебя хвалить. Ты подарил мне стихи из романа, которые можно истолковать как отклик на современность, и поэтому ты должен теперь выступить с присущей тебе искренностью и так далее. Сколько, однако, людей толкают сейчас Бориса Леонидовича под руку. Из письма Гольцева следует, на мой взгляд, одна единственная несомненная истина, так как на свете много Гольцевых и того больше Кривицких нельзя раздавать направо и налево ненапечатанные стихи. Виктор Викторович Гольцев критик, автор работы о литературе народов СССР, особенно о грузинской литературе. Перцов писал о Пастернаке, начиная с 1924 года, когда в журнале «На посту» номер один появилась его статья «Вымышленная фигура». Возможно, в данном случае речь идет о выступлении Перцова 3 марта 1947 года, описанном Лидией Чуковской. Речь идет о статье Суркова, о поэзии Пастернака, опубликованной 21 марта 1947 года в газете «Культура и жизнь». Там в частности утверждалось «Советская литература не может мириться с его поэзией». 17 июня 1947 года День начался счастливо, звонком Бориса Леонидовича, с отвычки, голос его, доброта, щедрость его и гениальность каждый раз кажутся чудом, и возраст юность бьет ключом. И опять это мучение, не могу, не умею записать поток речи слово в слово. Сейчас он переводит Петтофи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за короля Лира, а роман отложен, это его гнетет. Я придумала утешение, ведь вы не просто так работаете над переводами, ведь это ради романа, вы зарабатываете себе возможность писать свое, не отрываясь. Утешение, конечно, слабое. Внутри роман пишется уже сейчас, а переводы уничтожает в Пастернаке Пастернака. Немытьем-то катаньем, а умеет таки помешать ему писать свое. Я спросила о лесе. Какой лес? Я леса не вижу, не бываю в лесу, я перевожу без перерыва, и когда вечером выхожу к Зине и Ленечке, это одно тортюфство, потому что от работы я уже глух и слеп, все кончилось. Когда я писал роман, я чувствовал вокруг себя особое племя, родное мне, с которым мне было не больно, а теперь все это осталось где-то далеко, как не бывало. Приезжал ко мне Асмус, с ним брат с женой, все привычные милые люди. Потом я был у Константина Александровича, там Алянской, все мудрые, рассудительные, мы пили водку, я потом говорю Зине. Вот и водка мне перестала помогать, она говорит. Это не водка перестала, а люди перестали. Расспрашивал подробно и ласково о моем житье-бытие, я рассказывала, конечно, не рассказывая. Заходил как-то ко мне Корней Иванович, я ему говорил снова о вашей поэме. Корней Иванович, мне бедная Лида, а я ему, почему она бедная? Она живет по закону поэтов, как все мы. Вот и вышло, что я вас не пожалел. Константин Александрович Федин Самуил Миронович Алянский Издатель Основатель частного издательства Алконост 1918-1923 50-е годы Сотрудник московского Дед Гиза Друг Федина 25 июня 1947 года Была у Пастернака Борис Леонидович взял книгу у деда и еще не успел прочесть, а деду срочно понадобилось. Скажи, что мне только на один день для справки, а послезавтра я ему пришлю ее снова. Пастернак голый до пояса копался на самом солнцепеке. Увидев меня, он ушел в дом одеваться и крикнул из окна сверху, что книгу должен поискать. Я была принята на террасе самой Зинаиды Николаевны, чего прежде никогда не случалось. На ковровой дорожке молча играет Ленечка. Белоснежная скатерть, белоснежная панама на голове у хозяйки, цветы в горшках на полу на подоконниках, уют и покой. У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной черной от солнца спины, она в сарафане. Говорит она как-то странно, отрывисто, в сторону, глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо. Она спросила, что я думаю о пленуме и о положении Бориса Леонидовича? Не следует ли Пастернаку обратиться с письмом наверх? Я сказала, что в таких вещах я плохой советчик, газет не читаю, о пленуме не думаю ровно ничего, но, по-моему, всякие письма наверх бессмысленны. Пока Борис не сделает заявление, его дела не поправятся, сказала Зинаида Николаевна с резкостью. — Каким же заявлением можно опровергнуть чушь? спросила я в ответ. Чушь тем и сильна, что неопровержима. Единственный способ, по-моему, это молчать и работать. Ведь вот молчит же в ответ на все клеветы Ахматова и молчит с достоинством. Ах, Боже мой, нашли с кем сравнивать Борис и Ахматова. Тут Зинаида Николаевна впервые взглянула мне прямо в лицо. Борис человек современный, вполне советский, а она ведь нафталином пропахла. Лучше бы всего было сразу встать и уйти. Но как же без книги? И тут как раз спустился сверху Борис Леонидович сверкающий сединой, новым галстуком, щедрой улыбкой, радушием, пододвинул свой стул к моему, и уйти сделалось уж совсем невозможно. Ушла не я, а Зинаида Николаевна. Пока мы разговаривали, или точнее все время пока Борис Леонидович произносил невоспринимаемый мною монолог, Зинаида Николаевна таскала воду в огород. Плечи и руки у нее сильные, мускулы, как у борца. Борис Леонидович между тем рассказывал мне о молодой Марине. Что? Не помню. Я молчала и притворяла слушающей, но не слыхала ровно ничего. Зинаида Николаевна, уже невидимая, крикнула откуда-то издали, чтобы мы шли обедать. Прекрасный предлог проститься, но Борис Леонидович загудел, загородил мне дорогу, и я осталась. Перешли на другую веранду. Обедать я не обедала, но сидела. Обед прошел в полном молчании. Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая. Наконец, я простилась, как будто для этого необходимо было дожидаться их последнего глотка. Борис Леонидович проводил меня до калитки. — Вы, кажется, чем-то расстроены, спросил он друг, вручая мне книгу. — Я? — Нет. А вот Зинаида Николаевна все расстраивается из-за пленума. Она даже требует, чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу. Как же я им буду писать? — Кланяйтесь, пожалуйста, папе. — 22 июля 47-го года. Борис Леонидович встретил на улице Илюшу и попросил, если я могу, чтобы я зашла к нему завтра в 4. 24 июля 47-го года. Вчера к 4-м я собралась было к Пастернаку, но без четверти 4 он внезапно явился сам. Это что же, Зинаида Николаевна не желает меня более видеть? Ну и ну. Борис Леонидович в белых одеждах, а лицо и руки перенасыщены солнцем. Мы втроем, он, дед и я. Сели за стол в тени под деревьями, и сразу начался разговор мучительный своей незапоминаемостью. Ведь не запоминать, не записывать Пастернака — великий грех, а как запомнить? Запоминаешь только тему, не слова. Или хуже, и слова запоминаешь, но не точно. Он прочел «Бурю Эренбурга» и «Необыкновенное лето Федина». Кое-что все-таки записывает точно. А Лете сказал «В пятом номере лучше, чем в предыдущих». Ему хотелось похвалить Федина, но он не придумал как. «О буре. Вы заметили, в наших романах живет и действует очень странный народонаселение. И такие поучительные происшествия случаются? Я не знаю, не могу проверить, существуют ли на Марсе марсиане. Быть может, да, но эти не существуют наверняка». Корней Иванович начал расспрашивать его о работе, прятавший Шекспир. Борис Леонидович вместо ответа заговорил о переводах Маршака, хвалебно, восторженно и с какой-то странной запальчивостью. «Я прочел Маршака», сказал он. «То есть я его, конечно, и раньше читал и знал, но мало. Я знал только, что он хорошо переводит, а теперь перечел и убит. Шут в лире и сонеты. Сколько для этого нужно было благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, на котором он полный хозяин. Какая находчивость рифмовки, какие эпитеты. И я со своими дилетантскими переводами почувствовала себя проходимцем, самозванцем». Мы рассмеялись. В эту минуту к нам робко приблизилась маленькая, миленькая, кудрявенькая, глубоглазенькая Люся П., которую Борис Леонидович однажды уже посылал ко мне с каким-то поручением. Теперь она явилась сюда, как гонец от Зинаиды Николаевны. «Борис Леонидович, пора домой, обедать». «А он у нас пообедает», сказал Корней Иванович. Но поднадзорный Пастернак покорно встал. Дед и я пошли провожать его. Люся П. следовала за нами на почтительном расстоянии. Когда мы пересекли шоссе, дед начал объяснять Пастернаку, что он, Корней Иванович, как это Борису Леонидовичу памятно, вы даже обиделись тогда на меня, Борис Леонидович, далеко не все принимает в его переводах. Но тем не менее рад, что кроме маршаковских, отличных, существуют и пастернаковские переводы Шекспира. Там у вас такие взлеты, недосягаемые. Борис Леонидович остановился вдруг посреди дороги и даже не закричал, заорал. «Перестаньте, пожалуйста!» «Не говорите, пожалуйста, ничего!» «Я сам от себя должен узнать, что я порядочный человек, а не от вас, даже не от вас!» Выкрикивал он громко, с надрывом, с отчаянием и даже приседал от натуги, словно камни выталкивал из горла. Люся П. Ольга Ильинична Попова, художница. 3 октября 47-го года. Утром, когда я еще в постели, звонок Бориса Леонидовича в трубке на пор счастливого голоса. Он сдал Лира. Я как-то летом заходил к вам и к Корнею Ивановичу и пустил такую унылую минорную ноту, так вот я хотел сказать вам, что теперь все другое, я очень счастлив и все хорошо, все дело в том, что надо быть прилежнее и больше работать. Он берется теперь за роман и обещает в скорости устроить чтение новой главы. А Лире сказал, я его перевел совсем по-новому, из него всегда делали шумную вещь, а она тихая, там шум только в одном месте, в ремарке. 12 октября 47-го года. Звонил Пастернак, густой тягучий звук наполнял и переполнял трубку. Выливался из трубки, наполнял комнату. Долго еще жил в комнате, уже умолкнув. Звоню я вам, потому что сегодня запнулась моя работа над романом. А у вас на меня легкая рука. Да, да, это так. Сейчас я читаю книги о 14-м годе, но на втором части чтения начинаю клевать носом. Я стал плохим читателем. Я уже совсем не могу читать нечто вообще, понимаете? заниматься вообще чтением, читать вообще книги. А эти меня возмущают, кажутся скукой и ложью, и мой роман представляется мне одной из форм протеста против них. Затем он рассказал, что недавно вместе с Зинаидой Николаевной он побывал на дяде Ване. Ну и как? Да, да, это хорошая пьеса. Пойдите непременно. И спектакль хороший, но с одной оговоркой. Понимаете, что с ним случилось? Он попал в руки Серебряковых. Он поставлен Серебряковым, декорирован Серебряковым, сыгран Серебряковыми. Помните, у Чехова дяди Вани говорит, что Серебряков 25 лет пишет об искусстве, ничего в нем не понимая. Вот это с дядей Ваней и случилось. Все покрыто лаком, это спектакль для современных генералов и генеральш. Это не имеет никакого отношения к Чехову. Но, когда привыкаешь к чужому языку, видишь, что спектакль все равно хорош. Таково искусство. Оно все равно остается собою даже и в дурных руках. Я вам только что сказал, что Чеховым там и не пахнет. Это не так. Дядя Ваня и в пошлых руках все равно дядя Ваня. 19 октября 1947-го. Звонил Пастернак. Он прочел мою статью о Герцине, посланную мной накануне через Ольгу. Мне посчастливилось. Во-первых, статья пришла с него по душе, а во-вторых, карандаш в минуту звонка был тут же под локтем, я, наконец, записал Пастернак дословно. Он говорил, а я писала. Браво, браво, браво. Это ведь так трудно. Литература о литературе. А у вас вышло литературное произведение большой силы и легкости, хотя вы вступили на беговую дорожку, на которой оступился бы всякий. Вот я попытался когда-то рассказать о Гансе Саксе, и у меня ничего не вышло. А ведь был такой интересный материал. Вы написали о Герцене по-герценовски. Это та же стихия, что он сам. Вы не теряете зрительности в изложении отвлеченной мысли. Но мою статью никто не желает печатать. Как вам не стыдно пользоваться такой меркой? А самого Герцена вы даже напечатали бы хоть одну строку, будь он жив. Я не о мыслях его говорю, а о поэзии. Ведь и он, и вы, и народное тело, органическое явление природы, значит, поэзии, среди неорганического, но организованного мира. Организованный мир вечно уничтожает органической. Организованный мир нюхом чует противоположность себе, чем бы она ни прикрывалась. И норовит все органическое уничтожить. 6 января 48-го года. Я пришла рано, на вечер в Пятофе в Союзе Писателей. Зал был почти пуст. Села недалеко, неблизко, посреди. Скоро явила запыхавшаяся Ксения Некрасова. Она всегда льнет ко мне, помня мое заступничество за ее стихи в Новом мире. Села рядом. Я этому соседству не обрадовалась, я чту в ней поэт, но психически неравновешенных людей переношу с трудом. Теперь уж поняла я, от Ксении Некрасовой мне не уйти во весь вечер. Она от меня не отлипнет. Скажите, Лидия Корневна, спросила она, положив мне руку на плечо, вы из Нового мира сами ушли или вас, в конце концов, Симонов выгнал? Скажите, Лидия Корневна, почему не печатают Чуковского? Он впал в немилость? Как вы думаете, это она долго? Зал наполнялся. Входили слушатели, входили и усаживались за большой стол переводчики, Инбер, Обрадович. Рядом со мной под другую руку села Ольга Всеволодовна, раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая. Сразу же возле нее закружилась ее постоянная свита, крученых и нарядненькая, маленькая, миленькая Люся П. Входили и усаживались люди, пришел и Борис Леонидович, которому сегодня читать. Пришли Мартынов, Замаховская и на школе. Выступающие садились за стол, но Борис Леонидович прошел в публику и расположился возле нас, точнее, возле Ольги Всеволодовны. Весь наш ряд был уже занят, поэтому, чтобы оказаться лицом к ней, он сел на стул предыдущего ряда верхом, то есть спиной к столу выступающих. Со мной он сначала забыл поздороваться, что так противоречит его обычной доброте и внимательности. Вспомнил через несколько минут и, прервав на полусловие беседу с весело ухмыляющейся Ольгой, выпалился внезапностью. — Здравствуйте, Лидия Корнеевна! Спасибо, что пришли! Я очень рад вас видеть! Как здоровье Корнея Ивановича! Перестали уже, наконец, над ним измываться! Я никогда еще не видел его таким возбужденным! Волновался он перечтением, что ли? Председательствующий Николай Семенович Тихонов предложил Борису Леонидовичу сесть за стол переводчиков. Зал был уже полон. Пастернак, шумно извиняясь и всем мешая, неуклюже пробрался между рядами и, наконец, сел за стол с краю. Вечер начался. Загорелый под сединой Тихонов с грубоватыми чертами лица, выражающими, как всегда, непреклонную готовность прямодушно резать правду матку, произнес, как всегда, несколько кривых и пустых слов, в данном случае о дружбе между русским и венгерским народом. Потом говорил Гидыш, это мне нравится. Быть может, какой-то крупностью, не только физической, быть может, каким-то неуловимым сходством с Квитко. Гидыш, как и Квитко, хотя на другой лад, коверкает русские слова. Обычно я этого не терплю, но словам их обоих легкий чужеродный акцент придает почему-то обаяние. Речь затруднена, и уже одна эта затрудненность делает ее не пустою. Мы слышим труд мысли. Гидыш очень сердечно рассказал о судьбе и поэзии Шандра Петтофи. Потом началось чтение. По очереди, поднимаясь на кафедру, переводы из Петтофи читали Обрадович, Нашколя, Вера Инбер, Замаховская, Мартынов. Каждый подло стихотворение. Каждого усердно снимал фотограф. Я слушала и думала, как высок у нас, однако, уровень перевода. Изо всех читающих плох оказался один Обрадович. Все остальные на уровне, а Нашколя и Леонид Мартынов даже хороши. Слушаешь их и любишь Петтофи. Слышны стихи. Поднимались на кафедру по очереди, как сидели. Наступила очередь сидевшего последним Пастернака. Тихонов назвал его имя. Аплодисменты. Борис Леонидович встал. Аплодисменты. Пастернак не взошел на кафедру, как другие. Он сделал один шаг вперед, навстречу переполненному залу. В начале вечера, когда он сидел неподалеку от меня, он, как обыкновенно, казался мне моложавым. Наверное, с мороза. А сейчас я увидела серое, осунувшееся, постаревшее лицо, запавшие глаза, синие губы. Нет, не синие губы, трагическое выражение рта. Чуть только сделал он шаг вперед, сразу к самому его лицу придвинул свой аппарат фотограф. Борис Леонидович отмахнулся от света, как от мухи. — Меня не надо фотографировать. Громко, с вызывающей брезгливостью, сказал он. — Я незнатный. Снимайте лауреатов, а мне не мешайте читать. Фотограф не смутился и все-таки щелкнул. Пастернак начал читать. И сразу все те хорошие переводы, которые читали здесь только что, перестали быть поэзией, переводами стихов, вообще чем-нибудь. Я не знаю, было ли поэзией то, что читал он, но голос его был трагедией. Недаром славит каждый род смертельно оскорбленный гений. Строки стихотворения Блока в огне и холде тревог. И лицо трагедии, явление обнаженной трагедии народу. Лицо и голос открывали себя нам навстречу. Всем вместе и каждому из нас. Слушатели подолгу рукоплескали после каждого стихотворения. Рукоплескали ему. Рукоплескали существованию на свете Пастернака. Переводчики, сидевшие за столом, сделались не более чем фоном явления поэта. Они перестали быть не только поэтами, но даже людьми. Тем более, что они были единственными, кто не хлопал. Они казались неодушевленными, как, например, кафедра, графин или стол. Духом и жизнью был один Пастернак. В ответ на аплодисменты Борис Леонидович полобернулся к Тихонову, спросил через плечо, можно я прочту еще две вещи? Зал примолк, выжидая. Пожалуйста. Снова грянули аплодисменты, и когда Пастернак прочел еще две вещи и сел, зал рукоплескал, не стихая, минут пять. Но Борис Леонидович не читал больше. И вечер и так превратился из вечера Петофи в вечер Пастернака. Тихонов объявил перерыв. Во втором отделении музыка. В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам, к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу. Люди в это время кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить, но оборачивались. Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он произносил слова с такой глубиной искренности, что казался позирующим или нарочит изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала, он сейчас заплачет. Об этом он и заговорил. Я человек отвратительный, сказал он. Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который хорошеет в кипятке. Случается вот что. Я читаю, и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю, и у меня сразу начинает першить в горле от слез. Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу. Мне мешают слезы. Он вцепился в обе руки Ольги Всеволодовны. Их лица почти были на одном уровне, и страшно было видеть ее раскрашенность рядом с его обнаженностью. Вы прекрасно, прекрасно читали, сказал ему в утешении Люся П. совсем как настоящий артист, профессионально. Борис Леонидович, спросила Ксения Некрасова, а почему вы не читаете свои стихи? Вам запрещено? 4 мая 48-го года. Дурные вести. Новое издание 905-го года разобрано после гнуснейшей статьи в октябре. Впрочем, бродят какие-то слухи о допущенных перегибах и грядущем переломе. Да, если бы человек жил не 60-70 лет, а 200, то поэтам бояться было бы нечего, ведь полные собрания сочинений Бориса Леонидовича и Анны Андреевны выйдут в сущности совсем скоро. Я за них не беспокоюсь. Статья Маслина Маяковской и наша современность октябрь 48-й год номер 4, в которой было сказано, что творчество Пастернака нанесло серьезный ущерб нашей поэзии. 10 октября 48-го года Ирина Владимировна Воробьева, редакторша Дедгиза, рассказала мне, что по какому-то случаю Егорова, заведующая отделом классиков, кричала ей о Пастернаке. Зачем вы пригреваете этого насквозь антисоветского человека, этого шизофреника? 13 октября 48-го Я побывала у Барто, которая вытребовала меня к себе, чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы к 30-летию комсомола. Живет она в писательском доме в Лаврушинском переулке на той же лестнице, что и Пастернак. Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака. Это мой идол. Читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и прочее. Но, Лидия Корневна, скажите мне, почему, объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений, ну, о комсомоле, например, чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, ну, просто ничего не стоит, и сразу его положение переменилось бы, сразу было бы исправлено все. 6 июня 1952-го. Я вместе с Наташей Роскиной в гостях у Вани. Мне вдруг приходит на ум позвонить Борису Леонидовичу, ведь он от нас отделен всего тремя этажами, и в ответ обрадованный милый голос, «Хорошо, через десять минут я спущусь». У нас суета. Наташа демонстративно подрит нос, Вова заряжает аппарат, Ваня, моря нас со смеху, кричит, «Подайте мне все мои ордена», и взамен орденов Вова подает ему свою игрушечную позолоченную саблю. Приходит Борис Леонидович. Эра эта проходила в двери. Строка из поэма Маяковского Владимир Ильич Ленин. Это он написал, «Чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия». Он «А кто вы такие?» спросила Мария. Он о пейзаже разлуки в этюде Шопена, где выражению подлежало не только ныряние саней по ухабам, не только плывущие белые хлопья и свинцовый черный горизонт, но и кропотливый узор разлуки. Я очень давно не видела его. Молодость, студенческость сделали с ним еще заметнее, еще разительнее, молодость движений. Движется он, как мальчик, но седина побелела, он сильно похудел, говорит напряженно, и лицо у него больное. Мне он сказал, «Это, конечно, звучит нехорошо, как вчера у нас пирог был, а вы не пришли, но я вчера читал свой роман, а вас не было. Я думал о вас, но не позвал. Когда же я прочитаю? Не беспокойтесь, вот кончу и буду навязывать вам, не отвертитесь, ведь я пишу роман для немногих, и вы одна из них». Перескакивал с предмета на предмет. Ему, наверное, так же трудно разговаривать со всеми вместе, как и мне. Вова сфотографировал сначала всех, а потом Бориса Леонидовича пришел Талик Халтурин, бородатый, Борис Леонидович говорил с ним очень нежно, потом нежно говорил о Вове, когда тот на минуту выбежал в кухню и скоро ушел. Наталья Александра Роскина, литература вед, мемуаристка, Ваня, Иван Игнать Халтурин, редактор детских журналов и составитель книг для детей, Вова Смирнов, сын Халтурина и Смирновой, девятнадцати лет он утонул на Рижском с морей в реке Лелупе. Строки из стихотворения Пастернака «Осень» и «Рождественская звезда». Талик Виталий Иванович Халтурин, старший сын Халтурина от первого брака, Сейсмолок. Восьмое мая пятьдесят четвертого года. Я видела их обоих вместе. Ахматову и Пастернака. Вместе в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица обращены друг к другу, ее кажущиеся неподвижным и его горячие, открытые и несчастные. Я слышала их перемежающиеся голоса. Вообще слишком много сегодня. Я слышал новые куски поэмы. Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой. Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а позже, когда все уляжется, и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу, пусть неразборчиво, комом, подряд. Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней. Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр поэмы на машинке и в переплете и стала читать мне новые куски. В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла. — Это вы, Анна Андреевна? — спросил Борис Леонидович. — Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корневна. — Наконец-то я вас слышу. — Вы еще не уходите? — Не уходите, пожалуйста. Я через полчаса на десять минут зайду. Этого получаса я не помню. Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната, столик, прикрытый потертым платком, чемоданчик на стуле, тохта-не-тохта, подушка и серое одеяло на ней, ученическая лампа на столике, за окном нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же. Надо уйти, и нельзя уйти. Комната наполнена его голосом, бурным, ракочищем, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. Август, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Голос прежний нетронутый, а он тронут, уже тронут. Чем? Болезнью? Горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась дюношеской, теперь кажется стариковской, притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка, а измученные и страдавшиеся глаза страшны. Его скоро у нас не будет. Вот первая мысль, пришедшая мне на ум. Войдя, он снял со стула чемодан, сел и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии. Устроен где-то замаренной рощей, нарочно устроен так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть. Афиши были, но на них стоял вход по билетам, а билеты нарочно разослали учащимся в Тузов, которым неинтересно. «Вечер из серии лучше смерть», сказала Анна Андреевна. «Да-да, и они роздали своячницам». Но бросаю, пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его монологе были «Ливанов», «Юбилей», «Тихонов», «Кучера с ватными задами», «Вечер Фауста в союзе писателей», «Где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой. И многое-многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз. Я спросила, как роман? Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой, переделывает Фауста для Хлопковского театра, и стал объяснять нам, как именно он его переделывает. 28 января 1956 года Иду на поезд, в одной руке чемоданчик, в другой муфта, которую я прикрываю от ветра лицо. Метель Пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в Пастернаковской иней, мело-мело по всей земле, во все пределы. А платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб, и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг я вижу навстречу человек, большой, широкой, в валенках, хозяин здешних мест и метелей, Пастернак. Я бросил в снег чемоданчик и муфту, он рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял все мое, подал, я немного провожу вас, и пошел рядом. Я смотрел на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе, шестьсот страниц уже. Это главное, а может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам. Я спросила про театр. Малый поставил Макбета, мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры, Царев, Гоголева, а в отношениях моих с МХАТом наличествует некий лунатизм. Слева началась новая цитата из Пастернака «Кладбище». Сам он обрастал снегом, белел, круглел, шарел, шапкой и плечи в снегу, не человек, сугроб. Он спросил меня, что я делаю? Я ответила, пишу сценарий о Шмидте и добавила, что Зинаида Ивановна оказывается еще жива. Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. — Зинаида Ивановна, повторил он, жива? — Да, сказала я. Она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму. Мне казалось, он все не понимает. — Та самая, Борис Леонидович. Однако, как свежо очаков дан у Данта. Он понял, помычал от удивления. В самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи, например, Наталья Николаевна Пушкина. И мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно. Он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой литературной Москве. Нет, нет, никаких стихов, только заметки о Шекспире. Да и те хочу взять у них. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо, какая-то странная затея. Все по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно, к партийному съезду по-новому. Вот если бы к беспартийному, тогда и впрямь нова. У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили проза. Я начал смотреть первые вещи. Скупо, точно. Я и подумал, в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал. Я начал читать вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза. И потом так пожалел об этом. Читаю дальше. Обычное добродушие. Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу. Но я не понимаю, зачем же этот новый альманах на новых началах? И снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали, теперь слух идет упразднен такой обычай. Зачем же они продолжают вранье? Мы взошли в гору. Он умолк и на моей попытке продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовал, что ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал. Вы похудели и потому стали похожи на Женю, сказала я, не зная, что сказать. Ответ прозвучал неожиданно. Разве Женя красивый? Я не нашлась. Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз, и уже издалекой, сплошной белой мути я услышала басистая, низкая, мычащая «До свидания!» Зинаида Ивановна Ризберг, ее переписка с Шмидтом и воспоминания о нем были напечатаны в книге «Лейтенант Шмидт. Писно воспоминаний документа. Москва 1922-й и использована пастернаком в поэме «Лейтенант Шмидт». 14 февраля 58-го года. Забегалась, заработалась, сбилась ног со сна с толку. Борис Леонидович болен. Опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли. Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть может, задет какой-то нерв позвонка. Ездит три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны и диагноза собственно нет. Боль лютая. Он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корней Иванович, который был у него три минуты, я думаю, как бы хорошо умереть. Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел, только бы избавиться от этой боли. Вот она опять. Возле него в помощь Зинаиде Николаевне две деятельные женщины Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер. Дед бился дней пять, писал и звонил в Союз, в Редфонд, пытаясь устроить Пастернаков хорошую больницу в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову, секретарю Микояна. В конце концов удалось устроить Борис Леонидович в больнице ЦК партии и, кажется, даже в отдельную палату. Елена Ефимовна Тагер, искусствовед, знакомая Пастернака. 22 апреля 1958 года. Поднимаясь по лестнице к деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос, горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича. К сожалению, у деда были Иракли, которого не терпит Пастернак, Ольна Пельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с дедом, ни с Борисом Леонидовичем в сущности не состоялось. Но с дедом я рассчитывал вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрел на Бориса Леонидовича и слушал во все уши. Я зашла на середине монолога. Как всегда запомнить бурный водопад его речи мне оказалось не по силам словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницы один за другим, один уничтожая другой. Зрительные сравнения здесь, пожалуй, более уместны. Они шли подобные облакам, которые только что напоминали гряду скал, а через секунду превращались в слона или змею. Он говорил об искусстве. Я застала конец. Арбендронати Тагоре по-видиму бронил. О письме, полученном на днях из Вилина от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа по причине успеха на Западе. Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично, сгорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, от того, что он красив и молод, печать трагедии, лежащей в последние годы у него на лице, проступило сейчас еще явственнее, неутомленность, не постарелость, а трагедия, судьба, рок. И еще новизна, его отдельность, ото всех, он уже один, он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности? Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой? Роком? Обреченностью? По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, не уверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он — полуразрушенный, полужилец могилы. Первая строка из стихотворения Фета. А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист и гибель на лице. Впрочем, подсев ко мне поближе и понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога. Сильно болит? — спросила я. Да. Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду? Это боль больше погоды, больше всего. Погода перед ней мелочь. Он взял у деда свет в августе Фолкнера, шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводил его до ворот. Он спешил. Ираклий. Ираклий Луарсавович Андроников. Литература Вет. Актер. 26 октября 1958 года. Длится пастернаковская страстная неделя. Сегодня правда спустил на пастернака Заславского. Этот публичный мужчина, если воспользоваться терминологией Герцена, из тех, кто торгует красой своего слога, призван, видите ли, напомнить пастернаку, он пастернаку, о совести, о долге перед народом. Все тонет в фарисействе. Все это давно же нашло свое изображение в 66-м сонете Шекспира и в Гамлете Бориса Леонидовича. Где-то он сейчас, что с ним, каково ему. Глядят на меня с газетных страниц кавычки излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты палачествующего направления. Так и вижу через десятилетия деятельность в кавычках, группка в кавычках, школка в кавычках, теперь награда в кавычках, мученик в кавычках. Только два слова «враг народа» всегда употреблялись без кавычек. И еще два «внутренний иммигрант». Речь идет о статье Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». 27 октября 58-го года. Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского? В 1938 году у меня был один спор с Г. Ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность или одну только боль? Я говорила «да», «ощущает оскорбление». Г. Говорил «нет». «Представь себе», — объяснял он, «что ты идешь по улице, и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но оскорбленной ли?» «Оскорбить человека может, говорил он, только человек. Кирпич, упавший на голову, наносит раны или смерть, но не наносит оскорбления». Заславский рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая на... Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным? Да, я думаю, может, потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек, и потому что побои эти наносятся словом, и слова читают не собаки, не кирпичи, а люди. Звонил их Переделкино, деду хуже, давление не снижается, сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в союзе писателей, и своим собственным в придачу за то неловкое положение, в которое попал дед? Я-то считаю, что дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться, а как думает Коля, бог весть. К вечеру в городе распространился слух, Пастернак исключен из союза писателей. Какой-то президиум собрался и исключил. Или правление, черт их знает. У нас сейчас много правлений, я не в состоянии запомнить, что, что и кто где. Но как бы там ни было, я член союза, стало быть, и я исключила его. Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси Боже, что мы тогда после ссоры еще не начали снова встречаться, и не потому, что я любила ее поэзию меньше, чем стихи Пастернака. Нет. Речь Ждана у меня оскорбила, унизила. За нее, за нас всех, за Россию. Но тогда мне было все-таки легче. Я не была еще членом союза, а теперь, теперь я тоже в ответе. Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотографии с надписью «Большому другу моему». Он возил меня на чтение своего романа, он доверял мне. Да если бы и не друг. Какая огромная часть созданного им мира стала моим. Постепенно становится мной. Строка из поэма Самойлова «Ближние страны». Не становится, стало, и отплытие, и приедается все, не как люди, не еженедельно, и речь Митта, и «Я тоже любил», и «Она жива еще», и «Вся сестра моя жизнь», и «Рослый стрелок, осторожный охотник», и «В больнице», всего не перечесть, и «Август», и «Гамлет», и «Стихи из романа». 28 октября 58-го года. С утра, встревоженный состоянием деда, я поехала в Переделкино. Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло. Балконная дверь полуоткрыта. Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал. И, конечно, пастернак, пастернак. Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что пастернак вчера исключен из Союза. Я читал ему вслух какой-то роман Томаса Гардии из середины, с того места, где окончила Клара, не понимая ни единого слова, но с толком, с чувством, с расстановкой. Он сначала будто вслушивался, а потом опустил веки. Я отмахала еще страница три и вглядела с него, как столько раз вглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит? Притворяется? Хочешь, чтобы я ушла? Иди, иди, Ледочек, я сплю, пробормотал он, и я вышла. Спустилась, побродила по мокрому снегу и вдруг поняла, что я сейчас делаю, пойду к пастернаку. Я с жадностью ухватилась за эту мысль. По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сельвинских, у обочины стояла машина. Победа, что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же. Я еще подумал тогда, вот кто-то приехал мешать деду, надо не пустить. А может быть, это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четверых одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже не взглянули, но, идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовал затылком, провожающий меня восемь глаз. Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут за поворотом я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения Дедова дача? Вряд ли. На Пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа. Бесконечно тянется Фезинский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны? Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом никого. Но к стыду моему страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовал, что не они, а я сама уже подозрительно кашусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле. Тут, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности. Все свое, родное, знакомое, и в сущности ничем не измененное, оно вдруг становится источником страха. Подойдя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика «Стой!». Как я узнала впоследствии от Вячеслава Всеволодовича Иванова, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще два-три дня спустя дежурил Виллис, оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла, то есть довольно далеко, потому я его и не видела. Толкнула калитку, вошла. Во дворе пусто. Я подалась к боковому правому кухонному крыльцу. «Дома, Борис Леонидович?» «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила «Идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня. «Исключили?» спросил он. Я кивнула. «В газетах уже речи и все? У нас еще не было почты?» «Нет, только самое постановление». Я поглядела мельком. Он повел меня в дом, помог снять пальто, мы вошли в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах рисунки отца. Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею. Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами. «Как вы думаете, и Лене они сделают худо?» «Как вы думаете, у меня отнимут дачу?» Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти. На это сил нет. Наспех написал записку, что не может прийти, потому что почувствовал себя дурно, что отказывается от премии в пользу Комитета мира, что просит дать ему время недели-две, чтобы обдумать свое положение, но что он решительно не согласен считать честь ему, оказанную позором. Едва он успел вернуться в Переделкино, приехал на машине Литфондовская докторша. — Как вы думаете, почему ее послали? — Потому что я написал о своем здоровье? — Послали врача лечить? — Да, по-видимому, сказала я без уверенности. Это называется беспощадность к врагу в сочетании с заботой о человеке. А мои близкие говорят, это была проверка. В самом ли деле я болен? И что же оказалось? Давление повышено. — А знаете, сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза. Мои друзья Ивановы говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем. Он вскочил и остановился передо мной. Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено. — Вздор, сказала я решительно. — Совершеннейший вздор. Как это может быть? В ту секунду я была искренно, чья рука поднимется на Пастернака. Но сегодня вечером перед сном вспомнила, как дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси? — Вздор, — повторила я опять. И потом, когда мне на секунду представилось, что мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю птичку и грозу от деда. Он отмахнулся раздраженно. — Стихи чепуха, — сказал он с сердцем. — Зачем люди воятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделаю в жизни, это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят. Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение, нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах. Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал, надел пальто и вышел вместе со мною. Он собирался дозваниваться из контора городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам. Подумала, закрой поплотнее двери из столовой в переднюю, и дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение. Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот, мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно? Безлюдие, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву. Как странно, сказал он, в совершенной точности выговаривая мою собственную мысль. Никого нет, а кажется, что кто-то смотрит. Упырь? спросила я. Тот Блоковской. Или недавний, наш, все равно. Он пробормотал что-то, кивнув, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот Блоковской отрывок, который воспринимаю и помню, как стихотворение из любимого третьего тома. Мне припомнили строчки из статьи Блока «Солнце над Россией», опубликованной в 1908 году к 80-летию Льва Толстого. Старым упырем Блок называл Победоносцева. Вот несколько строчек из этого отрывка. Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова? Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом? Нет, не они смотрят за Толстым. Их глазами глядит мертвое и зоркое око, подземный могильный глаз упыря. Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине в развалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть око. Нет, Блок прав. Если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря. Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь, сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху дед, и вышел на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводил его до ворот, а потом так не хотелось расставаться с ним до перекрестка. Парни развалясь тосковали в машине. А вы видели, сказал мне друг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях, решительно на всех, и ямочка на щеке. Я был очень рад. В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Корней Иванович, взяв с собой Люшу, отправился поздравить его. Иностранные фоторепортеры запечатлели минуту поздравления, и фотографии появились на страницах многих иностранных журналов. Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий, где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люшином институте. Мы простились. Он пошел было прочь. Странно, мне впервые бросилось в глаза, как он хромает, но вернулся, обнял меня и поцеловал. Только что я пришла домой и хотела было подняться к деду, меня остановил телефонный звонок из Союза писателей, просит Корней Ивановича. Я сказала, что Корней Иванович очень болен, лежит, и повесила трубку. Снова звонок. Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи. Ахматова приехала из Ленинграда в Москву. Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят, боюсь оставить деда, и поднялась к нему. Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машины. 29 октября 58-го года. Вспоминаю Герцена. Какие вы все злодеи народа! Сегодня я с утра вызвал такси и к Анне Андреевне в ее новую резиденцию на Малой Тульской. Еду. Мальчишка-шофер внезапно обернулся ко мне. Читали, гражданочка? Один писатель, пастор, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил, ест наш хлеб, а нам же гадит, вот, в газете пишут, и протянул мне правду. Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопена, его статей, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает. Идет настоящая охота на душу простого человека, этого ни в чем не повинного нами обокраденного мальчика, и он, по нашей вине, беззащитен. Хуже того, его можно научить бросить камнем. Если это случится, это тоже будет наша вина. Анна Андреевна расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главное теперешний ее интерес, страстный интерес, пастернак. К моему удивлению, она была потрясена, да, именно потрясена, другого слова не подберу, тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из переделкина, в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним, это ей на ум не приходило. Так что, по ее внушению, я сама впервые удивилась, что это было. Я перенесла получасовой допрос. Каждое слово, его и свое, и как он сидел, и когда вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всей возможной точностью, но я не уверена, удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним познакомой, родной и почему-то уже чужой и опасной дороги. Она спросила, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать. Ей очень хочется, конечно, достану. По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, сказала Анна Андреевна. Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий. 29 октября 58 вечер. В городе новые слухи. Какая-то речь семичастного на сороколетии комсомола, где он будто бы обозвал пастернаку свиньей. Цицероны. И ведь говорят на века. Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже по ту сторону. Поставила вверх дном душу другая весть. 31 в 12 часов дня общемосковское собрание писателей. Не чиновников, писателей. Мне позвонили из Союза. Повестка не объявлена, но догадаться легко. Будут утверждать исключение пастернака. У, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну. Сказать, все высказать им в лицо. Сказать, чтобы они были произнесены и услышаны не только слова семичастного, но и мои. А дед, ведь меня исключат непременно, у него будет новый спазм. На трибуны меня, конечно, не пустят, там, небось, все распределено и прорепетировано заранее, но я могу крикнуть с места громко на весь зал какую-нибудь одну фразу, пусть потом меня выведут. Ну, например, такую. Пушкин говорил, надо быть заодно с гением. Пусть зашикают, засвистят, я сама уйду. А деду я нанесу рану, ему семьдесят шесть лет. Каждая рана сейчас может для него оказаться смертельной. Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут, заболеют, уедут из города. А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать. А меня не будет и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук. Тридцатый октября пятьдесят восьмого года, день. Нет, никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен. Я встретил одного знакомого, он сказал мне, сяду в машину и уеду в неизвестном направлении, куда глаза глядят. Врешь, от себя не уедешь. Пятым действием драмы веет воздух осенний. Начальные строки стихотворения Ахматовой и августом, и гефсиманским садом, а ощутимее всего национальным позором. Но, с другой стороны, я не в силах сообразить, справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация. Вообще не ощущает. Ведь для народа такого явления пастернак просто нет. Прочитала речь семичастного в «Комсомольской правде», переписываю суда, чтобы перечитывать и никогда не забывать. Сначала сравнение с овцой, паршивая овца в стадии, ну, это обыкновенно, потом образ не выдержан, овца превращается в свинью. Иногда мы совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сяка и прочее. Я должен вам сказать, что это навета на свинью. Свинья, все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. Аплодисменты. Самое примечательное тут слово «кушает». «Свинья кушает». «Свинья» Вот он кто такой, товарищ семичастный. Он полагает, что слово «ест» грубое слово, а сказать «а свинье кушает» это представляется ему более интеллигентным. завтра собрание. А Борису Леонидовичу слухи разные. Будто он написал какое-то заявление, будто он у Ольги, а президиуме рассказывает, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком, в особенности Михалков. Выступил с каким-то порицанием и наш Коля, Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд! Впрочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Больша ли между нами разница? Первое ноября пятьдесят восьмого. И в Москве, и в Переделкине, только не возле деда, бесконечные разговоры о том, кто же в конце концов вел себя вчера на собрании гнуснее. Смирнов или Зелинской, Перцов, Безыменской, Трифонова или Ашанин, не все ли равно? Мы, я. А в газетах, газетах, бедный мальчишка-таксист и его обокраденные братья выражают гнев и возмущение. председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист, экскаватора. Я так и вижу девку из редакции, так и слышу, как она диктовала им текст. Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано. «Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя, здесь были бабы-слабожане, учащиеся, слесаря». Он боготворил без взаимности. Слесаря пишут, правильно поступили советские литераторы, изгнав предателей из своих рядов. Он и лягушку в болоте, он и свинья, и овца, и предатель. А предатель это на самом деле, мы. Он остался верен литературе, мы ее предали. 23 ноября 58 года. Была в переделкине, заходила к Борису Леонидовичу, домработница, ушел гулять, нескоро вернется с усмешкой. Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге. Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться. Но не последовало ничего. 31 декабря 58 последние часы уходящего года. Пишу письмо Борису Леонидовичу. 11 мая 1960 Трудный день. В шесть часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна. Ее привезла в своей машине Наташа Ильина. В доме у нас тревожно. Корнея Ивановича не лучше, гости к нему не поднялись. Анна Андреевна грузной садышкой в лес не пошла, а села на скамью возле дома, радуясь воздуху и зелени. Привезла показать мне новую эстрофу в поэму. Однако главные разговоры были о Борисе Леонидовиче. Как раз накануне приезда Анны Андреевны я бегала в дом творчества к Ване, чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке. В доме творчества всегда знают всех раньше. И в самом деле только мы вышли с Ваней на балкон, к нам подсел Асмус, который ходит к Пастернакам по три раза в день. Валентин Фердинандович сказал, что больного он не видел со дня болезни, но сегодня слышал из-за двери его голос, изменившийся, слабый. Лечит Пастернака Фагельсон, а дежурит возле него литфондовские врачи и сестры. Инфаркт тяжелейший. Фагельсон говорит, тяжелее, чем у Олеши. Зачем же он это говорит? Олеша вчера умер. После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку справиться о здоровье. Поехали. Наташа осталась за рулем. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто, мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо, правое, кухонное. Нам навстречу Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо, не узнали Ахматову, потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борис Леонидович лучше. Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх, в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг. В машине она сказала, «Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут». В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и я думаю, сейчас это ее точит. 14 мая 1960-го Фагельсон полагает, мне передавал Асмус, инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее. Состояние, хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное. Началась кровавая рвота. Собирают консилиум. Я думаю о том, неужели я видел его в последний раз, вот тогда, в самом начале месяца, когда он пришел возвратить деду деньги и книги. Дед лежал больной после спазма, и к нему никого не пускали. Борис Леонидович очень торопился, он же снял балакалоши и пальто, но, услыхав, дед болен, стал сразу опять одеваться, хотя я и сказала, что поднимусь наверх, взгляну, что ему-то Корней Иванович будет рад и прочее. Но он впереди совал мне в руки книги и какой-то конверт. Вот, передайте папе. Тут я у него брал книги и деньги. Ваш отец удивительно благородный человек, он, наверное, даже вам не сказал, что я давно уже должен ему пять тысяч. И, оставив меня с книгами и тысячами в руках, побежал чуть не бегом, сильно хромая. Нет, это был не последний. Я его еще раз видел, но уже не вблизи, а издали. Я шла по дороге вдоль поля, меня обогнало такси. У ворот Бориса Леонидовича машина остановилась, и оттуда вышла дама. Ей навстречу поспешил Борис Леонидович, взял под руку и повел к себе. В последний и его в последний раз. 26 мая 1960 года у Бориса Леонидовича рак. Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича смерть. Наталья Иосифовна Ильина, автор фельгетонов пародии мемуаров. Ей принадлежат воспоминания Анны Ахматова, какой я ее видела. 31 мая 1960 Переделкино Борис Леонидович скончался вчера вечером. Мне сказала об этом наша Марина. Позвонила утром с дачи в город. Марина Николаевна Чуковская, жена Николая Корнеевича Чуковского. Деду они не говорят, ждут меня. Я поехала в Переделкино, где уже нет Пастернака, в Переделкино, который будет носить его имя. Дед впервые решился встать с постели и переселиться, работать на балкон. Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке. Когда я вошла, он не сразу услышал, сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником. Он всегда выискует на ее стволе следующую свою строку. Поморщился с досадой. Я прервала строку. — Ну, что ты? Я взяла стул, села напротив. — Несчастье, дед, и выговорила. Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок, только руки прежние, молодые, кокольские, но руки дрожат. Он всхлипнул, без слез, и попросил принести из кабинета бумагу и конверт, письмо Зинаиде Николаевне. Я принесла, хотела остаться возле, но он не позволил. Иди, иди, я сам. Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток, целую охапку и снова поднялась к деду за письмом. Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня о болезни, о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмоса. Взяла письмо, цветущую охапку и туда. На пастернаковской дороге, которая смеху ради называет улицей Павленко, я встретила Веру Васильевну. Пошли вместе. Вера Васильевна Смирнова, литературный критик, специалистка по детской литературе, жена Халтурина. В семьях Халтуриных Смирновых, соседи Пастернака по Лаврушевскому переулку и по Переделкину. Пустая дорога, яркое солнце, жара, ворота распахнуты настиж, бездомья, ничейность, брошенность, осиротелость. Пустыня два раза лета солнцем. Нас облаяли две собаки, одна маленькая, другая большая. Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив, постояли в прихожей, ни звука, ни голоса. На полу ведро с водой и в нем гладиолусы. Направо в спокойной столовой на столе большая ваза с цветами. Я толкнула дверь в комнату налево, в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза. Оглядевшись, не сразу поняла. Это он лежит на узкой раскладушке слева у стены, укрытой простыней. Вера Васильевна откинула простыню. Лицо искажено, уста запали, и глаза, глубоко под лбом темные, черные, округлые веки. Я начала укладывать вдоль тела ветки, но тут вошла Верта Яковлевна Львинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери. Я передала ей письмо для Зинаида Николаевны, и мы ушли. Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление, кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиной чувствовала, как тогда, что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами. Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку, будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ. Союз профессиональных убийц, так называл Союз писателей Булгаков. Зинаида Николаевна к чести ее отказалась. Дед снова слег. Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном. Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота. Кляну себя. Вечером я пошла к Ване в дом творчества. У ворот мне встретился заплаканный асмус. Минутку мы посидели рядом на скамье. Видел он пастернаков последний раз 6 мая накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лопатке. Но это не сердце, говорил он. Скорее, легкое, рак легкого. Асмус, думают, это была саркома. Очень быстро она развелась. Легкие, печень, желудок. Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними, с Женей, с Тасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне, что ж, конец, и нам пора проститься. Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос. 1 июня 1960-го Переделкино утро Как бы узнать их имена и выгравировать назидание потомству на особой доске позора? В литературе и жизни объявления Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака. Литература и жизнь поместила это объявление 1 июня 1960-го года, а литературные газеты 2 июня. Невеликая честь принадлежать к ихнему и моему союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно, член ли он союза или всего лишь Литфонда? Но ведь это нарочно придумано в оскорблении почившему. Уничижение славы России! Могли же они просто написать «Извещаем о смерти Бориса Пастернака». 1 июня 1960-го Переделкино вечер. Часов в девять я снова к нему с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен. Они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году. Он в той же комнате, где вчера, но уже не на раскладушке, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый, я не разглядела, кто, вошел вместе со мной, зажег свет и оставил меня одно. Лицо другое, словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо. На простыне в ногах красная роза. Я свои цветы положила к ногам. Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их. Рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик, хмурые робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять. И я вглядываюсь и пытаюсь понять. Второе июня 1960-го Переделкино. Горе, усталость, жара, изобилие шпиков, милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу. Воронков, с утра лично обозревающий и вверенный его попечением поселок, иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья. И сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы, чьей-то победы, не знаю чьей, быть может его стихов, русской поэзии, нашей с ним неразрывной связанности. Никто над его могилой не произнес слова, которые жаждали услышать сосны, люди, поля. Но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное, это и было самое лучшее слово. Толпа была пронизана гавриками. Но гроб от стола до ямы пронесли на руках, по шоссе и на гору к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками. Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту. Одни из пастернаковских ворот пошли через поле, прямо на кладбище, другие кругом, по шоссе, вслед за гробом. Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять, час или более стоять накануне выноса на солнцепёке, уже простившись, но ещё ожидая, когда вынесут гроб. Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня, высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка, сменялись Юдина и Рихтер. Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведевой Томашевской. В 1972 году я ознакомил её с моими записками. Сменялись Юдина и Рихтер, так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра, а Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, что будет играть. Рихтер очень любил Пастернака и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и не одобрен властями, и даже пытались на него воздействовать. О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле, я знаю точно, так как приехал вместе с ним на его машине. Думаю, что и о Марии Вениамине Юдиной надо как-то сказать иначе, а то, получается, два знаменитых топера играли, как может подумать читатель, по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищение поэзии и в то же время акт общественный, очень серьезный, значительный. Даже власти об этом догадывались. Юдина исполнила вместе с друзьями Трио Чайковского памяти великого артиста, а по преимуществу исполняла произведение Шуберта. На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Стояли Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна. Я поклонилась ей, но она отвела глаза. А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то бревна, сваленную правого крыльца, стояла и думала только об одном, как бы не упасть, устоять. Каверин, Паустовской, Аким, Рита Райт, Мария Сергеевна, Мария Сергеевна Петровых, Володя Глоцар, Володя Корнилов, Фридочка, Фридочка, Фридо Абрамовна Вигдарова, журналистка и писательница, близкой Друг Чуковской, Хавкин, Харджиев, Копелев, Смирнова, Ливанов, Коля и Марина, Калашникова, Волжина, Наташа Павленко, Ивич, Яшин, Казаков, Рыс, Рахтанов, Любимов, Вильмонт, Старший Богатырев, Нейгаус. Старые дамы, неизвестные мне, откровенно или прикровенно седые, в перчатках и без. Деревенские старухи с детьми, студенты. Опираясь на бревна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шепотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича утром следующего дня на Киевском вокзале появилось рукописное объявление. Граждане, вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похорона в Переделкине 2 июня в 2 часа дня. Вот вам и член Литфонда. Объявление сорвали, но оно появилось вновь. Опять сорвали, опять появилось. Фридочка от меня отошла, утешив меня этим объявлением, а сзади незнакомый голос негромко сказал «Вот и умер последний великий русский поэт». Нет, еще один остался. Я ждала, холодея не оборачиваясь. Анна Ахматова. И этот день придется пережить. Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба. Как я узнал через несколько лет, это были Даниэль и Синявский. Музыка. Несут гроб. Несут венки. На одной ленте я прочитала от семьи Ивановых. На другой от Литфонда. Пронесли и наши два. Корней Чуковской, Лидия Чуковская. Щелканье аппаратов, нагло щелкают прямо в лица, снимают непокойного, а нас, толпу. И вот я иду вместе со всеми в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов. Стоят, стоят люди вдоль заборов. Когда после мостика через Сетунь толпа свернула, начала подниматься в гору, я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед, туда, наверх, к соснам. И к лику сосен причтены. Помнить? спросил Хаджиев. Гроб плыл на вершину, к соснам. Люди, поспевая за ним, шли все быстрее, а я все медленнее. Здороваться, говорить, я уже не могла, только головой умотала. Раневская, Ванечка Халтурин. Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, из-за спин ничего не видя, но в тишине отчетливо слыша все. Был когда-то немой кинематограф, лица, плечи, руки, движения, безголосье. Тут наоборот, голоса, движения, без лиц. Я, толпа, корявый ствол, и впереди голоса. Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные. Но они и не оскорбляли пустотой, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышал голос, горе, а не фразы. Пустовский нашел бы слово, но, как мне объяснили потом, он из-за больной гортани в этот день мог только шептать. Актер Николай Голубенцев прочел, узнал бы я, что так бывает. Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве. И вдруг кто-то, я не видела кто, но голос неинтеллигентный, неприятный, фальшивый, заявил, что будет говорить от имени рабочих. Ты написал книгу, но ее задержали, а ты был за правду. Обрыв. Кто-то что-то прошипел, и в ответ нашиб девичий голос. Не затыкайте ртов. Молчание. Жду нового голоса. Тот же? Другой? Нет. Слава Богу, юноша читает Гамлета. И неотвратим конец пути. Потом другой юноша невидимка говорит от имени богословов. Пастернак был христианин. Начинает опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам. Гроб в яму не лезет. Зычная команда. Раз, два, три. Какого-то сейчас Жени. Мягко, жесткой, глухой, страшный звук комья в земли. Опустили. Мне сделалось темно. Если бы ни сосна, ни чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я сквозь толпу пошла вниз. Одно у меня было желание — лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома. Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней. Только боль тугими кольцами сжимающей щиколотки. Я даже не вошла в дом спросить о деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла. Минут через сорок Фридочка принесла мне вести о деде, накапала капли и посидела возле. Девушка, которая крикнула «Не затыкайте ртов!» Это оказывается дочка Ивинской, Ирина. Молодежь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть напечатанное и ненапечатанное. Гамлет, Август, другу. Толпа разошлась, гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышала разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы, чьей-то ограды. А не разогнать ли нам это нарушение? Пусть нарушают, никуда не денутся. Победа, оцепленная оперработниками.